Я сейчас все видео хочу снимать, думаю, где мне фон хороший найти, оцениваю все помещения с точки зрения фона. Вот у вас здесь в какой угол не встаньте? Вот тут прям можно стул ставить, подсветочку такую. Где угодно вообще, на видеофон будет отлично, да, просто прекрасно. Хорошо, здравствуйте, дорогие друзья, я Фролок Юрий Андреевич, рад вас приветствовать. И сегодня у меня в гостях Михаил Владимирович Шаветов, ну, врач, все его вы знаете, он сыроед, доктор, уролог, гинеколог и несколько еще других специальностей. Да, и прочее, прочее. И прочее, и прочее. Вот, ну, сейчас мы, конечно, в начале вот немножко, значит, в гости начинаются еще с показа обстановки, территории, так сказать, интересного чего-то. Дети приехали, семья вся, Михаил Владимирович приехала семья и жена, и дочка. Ну, и с моими детьми сейчас играют, с женой они там своими делами занимаются, а мы перед тем, как вот потом приступить к каким-то интересным, может быть, там, ответам на вопросы, просто вот сидим душевно беседуем. За вот этим, так сказать, чаем. Ну, это я сразу скажу, что чай, надо обязательно сказать. Чай у нас, конечно, греется до 70, у нас желтый чай, который мой товарищ вот из Китая привозит очень качественный. Даже не из Китая, а из Тайваня. Я вот объяснял, что в Китае, вот кто специалист в этом, я небольшой, я со слов людей это говорю, чая уже не осталось. Ну, и много сейчас миллионеров в Китае, которые могут позволить себе все, что угодно. И поэтому, а сколько их людей? Там сколько сотен тысяч миллионеров. И они стоят в очереди за хорошим чаем, а всех нет. Я вам рассказывал, как выращивается чай. Вот, например, с жасминовым, просто, чтобы тоже люди послушали, да? Вот мы привыкли, там, цветочки или что-то, жасминьино. Цветочки посыпали жасмином, сказали, что чай жасмином. И типа это чай, да? На самом деле, я тоже так думал, ну, все так думают. А мне, мой вот этот товарищ, он специалист, он чаем очень занимается серьезно, любит это дело. В Китае, во всех провинциях был, ну, вот такой человек. И он говорит, вот в Тайване берут кусты чая определенного сорта, сажают, прям вот ряд. Через метров пять еще ряд. А между ними кусты жасмина высаживают. И говорит, только через 30-40 лет вступает вот этот симбиоз, ну, там, грибки, микоризы, наверняка, там, сложная симбиоза. Ну, а иначе как, да? И вот эти аромат, листья пропитываются вот этим особо ароматом. И, конечно, это уже, как оценивают специалисты, ну, другого качества. Совершенно другого качества. Вот я сейчас тоже желтым только чаем угостил. Вот, ну, так сказать, тоже таким ценным с Тайване. Вроде ничего, да, понравилось? Да, да, чай прекрасный. Я, правда, себя тоже про чаю специалистов совсем не считаю, но я чувствую, что мне нравится, нет. Вот это мне очень нравится. Просто нравится, вот именно. Я чай вообще не пью уже очень много лет. Я вот как на сыроедение перешел, мне как-то... Я черный чай никогда не любил, но зеленый чай с друзьями пил много. Вот, и как-то в какой-то момент мой организм сказал, что просто все, зеленый чай мы с сегодняшнего дня больше не пьем вообще. Вот, и я с тех пор столько травы себе завариваю, там, ромашку, мяту, вот. Ну, все самые простые. Да, я... Зверобой, вот, все в таком случае. Ну, да, то есть чабрец может быть. Чабрец, чабрец вообще. Да, у меня шикарный, кстати, чабрец есть. Потом выйдем, обязательно презентую. Спасибо. Один человек в их поселении собирал, то есть добрые, хорошие, чистыми руками, с бабушкой своей. То есть там вообще шикарный чай, чабрец. Не, а у нас что, на Руси всегда Иван-чай, так сказать, да? Вот, вот, кипреет, вот, кипреет, да. Вот, и самые такие простые травки, хорошие, простые. Я вот в последнее время, ну, просто так не специально, получается, пью только воду. Но вот когда гости приезжают, обязательно порядком. У меня всегда вот такой хороший чай, это желтый чай. Вот, у меня сейчас тут жена баночку прозрачную взяла. Ну, это посмотрели бы люди, какой желтенький, красивый. Ну, он очень ароматный, хороший чаек. Вот, а мы пока, вот, да. И, конечно, я вот особенно интересно, да, покажу нашим зрителям, потому что у меня же будут ярмарки тоже, ну, я вот сырой обед, сейчас у них строится клуб. Ну, наверное, вот уже были, да, на Люсиновке, нет еще? А очень советую, у них там, конечно, очень вкусно, хорошо они делают. Вот, ребята, сыроедные блюда там, прекрасно, молодцы, конечно. Да, кто готовит, они там вообще умерли. Что меня, знаете, что меня вот радует? Они все очень с душой подходят к делу. И у них вот, как бы это сказать, вот вкус, тонкости вкуса, они остаются одинаковые. То есть, они очень тонкую рецептуру соблюдают. Ну, и делают долго, скажу сразу, долго, очень, но очень с душой, качественно. Стараются. Стараются. И у них будет клуб. Вообще 160 квадратных метров территория общая. И вот в клуб мы будем обязательно какие-то, ну, они меня и вас будут приглашать, чтобы какие-то вот, ну, так сказать, беседы, лекции там. И будем, конечно, привозить что-то интересное. И вот, например, ну, с дегустацией даже. Не только продажа, еще дегуста, чтобы каждый человек, ну, кто такой вот пробовал, да? Вот даже вы, ну, такой мед, да? Такой мед, да, точно. Это вот я хочу показать. Это вот соты, так называемые. Вернее, не соты, а языки. То есть, дикие пчелы, вот даже, вот видите, он неровной формы. Тут толстая, тут тоненькая. Цвет везде разный. Ну, какие травы, когда шли в период. И этот мед, конечно, просто целебный. Потому что его собирают мало. И в малом количестве заложена гигантская концентрация минералов, энергии. Потому что пчелы ведь для себя это делают до долгую зиму. А в горах полторы-две тысячи метров холодно. Как в Сибири, как, так сказать, вот вертикальная зональность. Она же как горизонтальная с юга на север, только от подножия вверх. То есть, повторяет зоны географические. Фактически, это такая степь, переходящая такой лук в тундру, так вот скажем. Вот. И суровые условия. Ну, то есть, это мед его собирают. Вот у меня из Абхазии горные. Там, кстати, две с половиной тысячи трав видов. Ну, естественно, это вот. И собирают раз в год языки, так, чтобы пчелы не пострадали, разумеется. Дуплянки, дупла. Вот. Понемножку, по два языка снимают там. Ну, и вот мне, как обещали люди, прислали. В том году только они отжимали. А сейчас вот и я вам честно скажу. Даже вот мед, который вот тот же самый, вот взяли, отжали. Он уже немножко другой вкус имеет. Как вот прям взять соте съесть. Ну, вот правильно, они хранить его умеют. Я думаю, конечно, это еще связано с тем, что вот кислород, он же окислитель. В любом случае, конечно, это связано с этим. Верняка. Ну, мы, конечно, вот интересную тему затронули про детей. Я вообще хочу вот сказать, действительно, как вот у меня, ну, вот про старшую свою дочку, буквально два слова, Света, вот у нее, она где-то сколько, ну, будем так говорить, на Сроидни она перешла года, ну, три назад там, ну, там где-то было 50 на 60, больше 60 Сроидни. Потом где-то два года, как вот я сам, два, вот, ну, вот я ни грамма не ел вареного, я просто эту дату помню, потому что это было начало лета, ну, в общем, два, сейчас у нас уже октябрь, два с половиной года почти. Ну, май, может быть, был. А вот, ни грамма. До этого я был как, вот один год, четыре года назад, я был там три или четыре месяца настроения, потом вот перешел частично, стал потреблять вареное, на следующий год уже месяцев шесть. А потом, как-то, так сказать, вот перешел и думаю, вот честно скажу, уже не хотел вообще. Вот, например, вот, ну, скажем так, я очень любил раньше картошку жареную, честно, очень-очень любил. Вот прям вот, ну, это вот моя была любимая еда. Вот хлеб, ну, конечно, вот, который не на дрожжах, а наш, мы пекли, ну, у меня вот свой биозерно, там, мельницы свои. Мы и сейчас людям так делаем, продаем, но, так сказать, вот, любил страшно. А вот сейчас, вот, и вот те годы, вспоминал, думал, вот, пять месяцев был, думаю, ну, вот, и обязательно, либо картошку, либо потом, либо... А потом, вот сейчас, вспоминая, что и любил, и вроде бы, вот, даже если при мне, ну, там, кто-то жарит, например, вот, кафе сок, у них же там веганское кафе и сыроедные блюда, и такие. И картошку постоянно кто-то заказывает, вот, проносит, вот, не хочу. Не вызывай, не, вообще, вообще никак. То есть, вот, я почему для себя оставляю такой, как бы сказать, путь, да, я не говорю, что, например, всё, я никогда в жизни, там, да, я хочу никогда в жизни, честно, вот, то есть, я хочу оставаться на живом питании. Не хочу, но я, как бы, себе говорю, ну, если это будет, что, если я буду убивать, укорять или что-то там, ну, мучиться буду от этого? Думаю, нет. Но не хочется. То есть, вероятно, вот этот пройден такой этап, когда ты уже, вот, как бы, гармонично всё становится. Причём, самое интересное, что у меня в рационе, например, у меня, я про Свету сейчас скажу, но просто у меня в рационе сейчас почти только овощи. То есть, процентов на 80-90. То есть, вот, причём это всего лишь несколько продуктов, там, ну, кроме зелени. Это там огурцы, это, так сказать. Ну, то есть, овощи, которые, в принципе, фрукты, на самом деле. Ну, это вот, кстати, кстати, это у нас будет вопрос, один зритель задаёт, мы с ним потом. Ну, скажем так, авокадо, вот, ну, то есть, не сладкие. Не сладкие? Не сладкие, да. Ну, назовём их можно так. Просто тут, может быть, делить, так сказать, более правильно. Ну, в общем, корнеплоды бывают, понятно, свёкла, там, морковь и так далее, что в земле, скажем, корнеплоды. Репа там та же, там, так сказать, это, да? Хотя, честно сказать, вот морковь, да. Капуста. Капуста, да. Как капуста, она не корнеплодная, она в овощах. Да, конечно. Вся зелень. Да, да, да. Ну, у меня это всё в основном продуктов 5-6. То есть, это составляет 90% моего питания. Нормальное фруктовое питание. Да. А то, что касается, ну, мёд, утром всегда мёд. Утром вот вода, тёплая, тёплая вода, ну, тёплая, это понятно, почему, зачем энергию лишнюю тратить, когда тело-то должно согреть. Да, да. Вот этот, а его много и прям не съешь. Много и не нужно, да. Много и не съешь. То есть, вот, да. Потом там вода, вода, и потом, вот, допустим, какой-то или салат, или просто вот что-то по отдельности. Там перцы, когда пойдут наши сезонно, только свои, ну, которые у меня выращены, вот, в хозяйстве, например. У меня внутри младший очень любит перцы, например. Помидоры вообще не ест. Младшая дочь, она ест, я вообще не знаю, ну, продуктов, наверное, 6-7. То есть, вот её, вот, причём салаты не едят. Я вот рассказывал, и ни младшие, ни старшие салаты, это просто даже не вот сам ешь, говорит, ну, ты попробуй чуть-чуть, ну, вот, где ты? Ни в какую. Даже в сыром обеде сидим, ну, с дочкой моей. Я говорю, вот, у них такой есть, как называется, по-моему, селёдка под шубой, что-то типа, ну, там свёкла, да, ну, конечно, да, сыроедный, естественно. Я говорю, ты попробуй, какой соус вкусный они делают, из кишью, и там, так, язычком возьмёт. То есть, они, как бы, ну, сами с собой, вот, моно, да, но... Вот не испорченные вкусы какие. Нет, вот это вот, вот это... Никаких смесей не придём. Вы знаете, это подпоразительно. У детей, если вот, конечно, здесь, знаете, всё-таки я что ещё думаю? Очень сильно влияет вот это вот изначально, когда переходит качество продукта. То есть, если это где-то там купленный, выращенный в совхозе там на минеральных удобрениях, это одно, а когда вот органический свой, в почву, которая содержит в своём составе большое количество минералов, то есть, концентрация, это по-другому. И я ещё поражался, почему они так мало едят? Меня это пугало, честно говоря, иногда. Вот, я скажу честно, то есть, иногда я говорю, Света, что ты сегодня ела? Старший, он говорит, в школе я вот с собой взял, ну, мама мне дала яблоко или там банан, один или два. Два вообще редко это вот, а бывает просто яблоко. Утром ничего, то есть, ну, воды выпьет, всё. Потом, я вот единственное слежу, чтобы воды больше пили. Потом, приходит, я говорю, ты что ел? А она приходит гулять, бежит. Значит, ну, потом уроки, и опять гуляет там с ребятами, с вот нашими другими детьми. Ага, и потом, значит, что они, допустим, там, ну, Света ещё может съесть что-нибудь, типа вот немножко арбузика там поковырять вот сейчас или что-то, это, перец, ну, вот что ещё. Я даже поражаю, ну, может быть, 5-6 продуктов тоже. Всё. При этом, вот, видели сейчас, да, она стеснялась, но мышцы, да? Потом никто не скажет по этому ребёнку, что он ест мало, у неё не только мышцы, но и там... Только ещё и такая упитанность. Да, не сказать, что там упитанность, чтобы кости обтянутой кожей были. Причём, я вам говорю, да, ну, увидели я специально, уж я, ну, не стал перед камерой ребёнка, так сказать, она стеснялась, но вот Михаил Владимирович видел, что, да, вот я прилагал свет, ну, покажи, она мышца, да? Севочка, мышца, да? Очень развита, я спортсменка будущего. То есть она физически не занимается, причём, она правда не занимается там, но сила, вот когда она перешла на сыроедение, правда она, я говорю, а они не полные сыроеды, они там вот чечевицы суп иногда раз в две недели, вот мама варит, но только без картошки, без... Ну, это можно называть неполными сыроеды, но это несерьёзно, да? Это намного полнее, чем многие сыроеды, которые называют себя полными. Ну, я просто привык, ну, как сказать, чётко, потому что вот, я вот, кстати, очень уважаю в этом плане позицию Николаева, да, уважаемого нами, потому что он как говорит, ну, я не полный сыроед, если уж так говорить, на сто процентов, я говорю, почему? Он говорит, ну, я раз в месяц себе позволяю гречневую кашку утворю, я говорю, слушайте, ну, это, так сказать, я не могу назвать это неполным, да? Просто пересчитать там соотношение, конечно, это вообще там ноль, ноль один процент, то есть там вообще никакой. Вот, я же хочу сказать, что я не потому что я там хвастаюсь, или просто, ну, некоторые люди вот говорят, особенно сейчас вот, когда стали меня, так сказать, там, поливать грязь и говорят, что неполный. Я бы, я считаю, что вот я, как именно человек известный, ну, кто, кого слушают огромное количество людей, не имею права, как сказать, что-то скрыть, потому что это будет непорядочное отношение к людям, ну, которые вот слушают, доверяют, и не потому что я боюсь чего-то, потому что это вот, я скажу честно, что если я, я два года, ну, не с половиной, 2,4 месяца где-то, да, там, примерно, действительно, ни грамма, ничего, ни сырого не ел, но дело не в этом, ел человек, когда не ел, это вообще вопрос десятый. Действительно правильно, если человек съест что-то такое, я редко иногда, ну, вот я даже своих детей не считаю полными сыроедами, сейчас, говорит, последний год, именно потому, что они раз в две недели что-то едят, хотя, в принципе, это по объему очень мало. Да это вообще не серьёзно, это значение никакого не имеет здоровья. Конечно. Потом, кроме физических причин, бывают ещё социальные причины, когда просто с кем-то где-то, где-то как-то, чтобы не обидеть кого-то. Вот, нет, а причём у меня здесь как раз проблемы нет, вот это, слава богу, может повезло или как, я объясню, несмотря на то, что в школах, да, вот это все знают проблемы, все дети всё едят, у меня, например, старшие, младшие не ходят в столовую, причём многие очень не ходят в классе, то есть, вот не ходят вообще. И с собой кто что, ну, понятно, кто-то там ест всякие там эти, да, а мои, вот только вот яблоко это всё, они не хотят сами. Меня поражало, что через какое-то время они стали меньше есть. И когда я сказал, ребята, давайте так своим, ничего не скрывайте, да, там, не обманывайте, честность превыше всего, если вы хотите, они говорят, да, мы там, ну, был период, когда они говорят, нет, мы хотим что-то варёное там, да, я говорю, давайте мы просто вот согласуем, там, такие-то позиции, ну, нельзя просто никак, а вот это вот, пожалуйста, хлеб там наш, вот это, ну, если хотите, и они хотели больше всего, и знаете, что произошло, я говорю, буквально, ну, месяц там, да, и они вот сами уже ничего, вот сварит мама, например, чечевичный вот этот супик, без картошки, а там цветная капуста, она в консистенции как варёный, вот, и, ну, зато не крахмал. Так вот, они несколько ложечки, две-три, и всё, то есть это больше психологическая проблема, психологическая, да, да. И прошло время, и сейчас я смотрю, не только, вот они уже это вот раз в две недели, что-то так поклюют, и только живое, причём моно, сами, и они всё меньше, то есть они мало едят, ну, видели при этом, какая, почему я хотел показать, а выглядят тогда, как выглядит, что надо. Вот, то есть, действительно, дети, неизгаженные, как мы, за долгие годы, десятилетия вот этого всего, да, они имеют таких психологических установок подсознательных, они гораздо быстрее, легче адаптируются, если моральная обстановка хорошая, нормальная, если никто не давит, да, если не испытывают комплексов каких-то, что кто-то показывает что-то, да, нам, может быть, так повезло в том смысле, что и наши, с моей стороны, и жены, бабушки, дедушки, уже там к этому относятся нормально, более того, там мои родители вообще, они почувствовали на себе по состоянию, вот, то есть они всё это уже понимают, все знакомые рядом, все знают, и всё, никаких вообще там, не то что пальцев, а наоборот позицию даже уважают и видят, и ведь действительно дети у меня, вот честно, перестали болеть, если раньше там сопли ОРЗ, там что-то было, да, и даже вирусы, когда вот месяцами дети-сверстники болели, месяц там, пришёл вирус гриппа, ну, было вот день, например, так, вечером мы сделаем, температура поднимается, мы что, кружка эсмарха, там, промывание магнезия, температура через там пару часов, ну, иногда два раза приходит, нету, всё, утром прекрасно, идут в школу, ну, или день посидят, ну, и всё, и всё, то есть вот это вот… Здоровые дети, здоровый человек. Да, и вероятно, вот этот коэффициент усвоения энергии, то есть он другой, потому что действительно они не от того, что мы, мы наоборот, я даже порой говорю, слушай, Свет, ну, съешь ты это или это, не, я не хочу, в общем, то есть вот, причём вкусные вещи, очень вкусные там, да, вот действительно, мы ведь все очень много едим, больше, чем нужно человеку для жизни. Раз в пять примерно, как минимум, как минимум. А кто вот, как говорится, вот с таким этим, там, и в 10, и в 20, человеку, чтобы жить, действительно мудрый человек был, вот Серафим Саровский, он же говорил абсолютно объективную вещь, не зная никакой биологии, биохимии, что на горсти руки вот человеку хватит сныть и там вот из леса или что, чтобы жить и нормально существовать. И это правда. Я вот часто на своих выступлениях говорю, вот что будет, если мы возьмём обычного человека и от того, что он ест, оставим ему еды в пять раз меньше, что для него изменится, у него настроение испортится, больше, больше не изменится ничего, через какое-то время он здоровее станет. Вот точно. Похудеет, и его тело научится эту еду усваивать лучше, чем вот оно усваивало то, которое он ест. Однозначно, человек просто, исключения могут быть когда? Когда у человека уже, ой, убит организм, там, какие-то системы. Ну, это понятно. Да. Когда он и так уже умирает, уже не спасти. Вот именно и хочу сказать, что когда человек говорит, я вот на сыро... Кстати, очень интересная вещь вот такая. Вот говорят, есть такие сыроеды, говорят, я всё, я отошёл от сыроения. Почему? Потому что вот я стал есть там соки апельсиновые, фрукты сплошные там тоннами, ну, тоннами, да? И мне плохо поджелудочной железе стало, да? Ну, вот расскажите, что вы считаете на эту тему. Я считаю, что тут закономерная вещь абсолютно. Ну, те люди, которые сразу на фрукты переходят, они просто не учитывают, что организм должен очиститься перед тем, как эти фрукты полноценно усваивать. А кроме того, конечно, ферментная система, пускай сырая растительная пища, она требует намного меньше ферментов для своего усвоения, она их всё равно требует. И их организм всё равно должен уметь вырабатывать. А если он не умеет их вырабатывать, хоть человек вагон этих яблок или апельсинов съест, через неё этот вагон спокойно пройдёт, наружу выйдет, а питание человеку никакого не останется. Так вот тут-то дело про поджелудочную, в чём суть, да? Именно что вагон. Они загладывают у себя гигантское количество углеводов, на которые всё равно требуются, так сказать, ферменты. Та же амилаза выделяется, да? Слюная амилаза и поджелудочная железа, естественно. Если они много едят, больше выделяются. И, соответственно, пусть раньше там в больших количествах трепсин ещё вырабатывался, ну, чтобы белки-то переварить. Там, так сказать, липаза. Вот тут вот прям многие начинают пить литрами соки сладкие, апельсиновые, а нагрузка-то огромная идёт в любом случае на поджелудочную. К тому же, когда люди едят жёсткую клетчатку, а вчера ещё всё варили, то, чтобы переработать клетчатку, это огромное количество нужно ферментов. Это то, причём есть ещё перестеночное пищеварение кишечное, там, и они тоже свои ферменты. То есть, идёт сбой такой. И, конечно, поджелудочная. А ведь за всю свою жизнь, правильно, Аганян, да, Марва Гошакина говорит, что люди испортили поджелудочную железу себе. Ведь она на износ работала всю жизнь у людей. Вот в таком возрасте. Да, 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 именно на износ. Просто было ни шатка, ни валка. То есть, пока человек не испытал некоего стресса при переходе, да, там, вот, изменения ферментативных, гормональных систем, да, вот это, то у него всё работало вроде как не шатка. Это проявилось бы, но чуть позже. Ну, да, рано или поздно вылезли проблемы. А здесь человек как бы этим ускорил. Но он, говорит, виноват в сравнении. Я спрашиваю, ну, как может быть виновата питание естественное и живое, которое природа для всех создала. И мы только лишь люди действительно так всё усложнили. Мы частично вроде бы приспособились. Потому что мы получили патогенную микрофлору, которая всё-таки перерабатывает варёную пищу в большей степени. Но она же нам и выделяет токсины только. То есть, ну, мы быстро не умираем. Потому что вроде бы часть мы можем переживать. Печень, там, печень какую-кучу нагрузки на себя берёт. Печень колоссальная. По нейтрализации всего. Я вообще скажу, что начинать надо, вот если так по большому счёту, да, ощущение вообще кишечника, печени. Печень – это, так сказать, орган, уникальная железа, которая, это фильтр крови, это мембраны, как и почки. Страдает печень, за ними почки. То есть, если печень, белковый обмен не может до конца, то есть, белки разобрать, перебрать, она выделяет вот эту, значит, различные соли, которые дальше идут уже, соответственно, вот в почки. И почки, вот те же ураты, да, урат натрия, ураты, это как раз соли, которые в результате отложения огромного количества азота. То есть, их улавливают. Вот часто почему ещё, если инфекцию человек получит, вот уреоплазму, да, например, известную, они же притягивают ураты, они питаются уреоплазмой, уратами. То есть, как внутри, если открыть камушек микроскопический, внутри вот этот вот, собственно, уреоплазма живёт. И она, так сказать, как защищает камушек. Да-да-да. И вот эти мембраны, они... Вот, всему подагры, что такое? Это ураты, отложение уратов в сустав. Ураты, да, везде, везде, во всём организме. Конечно. Более того, я вообще очень много замечаю вот по детям, я знаю других людей вот на своих детях, что если родители ни в чём не сомневаются, да, если для них этот образ жизни стал абсолютно вот, ну, естественным, как вот среда, в которой мы живём, то есть, даже вот мысли какой-то не приходится в чём-то сами. Всё настолько идёт более гладко, естественно, и дети, как бы это сказать, для них перестаёт быть культ еды. Ведь мы привыкли, мы едим для того, чтобы... То есть, мы вообще должны есть? Должны для того, чтобы жить. Но мы живём, чтобы есть. Да, и едим для того, чтобы развлекаться. Конечно. И потом видим, когда у нас дети вот такие вот, ну, в школах, понятно, ходят колобки, господи, думаешь, как же дети, вот что у них уже внутри. О чём тут говорить, о какой поджелудочном? Ладно, в школах они рождаются уже такие. Сейчас норма жизни стала, когда ребёнок рождается по 5 килограмм. Совершенно верно. И, кстати, вот согласитесь со мной, что многие те заболевания, которые медики считают генетическими, когда не знают, как оправдать то, в чём они не понимают причины, на самом же деле являются причинами уже в триутробном развитии. До, когда родители себя напичкали такими ядами, что уже изменился даже процесс каких-то делений клеток в некоторых тканях, усвоение там, осмос меняется, потому что забито солями всё, да, то есть идут реакции, значит, обменные, замедляются или, наоборот, вообще прекращаются. Опять-таки, все на образовании. Ведь раньше действительно, ещё 30 лет назад такого не было, 20, чтобы у детей были такие болезни взрослых, серьёзно. Молодец всё хорошо. Особенно автоиммунные. И вот мы поговорим потом, я письма некоторые распечатал, вот спрашивает человек про такую болезнь муковисцидоз. Не встречали такой в практике? Не в курсе, да? Не в курсе, да? Ну, это очень такое серьёзное, считается, генетическое заболевание. Когда страдают лёгкие и кишечник, значит, кишечник толстый обычно, там гниёт, просто ткани гниют, потому что нарушается процесс, так сказать, то есть очень много слизи образуется. Вот интересный момент, слизи. И как бы считают, что ген определённый выключается, что не расщепляет слизь определённая. И тогда проницаемость капиллярная, альвеол лёгких, ну, вот эти пузырьки. Ну, понятно. И лёгкие, соответственно, страдают из-за этого. Да, 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 и идёт процесс загнивания. У них, вот, как правило, у этих людей очень страшный запах, ну, гниёт кишечник, ну, то есть, понимаете, гниёт просто. Вот, признаком детей определяют, как правило, у них очень солёная кожа. То есть, вот, там солевой обмен нарушен сильно. Но неужели не понимают врачи? Вот если я сейчас, мы возьмём просто для эксперимента, да, и зачитаем, что медицинские нам дают справочники, как, ну, как это классифицируют, что они вообще считают, почему, да, то мы прямо начнём читать, и мы очень много интересного поймём. Вот это мне прямо очень... Они не видят основополагающих вещей. Вот тот самый гной... Ну, да, он откуда берётся, да, он не из воздуха явно. Конечно. И есть первая причина. Они просто не... Ребёнок родился, а с молоком матери. Что она даёт, какие гнойные токсины, если у неё... Да и уже и родился, какой... Если у неё лёгкий, конечно. Да, не может больной организм родить здоровый. А добавим к этому вот что. Бабушка их уже начала неправильно питаться там. Ну, понимаете, вот ещё там 70 лет назад люди были голод. Вот, кстати, заметьте, да, что когда война Великой Отечественной, почти люди не болели. Почти ничем не болели. А это даже есть исследование медицинское, чтобы вот в блокадном Ленинграде те выжившие люди, там не было просто вот огромного списка заболеваний в принципе. Гипертония, диабетов. Абсолютно. Вот, то есть, а вот смотрите, что такое гипертония, диабет, там, панкреатит. Как правило, причин... То есть, эта болезнь относится к группам всё-таки, как ни крути, автоиммунных заболеваний. То есть, сам организм уничтожает... Но вопрос, почему организм включает когда-то... Откуда это берётся? Такой механизм, что клетки начинают съедать себя. Разве, я спрашиваю, разве это запрограммировано геномом? Нет, конечно. Программа одинаковая. Это вообще голограмма. Это матрица энергетическая изначальная. Она идеальна всегда. Поэтому многие врачи, к сожалению, горе от ума, они считают, не могут когда найти причину, они сваливаются на вирус и сваливают всё на... На генетику. На генетику. Ну, то есть, то, на что мы повлиять не можем. А генетика, конечно, она взялась ведь откуда? Мама передала папа, но что передала? Передала генетика, это набор информации, это голограмма через стволовые клетки, ДНК. Но дальше-то организм из чего-то строится. А как он построится, зависит от того, что мама ест папа, и чем они начинают своего ребёнка кормить. И если бабушка уже ела неправильно, уже накапливается много ошибок, в том числе определение клеток в тканях, при построении разных видов у ребёнка. А когда ребёнок вырастает, и такие же дети уже семью создают, то их уже ребёнок, то есть, внук, там ещё хуже всё. Это и есть вырождение, как вот алкоголь. Конечно, конечно. Начали активно народ спаять в конце 19 века. Вот мы только что с Михаилом Владимировичем с вами там сидели, а мы говорили интересную вещь. Я тут про силачей мы вспомнили. Я вот про Геллеровского рассказывал, мои скитания, когда там были, когда просто вот, ну, репка такой есть был. Атаман, он так, они как-то в Рыбинске разгружались, баржи таскали, бурлаки, ещё последние, 1875 год, 76, таскали ещё последние бурлаки, их можно было на Волге встретить. И вот они, сильнейшие люди, природные, огромные, гиганты, таки притаскивали, ну, и сколачивались в Атагу, и вот внизу вешли там громить купцов, ну, там описывает Геллеровский. Но тут у них всё чинно, ну, свои кодекс чести, что называется, да, там они вот всё кланялись друг к другу, купец говорил, ну, старобрядцы в основном, они не признавали проходы на тяге вот этой вот, значит, уголь, так сказать, и дрова, они считали, что это дьявольское, ну, понятно, старобрядцы. Вот, и всё было чинно, и вот он описывает, вот тут репка, Атаман, ему было 70 лет. Он, а тогда мера была, куль пшена, это 8 пудов, куль соли 10, 12 пудов, 12 пудов, 198, 200 килограмм. И вот он брал два куля соли, на спор просто, вот так вот, в охапке, и сбегал бегом по трапу. Нету сейчас на планете, я думаю, ни одного человека, есть силачилцы, такие показывают, там, мировые конкурсы, да, когда там шар по 150 килограмм, вот так на пузо, причём пузо вот такое. Пузо, да, 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 силачилцы там такие. Ну, так сказать, понятно, он весит 200 килограмм, и, так сказать, 150, ну, да, так вот, Гелеровский его описывал, с два кулака, вот такие кулачище, вот такие плечи, то есть, это просто носилище, он его там, мастодон, вот такими эпитетами. Гелеровский мог 8 пудов, кули вот эти, он был очень сильным, трость там железную носил, там, пудовую, да, ну, как вот этот, Иван Поддубный. Но, когда два парня в кабак, так сказать, вот он описывает, пришли, знакомиться с ним, ну, там, случайно они пришли, просто вот его представил другой друг, ну, знакомый, вот, говорит, так и так, они, говорит, так поздоровались, говорит, что-то у него рука какая-то бабская, типа, знаете, какие были, просто, и вот когда мы говорим о сказках русских народных, где отвори 100-пудовый камушек, ну, человек, который может 25 пудов, 20 там, спокойно поднять, пробежаться, ну, вот 20, да, это то же самое, что мы с вами там, там, поднимем там 30-50 килограмм, мы можем, значит, сколько, 200 вот в сторону откатить, можем? Можем, конечно, ну, так сказать, конечно, или подвинуть, по крайней мере, ясно, что человек может и 25 пудов, он 100 подвинет, так же все это было правда, просто мы сейчас, как бы это сказать, деградация ведь идет, она не хирует. Ну, это просто действительно уже сказка стала для нас, для нашего поколения. Так же, как я говорил, дедушка вот Нелидова, он жив, я надеюсь, и сейчас, вот хочу с ним видео записать, поехать, но мой человек записывал с ним видео несколько лет шесть, там, назад им было там, ну, было 98 сначала, потом 100 вот отмечали, там, ну, я думаю, ему так за 100, сейчас 103 должно быть, но он, что интересно, он описывал, то есть он стихи пишет, он на 100 лет писал стихи, хорошие, конечно, он не пил, сами понимаете, то есть вот эти люди, их объединяет, вот те долгожители, которым за 100, вот я говорил, они, что у них характерно в общем, жилистые, крепкие люди, худощавые, да, такие, сильные, худощавые, никогда не толстые, и жилистые, то есть сильные, крепкие, такие, которых, как говорится, не сдвинешь, вот такой, он вот такой вот холерик, там вот, вот прям сидеть не может спокойно, они всю жизнь работают, физическим трудом, как правило, если это вот деревня, ну как правило, на русском, свое хозяйство, свое хозяйство, соль покупают там, значит, свою хозяйство, очень много зелени едят, все это, репу, они, это вот не как современные горожане, не знают, что такое брюква, и брюква, и торнеп, все это они едят, как и ели их предки, то есть у них в составе пищи, потом качество пищи другой, энергии, они съели, сорвали, съели, да, это сразу, сразу, это живая энергия франа, это мы понимаем, значит, и вот он что, а я у него спрашивает, мой товарищ, ну я попросил задать вопрос, он говорит, а сказать, а вот силачи там у вас, ну мы разные вопросы там задаем, чтобы, значит, обытье узнать того времени, об обычаев, и вообще как люди, вот, он говорит, ну силачи у нас в деревне не было, ну подковы, это почти каждый мог сгибать, а так силачи не, а почему, объясню, был там в соседней деревне дедушка, после войны он построил себе огромный дом новый, из бревна, вот 35-40-го, вот такого, а тогда не давали лес, потому что, ну отстраивали после войны разрушенный, ну не разрешили, но он сделал, его хотели зажучить, как это он сделал, он не лошади, ничего нет, ну вот, и не смогли, а уже в 60-е годы он спокойно там раскал, ему же там было лет 80, никто с ним никогда силу не проверял, не дрался, потому что это просто страшно, мужики еще рассказывали, которые помнят его, это говорит, кулачище вот такие, ну там 2 метра с чем-то, это ладно, вот, просто титан, и вот он такой, молчаливый такой, человек такой степенный, значит, который лишнего слова не скажет, он такой, суровый мужик, такой русский, вот, и он, значит, как выяснилось, он это сделал, он шел, за 10 километров ночью в лес, пилу вручную, спиливал огромную ель, отпиливал там по 6-7, ну сколько надо, по 6 метров куски, на плечо, мы посчитали, это 350-400 килограмм, значит, на плечо, а когда у меня был Черняев, это вот академик, умер недавно, математик, вот он, значит, такой, ну русские сожжения, вот это все он восстановил, очень жален, человек хороший был, вот, он посчитал нагрузку, а когда вот ты сгибаешься, 2 тонны на позвоночник идет, ну рычаг, то есть вот, он математик рассчитал, вот, он брал, значит, и возраст у него уже тогда все-таки приличный, ну это 60 было, вот, скидывал, шел, брат, ну и вот так вот построил, но его силу узнали, как бы вот так вот, когда был и 60-й год, ему уже лет 80, и за столом, а в деревнях раньше, ну вот в армию провожали, все село, да, стол, я не знаю, то есть какой, ну огромный, то ли в колхозе или где, ну дубовый еще старый, вот, сам стол килограмм 150 весит, а еды на нем, ну на его столько же, и человек на 40-50 там, начали пить, ну как водится уже, в те годы уже спаивание активное, то есть, а он это терпеть не мог, ну естественно, вот, и он берет такой, ну такая реакция у него была, вот этот нож свой по руке, ну нож у него это, кисак такой, он вот так раз в стол, воткнул, и вот так поднимает на вытянутой руки вот этот стол, и все просто были в шоке, ну он воткнул, там значит, все, то есть он их так приструнил, по-свойски, так сказать, вот, то есть это что такое, это титан, это Илья Мура, но это вот былинные, вот этот богатырин стоящий, а теперь я объясню последним примером, вот в этой же самой, ну может быть и рядом, это вот Пятачок, там несколько деревень, не Лидовский район, заповедник там биосферный, значит там был, это уже мой вот этот товарищ, зовут Сергей, он биолог тоже, он рассказывал, значит, сына его, про кого я сейчас расскажу, он лично знал, но вот этот человек, вот этот человек, папа, значит, как-то лошадь провалилась в болото, сколько весит лошадь, 500, 600, там, ну примерно, значит, он под нее доски подложил, сел, и вырвал о поколении из болота, и не сразу упал там, что-то распластав, что он ее понес на дорогу, поставил, да, значит, он говорит, я папу еще, ну не помню, но вот я помню сына, 2,35 роста, то есть, это, говорит, просто страшно подойти, не то, что взглянуть, да, и как он окончил жизнь, как под забором, спился и все, вот, вот, вот это яркий пример, вырождение той самой любимой генетики, на самом деле, вот это точно генное оружие, вот это вот генное оружие, которое вырождает, если нация, да, не распознает алкоголь, как генное оружие, она обречена, правильно, очень хорошая, то есть, этим было изничтожено, почитаешь любых вот классиков, там, титаны, силачи, но в каждой деревне, то есть, это вот, как и уникальные мастера-резчики, то есть, топором могли виноградину, так сказать, вырубить вот это все, да, кисти, так сказать, без примерок, рубили, вот, и вот горечь берет, до глубины души, вот, ну, как бы сказать, вот, тоска нападает в такие моменты, когда думаешь, как же, какой русский, наверное, почитает, был талантлив, да, вот это вот, добр, действительно в своей массе основной, вот эти вот, уникальные народные, так сказать, умельцы, да, ремесленники, силачи, кузнецы, ну, вот, что там говорить, у меня тут Ржевский район, да, вот, рядом, а он, кстати, Ржев уехал, умер, там спился, вот этот вот, ну, рядом, 100 километров, и вот он рассказывает, значит, да, а мне другие люди рассказывают, значит, есть кузнец, говорит, жив, вот, хочу увидеть такого человека, значит, есть какой-то там, у них силач в районе, но не кузнец, другой, вот силач, из Москвы перевозят этих, кто армрестлингом занимается, туда прям ему, говорит, он их всех кладет, а кузнец этот сделал, сейчас расскажу, так вот кузнец, когда приехал с ним, вытащили кузнеца одного, и вот с этим силачом, он его, в общем, рукой вот так, что он ему не сломал, а вывихнул, то есть он чуть не сломал руку, ну, вывихнул страшно он там, то есть просто на раз, теперь про эту кузнеца, значит, он дает знакомым арбалет, он его сам сделал, те два мужика крепких, тетиву еле-еле, вот так, ну, значит, зафиксировали, на четыре руки, то есть они, он берет вот так, одной рукой, вот так вот раз, 150-й брус пробивает, то есть это титан, как, а, и еще, в этом же районе, это прям, я сейчас скажу, даже деревня, от Ржевы к нам 25, по трассе 30, Бахмутово деревне, вот там жил мужик, не знаю, живет или нет, в 90-е годы к его сыну приехали эти бандюганы, типа, да, там что-то, четыре человека на машине, там, вышли там туда-сюда, а его не было дома сына, ну, отец все это слышно, и отцу говорят, он, ну, в общем, выпендриваться стали, а он такой, и вот реально, это люди просто, вот я их знаю, они мне, он берет, а там лежали столбы бетонные, которые вышли, вот эти ставят освещение, столб, мне электрики говорили, то ли 350, то ли 400 килограмм бетонный, вот этот весит, он этот столб берет, и машину через заднее сидение пропихивает, то есть вот полностью, ну, вот открытые двери сзади, они же на распаш, раз им туда, и они не могли вчетвером, вот, не, все, и они там все, они сразу сплавились, так сказать, у них гонора, то есть, единицы таких еще, последние люди, но, если почитать, Белова, Шмелева, так сказать, Геллеровского, неважно, да, другие, как это было, это было сплошь и рядом, то есть, действительно, мы потеряли очень многое, вот это вот генофонд, а что касается заболеваний, так называемых генетических, я не просто глубоко убежден, если уже давно, там, ученые в той или иной степени, плюс-минус, поправками посчитали, что геном, вот человек, он там полтора миллиарда или больше лет, что вот действительно, это вот он неизменен, однозначно, и она идеальная программа, но особенно те, кто уж понимает, что мы все-таки сотворены, а не случайно, из-за мебы, так сказать, появилось, это, это, знаете, как это шизофреники, так сказать, известные ученые себя назвать не могут ученым, если верить в такую бредятину, когда, слушай, но в 30-е годы уже дарвинские все вот эти, так сказать, придумки, так сказать, теория, она была опровергнута, когда вот эти вот австралопитейки и прочее, их доказали, что это наложение, так сказать, вот черепа, например, там, человек и скалят обезьян, то есть это уже тогда было, но это даже и не нужно этого доказывать, это, на то есть много других, если уж кто читает литературу, там, я не говорю, мы сейчас специально не говорим о эзотерической, там-то вообще вот почитать, и все станет ясно, что это человек, то есть, например, обезьяна от человека, а не человек, это обезьяна, путем были грехопадения, там миллионы, ну как вот и сейчас же есть извращенцы, понимаете, и вот было так, и это очень подробно описано, он не сам придумал, он переписал в более древних источниках, в тот же Рерих, вот все великих тайн космоса, например, там подробно, как были вот эти грехопадения, когда вот в Атлантида, там прочее, там все это пошло, и естественно, кстати, потом говорят очень интересную вещь про, вот я хотел узнать ваше мнение по поводу такой вещи, как вообще стоит поговорить об этом, это вот B12, я понимаю, вообще хотелось бы немножко осветить шире, у меня есть кое-что тоже, что сказать на эту тему, просто хотелось бы послушать мне, как люди говорят, я даже более того скажу, ну кто-то опасается, кто-то действительно имел проблемы определенные, да, и он измерял там ниже нормы, и вроде бы из-за этого что-то, хорошо, а вот есть человек, по-моему, Денис сдал на просторах интернета, который такой, ну это вообще в Германии живет, такой кекс, это, ну это вы знаете, он оценивает людей, хороший человек или плохой, придурок, как он считает человек, или достойный, как он считает, через призму двух вещей, одна из них, это, если человек скажет, что B12 тема преувеличена, не то, что там это вообще, да, просто, что значимость, что вот B12, нехватка будет у всех, кто не ест B12, и это собственно все, кто так не считает, он придурок, конченый, про меня, там он, это ладно, про добро-здравенно, там это само собой, про вас, говорит, кто вот, вот Аганян говорит, что, например, сидит, молчит, например, не говорит, что это неправильно, что B12, там только надо потреблять из продуктов, соответственно, животных, либо там он дрожжи сейчас там потребляет, в общем, про грибка себе загоняет, его кандиды, видимо, мало, ну ладно, там посерьезнее хочет, ну хорошо, это его дело, вот, и он так считает абсолютно искренне, причем людей именно оценивает, я уж не, это, это, конечно, критерия человеческих качествах человека, когда он такое имеет право, позволяет себе говорить, но, так сказать, тем не менее, есть такое мнение, а люди кто-то вот на это прислушиваются, действительно боятся этой темы B12, нехватки, вот я хотел бы, у меня тоже есть, так сказать, а вы знаете, на самом деле ведь, ну я не хочу забегать, я просто хочу одно сказать, вот какая разница, да, человек веган, допустим, если он веган или сыроеда, я сам это тоже постоянно говорил, мне вот когда передали про Викторию Бутенко, что она теперь говорит, что здоровых сыроедов не бывает, и что обязательно нужно добавлять там 10-20% в вареной растительной пищи, мне сразу хотелось задать вопрос, а что человек получит из вот этих 10-20% вареной растительной пищи, если и этого нету в сырой, вот, что там появится, наоборот, ведь пища, она ухудшает свои ингредиенты, она может что-то разрушится, но никак не синтезируется, я вообще глубоко убежден, он получает исключительно психологическую, ту самую уверенность, которой ему не хватало подсознательно, вот что он получает, и, а я, да, это очень многое значит, мы, конечно, и я думаю, и вы, и я, мы считаем, что, так сказать, ведь питание, это не всё, это не 100%, правильно, здоровье, хорошего, образ жизни, образ мысли, чем мы дышим, то есть, можно перечислять, загибать по пальцам бесконечно, и вот каждое такое добавление, либо, наоборот, если мы жизнь, вот я говорю, разлинуйте, так сказать, линеечку, лист, да, и пишите, например, спать ложится, там, в 2 ночи, или, например, в 9 вечера, тут, когда у нас работает, когда у нас мелатонин, да, вот это всё, почему, что, почему у нас поджелудочная железа перестаёт так активно выделять ферменты, там, после 8 вечера, да, например, есть биологические циклы, кто хочет, вот, люди как угодно могут фантазировать, но ведь природа, она создала и показала нам в виде биохимических процессов всё, в виде нашего строения внешнего, нашей анатомии, морфологии нашего, правильно, так сказать, какое у нас количество слюных желёз, что у нас щелочные соки, слюные железы имеют, слюна, щелочную среду, она рассчитана, в норме должна быть, да, там нету, так сказать, в ней нету ферментов, которые расщепляют белки, почему-то, в отличие от хищников, там, у нас там только амилаза, но есть ещё некоторые ферменты, которые исключительно, чуть-чуть липиды, но в основном это глюкоза, ну, сахара, в основном, в основном сахара, вот, ведь природа на каждом шагу нам подсказывает, в виде вот таких нюансов, я даже более вам таскать, вот сам, вот, понимаете, вот желудок, да, кислая среда, да, всё правильно, но, оказывается, не весь желудок, верхняя его доля, то есть, верхняя часть кислый желудочный сок выделяет, средняя уже слабо кислая, а нижняя, где привратник, куда вот уже в 12, щелочную оказывается, почему? И не является ли желудочный сок по большей степени, не для того ли он служит? Да, пепсин фермент, он может работать только в кислой среде, это правда, и естественно, если попало в организм, ну, что попало? Не является ли, я хотел сказать, это барьером, главной функции желудка, антисептического свойства, чтобы если к нам, с немытыми там, фруктами, попали какие-то, те же бактерии, вирусы, которые являются сами белками по своей, чтобы расщепить и уничтожить их в малом объеме, и вот почему, тут еще плюс, когда малый человек ест, у него очень хорошая дезинфекция идет, это большой плюс, а когда он накидает себя так, что, так сказать, извините, эту пищу невозможно, с какой стороны поступиться, то все вратник не закрывается, да, конечно, то есть, вот еще, так вот про Б12 все-таки, да, мы начали как бы уже на самом деле, так вот я хочу сказать тоже, вот смотрите, на планете живет больше миллиарда веганов, которые вот Индия, Шри-Ланка, ну, то есть, вот мы можем перечислять очень много, да, как вот у меня есть знакомые, там, мои знакомые рассказывали про людей, которые вот с детства, ну, там это просто, вот, там же целая, ну, как сказать, это культура, особенно семей броминов, там вот, которые не едят никакого животной пищи, возникает вопрос, да, они варят что-то, что-то едят сырым, они больше того, они практически все варят, сколько я знаю, да, есть отдельные там, такие, как бы, так сказать, общины, есть такие общины, которые, я знаю вот людей, которые, например, только кокос, и там, по-моему, то ли банан, то ли что-то, вот два продукта, всю жизнь, зубы, вот белые, как вот слоновая кость, значит, здоровьем пышет, то есть, вот есть такие люди, но на самом деле, кокос это уникальная штука, там, я вот такую вещь скажу, может не в курсе, во время Первой мировой войны, ну там, это же английская была колония, еще, так сказать, вот, и они переливали солдатам напрямую сок, сок кокоса, обалдеть, молочной зрелости, правда, когда она прозрачная, потому что там и глюкоз, ну все как вот прям плазма крови, вот магний, то есть, сырье прямо переливали напрямую, понимаете, как, здоровые люди были, сейчас помрут сразу, ну, я думаю, что сейчас это, так сказать, люди, ну, что там говорить, я вот вижу на примере, как люди вот работают, трудятся, господи, вот действительно поколение компьютерных людей выросло, которые вот, вот, вот они мечтают, хорошие помыслы чистые у людей, на землю переехать, вот движение, Анастасиевцев, приезжают, ну, хороводы поводят, значит, там друг другу, ну, песни попоют, зимой дождутся, а потом, палец сосать буду, так сказать, ты вот, посмотришь, как раньше мужик с одним топором в тайгу шел, изберистый котелок, нагреет воды, прям вот ничего, то есть топор и все, ну, соль с собой брал, все, и он там, где надо, рыбу вот так прям обухом поймает, то есть реакция все, то есть вот мне, я в Карелии, я вот, мы говорили, я путешествую, там есть вот, даже, я назову, я вот все, что я говорю, я могу фактами подтвердить, люди у меня, я вообще, вот я поражаюсь, как действительно люди очерствели, что вот когда, я не могу понять, как можно не доверять человеку, если он говорит, значит, это правда, но это должно так быть, я не понимаю, еще вот когда мне пишут, что кто-то там, ну, добро здраве, тот же пишет, что это сказать, какой-то повар там, в ресторане, видел, что я что-то ем не средне, ну, значит, это либо могло быть, я вообще ресторан не хожу, в соке, например, когда я там два с половиной года назад, мог картошку там заказать у них, ну, да, это был, я же скрываю, ну, ну, да, два года, пусть вот он приедет, вот прям вызовем всех, кто там, значит, это я в глазам никто, кто-то это скажет, такого не будет, потому что это неправда, вот, так вот я очень, просто я очень, как бы это сказать, отношусь, ну, у меня обостренное чувство справедливости, не могу я, когда люди врут, обманывают, и если на меня, вот, кто-то считает, мне плохо становится, потому что я, я знаю, что я честный человек, я правду говорю, и если это не так, мне это очень сильно, не меня, правду саму, то есть, вот, как я боюсь, я не могу, в людях, нельзя даже, как бы кто-то не приял к человеку, или что-то, нельзя же в людях разочаровываться вообще, это неправильно, я так считаю, когда говорят, да надо, нет, ну, да, иначе, тогда вообще зачем жить, да, и как с людьми, тогда еще раз. Как с людьми, то есть, это вот это вот очень важно, нет, я считаю, что у меня очень много, ну, сколько я бизнеса было, естественно, были случаи разные, когда люди кидали, предавали и прочее, обидно, да, злость держится, про шестью, нет, нет, никакой уже осадок он проходит, если себя не грызешь, я не грызу, но обидно, конечно, обидно, а что, неужели из-за этого теперь не верить людям, а мне многие так говорят, ну, как верить нельзя людям, люди сволочатся, я, вы знаете, что, я вот всегда, я приведу такой пример, очень ценный пример, сейчас, вот знаете, особенно вот это вот все, либеральное сообщество на русский народ, ненавидит русских вот людей, быт, вот с больной головы на здоровую, все переворачивает, перевирает, а я вот вспомню слова великого нашего Федора Григорьевича Углова, да, хирурга, а главное великого гражданина, прекрасного писателя, вообще каждому человеку я советую прочитать хотя бы книгу «Сердце хирурга», то есть, которая не только там хирургии, это о становлении советской власти, о жизни, то и о мечтах простого человека, когда он хотел помогать людям, видя, как простой человек может умереть, ну, аппендицит, вот как потом, про простого исполнения, и вот, ну, перелом, я уж не говорю, конечно, врачи нужны, правда, и естественно, но, так сказать, вот, особенно хирургия, это же понятно, что любые могут быть травмы, да, серьезнейшие, которые, ну, как мы решим, так сказать, если череп, извините, это тут, и вот, и он сказал, я хочу посвятить свою жизнь, когда еще мальчиком был, маленьким, людям помогать, и вот он действительно посвятил, это человек, который является олицетворением того, что весь мир всегда называл, вот с таким благоговением, русский врач, русский солдат, то есть, это было что-то эталонным, да, эталонным чести, справедливости, добра, сострадания, человеколюбия, это то, как вот даже Леобакерия, да, который тоже хирург, да, он сказал, когда моего брата спас Федора Григорьевича Углов, он приезжал как раз в Абхазию, там, по-моему, они из Абхазии, ну, в общем, куда-то туда, он, ну, что-то случилось, я сейчас не помню, он спас его, вот он говорит, я вот тоже хочу быть как он хирургом, и вот он посвятил, то есть, это вот тот человек, сейчас почти таких людей нет, именно как людей, как качеств человеческих, ну, и он свои светлые помыслы воплотил действительно во многое, вот он подходил, он говорит, я не понимаю, как порой врачи некоторые, хирурги, какую-то манию имеют оперировать, прямо дай пора оперировать, он говорит, я считаю, что каждый человек, врач, настоящий хирург, он должен, все сделать для больного чтобы не оперировать вот эта позиция вот понятное любому здравомыслящему человеку и таким самое главное не профессия не что какой человек самое главное это ведет его стержень его и вот что он рассказывал историю был такое до революции один мужик знаем что вот мельницу может купить очень плохой человек который крестьянам на зло устроит ну не сладкую жизнь три дорога будет драть он сказал клину крикнул клич на рынке друзья давайте вот соберем деньги нужно там 100 рублей по моему чтобы выкупить и я у вас честное слово даю честное слово что я на следующие ярмарки в субботу вам отдам эти деньги дайте мне не хватает 100 рублей люди подходили давали кто там копейку кто рубль кто сколько может и он пришел на следующий субботу он отдал каждый подходил без распис без ничего я не могу честно без слез практически говорить такой это а таком говорит ну народном вот этом че бескорыстие вот этой какой-то веры друг друга до в человечность он подходил каждый брал денег сколько до честный обман у него рубль остался он потом два дня ходил до кому рубль отдать вот этот характерный когда говорят враги русского народа клевещу тут что подлость характерно обмануть друг друга это подлые люди это люди без души это люди которые напрасно но льют на русский свойства человека судить других по себе кто что говорит других людях конечно про себя все рассказываю я просто порой поражаюсь это действительно вот но русский народ это вот именно это что я что привел в пример углов и вот поэтому я всех призываю верить людям кому можно конечно кто себя не показал ну как бы это сказать явно а ведь человек поступками себя показывает словами поступками и это главное и все-таки мы до темы отклонились b12 действительно есть люди давить которые имеют определенные характерные признаки проблемы со здоровьем когда они делают анализ и действительно показывает очень низкий ведь что делает организме b12 какая его функция вообще то есть вот что он таскать несет вот и значит действительно b12 он участвует это вообще кабаламины групп то есть причем химические точки зрения в биохимии вот что и очень интересного вы знаете что магний и ты верни так вот хлорофилл и гемоглобин да они идентичны кроме одного кроме одного артома и он да или а там стоит значит вот железо это не гемоглобин здесь магний а b12 то же самое то же самое только кобальт а там все есть очень тонкая вещь я ее рассказывал на одном из своих вебинаров что именно благодаря атому коп то есть вот b12 он учат вот например в кровообразовании тоже магний путем замещения на кобальт присоединяет железо и сам уходит то есть гемоглобин образуются при помощи в том числе и если гемоглобина норме b12 достаточно автоматически означает что с b12 в порядке но если врачи смотрят а его меньше нормы дорогие врачи нормы надо пересматривать вы знаком делали эти эксперименты опыт этого так кто мясо потом берет куриную ножку потом паровые котлетки и вот на этих людях смотреть так им надо больше b12 вы понимаете люди им надо больше железо гемоглобина как они будут вот им сколько лишний сколько токсинов в крови я только лишь не работа это же надо вывести значит нужно больше иммунных тел лейкоцитов там различных фагоцитов там да и им больше надо гемоглобина что больше кислорода дать обменный процесс это ускоряются ну все же логично то есть не нужно столько сколько считается по табличкам но нет есть те кто считают все как ученые в двадцатые там года таблички нарисовали это естественно природа это все фигня логика природная просто простая человеческая логика до ерунда есть священная корова и мы должны таскать вот смотреть но ведь это совершенно вот у меня одна врач профессора на профессор педиатр и она гастронтеролог в пушкинских кстати мы с ней разговорились это много раз рассказывал люди на разная но не все и вот она как-то говорит зачем вы знаете вы правы там несколько дней я посмотрела последние данные она прямо получает но она же еще курсы преподает в академии наук она прям последние новости это вы знаете что вот норму белков пересмотрели вас пересмотрел эту раньше считалось что вам это 30 грамм денег не так давно не понизили в 10 раз 10 в 10 раз то есть они расписались своей но сказать вот ну как это назвать если раньше то они как говорится нож горло родителям а ну там печенью давайте ребенка корми гемоглобин из я вопрос вести какая печень железо разрушается другая валентность становится при жарке это уже невозможно ну вот и не из мяса из печени жареного вареного невозможно никакой железок тем более гемоглобин он разрушает белок сворачивается железо уходит она но ведь никто же не скажет из врачей из медиков там что вот есть допустим вот из скважины льется вода там много железа да она упадает в осады человек это усвоит железо то есть это ясно что нет почему ставят фильтры что это железо не то железо она разные разные есть валентность разные состояния агрегатная пространственная структурность есть например растворенные то есть ионная форма любого минерала правильно то есть органические юные водорастворимые которая содержится в растении она другого совершенно имеет свойство на растворено в то есть микро это ионная форма существования это уже не кристаллическая не то которые перемешана между молекул воды это совершенно другая агрегатное состояние поэтому часто путают также например как карбонат и кальция или танцу это одно да а есть органит кальций другая форма то есть именно органическая совершенно разные вещи поэтому человек получит кальций например прекрасно из зелени и листам там съест фрукты но он когда вскипятит например вот воду например вскипятит то минералы они выпадут в осадок если они там есть почему они в осадок упадает потому что они перешли в другой прижатных и хуже не может организму свой свой на я за человек как съест то все это в нагрузе только выделительных конечно и когда мы говорим вот очень хорош я смотрел но к сожалению добро здраво удалил тогда уже а я только успел на одну первую пятую часть выступлений по моему такой темы касались что вот почему ноги холодные у людей некоторых но во-первых сосуды это связано конечно сосудистой системы когда микрокапилляры особенно на периферии в тканях почему ноги до где венозная артерия кровообращение замедлено не как во внутренних органов где все таки и что происходит кристаллы до микрокристалл если особенно в артерии хватает а то склероз в чем его суть при постоянной повышенной нагрузки при том что эластичность сосудов постепенно теряется у тех кто ест вот эти я да они же проницают через мем и постепенно меняется свойства эластичности не хватает еще еще 100 определенных питательных которые могут делать удерживать эластичность ткани обновление ведь идет мы нижнем молодеем каждое удивление но уже ошибки дает и кристаллы забивают встраиваются в микро поврежденные части то есть вот эти трещинки а если туда налипает какой-то жир ну то есть допустим холестерин до идет он уже как бетон на арматуру налипаем как вату пустишь вот она забилась вот это что такое атеросклеротические бляшки а вот так сказать что еще допустим плюс еще есть такой вещь коллаген дело в том что когда много белка свободного в крови и печень не справляется с его утилизации и переработкой то мембрана артерии именно имеет свойство его как бы поглощать до 10 раз причем утолщаясь при этом до 10 раз вот теряется проницаемость вот а значит первая причина всех вот этих варикозных расширений вен но безусловно это еще и давление увеличивается не из-за того что печень просто забита когда-то в нижние через пол и вену 5 подходит ли а увеличивается давление в сосудах это естественно вот ну и говоря про так сказать мы вообще как бы как ну нельзя вообще одну тему до разбирать вот прямо независимо от всего организм правда не получается получается поэтому говорим об 12 вроде а тут уж перешли на вот то есть проницаемость капилляров сосудов когда уменьшаются нарушается обмен с клеткой с межклеточным веществом с значит лимфа клетка ведь жизнь ведет и многие разрушаться начинают а лимфа она что она берет начало межклеточное пространстве это канализация фактически организм тишина то есть то что нельзя сбросить в кровь было конечно же полифатической системе и вот что происходит когда человек начинает резко очищаться или голодать да а вот вчера еще 120 килограмм вот и когда как переходить на строение все люди задают афет на 1 поговорить и тут тут надо где людей делить как бы условно на какие-то группы нельзя дать один универсальный совет каждому человеку потому что если человек имеет много болезней хронических да у него там каловые камни у него там панкреатит у нее и тут ты он начинает просто вот как значит менять прямо на 180 град питания у него организм конечно организм начинает очищаться он выбрасывает в кровь в лимфу такое количество токсинов что выделительная система печи не справлять и тут человек все плохо и неграмотные у кого надо дипломы отдать в отобрать врачи вместо чтобы ну примитивно просто понять почему это происходит они га цероиде это глуп ну ну ты скажи хоть если ты скажи честно и умно скажи что резко нельзя потому что вот резкое выделение ядов токсинов кровь в лимфу ведет за собой что органы нагрузка про вот это будет правильный подход тогда что значит надо нельзя плавно для всех кто-то кто не так за вот дети почему им легче они не успели с вами настолько все плохо в них не за столько лишь и для них это буквально таскать но есть кто-то более больной ребенок ему немножко тяжелее вообще конечно ужасно смотреть от порой ну вот мне тут одни люди написали видимо дядя как я понял что дочь вот девочка три года там мира головного мозга там ужасные вот она хрипит что-то такое там я тут это знаете вот тоже сейчас вот товарищи уж все понимают кто меня грязью поливать насчет преувеличения тема паразитов а я вспомнил слова ольги алексеевна бутакова она рассказывала про случай врачи скорой помощи даже не могли понять девочка умерла от страшного удушья там ничего но когда я вскрыли вот я только боюсь ошибиться то ли аскариды только к сакары паразита клубок стоял то есть вот и я вспомнил очень характерные ситуации то есть сразу понял я сказал вы знаете я уверен что вы там да и она еще в туалет не могла вообще никак то есть вообще там не капельницы и вот катетры чуть ли не я говорю я уверен что пасе проверяйте срочно смотрите промывание там ну и промо не не помогает магнезии потом повышала чуть не зеленые там у нее то есть там уже все как организм это отравлялся почему рак был и самое интересное то место где был разрезали там ну там катетер еще трубочка выделения значит все и у нее прямо червей полезли оттуда и я говорю когда люди которые вот я не знаю ради чего и зачем хотят как эта тема преувеличена когда извините что такое то ну стоит женщине таксоплазма это конечно не паразиты это так сказать вирусы ну да с бактериями такой гибрид очень сильно таксоплазма очень серьезная штука если беременная женщина заразиться таксоплазм ребенок мертвым будет то есть это это страшный и таких я не за как это вообще нет эта тема преуменьшена наоборот если посмотреть те письма мне очень много пишут с такими когда вот сталкивать и вот но люди просто не понимают и многие врачи не понимает что очень симптомы многие схожи но действительно людям не хватает как бы цель комплексных знаний вот это вот к сожалению и паразиты очень часто являются причиной очень большого количества проблем порой даже вот не поймет а потом панкреатит да конечно он из-за наличия ядов гнойных токсинов вот о чем агонян постоянно там это некроз идет и безусловно самопереваривание уже идет клеток а да потом анкилостома куча других так сказать паразитов могут аписторхи например аписторхоз да которая с рыбой вот народы особенно север они в печени желчных протоков желчного поджелудочной жизни паразитировать могут причем аписторхов попавший раз в организм вот она же жить может до 40 лет это я вообще ничего не придумал это просто то что вот собственно есть другой просто люди и то что мне пишут конечно это вот если люди видели бы они бы честные бы нормальные люди они бы сказать да а бояться этого не надо это просто надо правила гигиены соблюдать понимать надо что группа сыроедов она с одной стороны мне менее уязвимая почему но мясо рыба передатчик очень многих паразитов очень то есть там тоже трехинелла трехинеллез когда мышцы судороги когда человек очень боль с адская это со свиньей как правило с мясом там да вот но там бычи цепни все вот эти там но не только к сожалению с руками с немытыми овощами кошка через кошек куча бальта же таксоплазма не все знают даже я так скажу даже вот казалось бы болезнь сальмонеллез да сальмонелла не только яйца как говорят и мясо и с овощами так сказать с немытыми и так далее кошка через кошек очень часто сальмонелла передать через черепашек вот этих сухопутных очень характер но это врачи как правило но не знают понятно так вот но неграмотность как говорится вот незнание закона от ответственность не обосвобождает тут и то же самое вот и бояться вообще ничего не надо нужно просто как сказать вот я не понимаю людей у них есть много у людей у многих до привычки плохие и они не отягощаются временем это творить постоянно даром курить что-то еще но когда что-то в игру это время это быть смешно становится просто если уж плохие привычки вошли и ты не тяготишься временем на их троту на времени на эти привычки то когда ты что-то правильное хорошее тоже правило гигиены там до туалета руки помыть и после туалета там и про дверные ручки продезинфицировать но это нормально обувь коридоре оставлять животных ноги мыть и руки мыть после этого дезинфицировать к ветеринаров родить чтобы их ну понятно вот это такую привычку входит что потом таскать становится нормой жизни вот где другое просто человеку всегда проще закрыть глаза и сказать что а так сказать нечем безусловно вот это вот он все-таки паразит еще на психологию человека влияют я психику для себя замечал такую характерную вещь что вот если человек вот он патологически даже говорить не может о теме паразитов то вот у него-то как раз они скорее все ему очень может быть потому что потому что они они наверняка там как-то действует его на этим то что он подсознательно в себе это понимаешь что это к нему относятся и ему от этого настолько страшно становится что даже поднимать эту тему даже близко да да то есть вероятно проще человек другое дело что вот есть тут и обратный процесс когда человек уже любую проблему начинает сводить к тому что это по какие надо искать какие точно будет болеть чем угодно на свете но он будет думать что это вида в этом виноват прозит ну или что-то другое мы думаем да ну то есть тоже да абсурд не жду меня сейчас в миф современной медицине я считаю что это просто религия в том что во всех болезнях виноваты бактерии а вот это да но когда становится понятно что все-таки не бактерии когда ну нет не получается найти никаких то бактерий то вот у многих возникает желание что все-таки кого-то обвинить чтобы кто-то был виноват и не признаваться в том что сам во все все себе это усердол так вот этот паразита тоже здесь как вариант становится они кто-то на вирусы начинает с моendre на паразитов не образе как с вирусом вообще ничего не сделаешь поэтому все свободно вот паразиты тоже такая тема за это популярно вот поэтому я тут как-то да тоже разумного какого-то подходу стараюсь придерживаться что понятно что это все есть по небе режиме это глупо отрицать что это все начинает ситуация мудримость Nicholas глупо отрицать очевидные очевидные еще да вот на другой стороны конечно нужно понимать что и других других процессов фатологических конечно человек тоже палку причем очень многие вещи со здоровьем проблемы очень схожи имеют симптоматику то есть там причем в десятки видов вариантов может быть но конечно хорошо что вот в этом и отличается опытный специалист от неопытного но менее опытного что вот при сопоставлении десятка факторов то есть например вот если при этом работа головокружение человек поел а его сразу тошнит да этот вот такие нюансы и вот если комплекс их вот одно с другим встретим очень конечно опытный человек может почти точно сказать или вот такие специфические вещи когда ну откуда у ребенка почему тут еще и нет пищеварения а он еще дышать не может и это очень часто я ведь рассказывал подробно пути миграции паразитов в организме от на своих этих как это ну вот не а врач офтальмолог очень много врачей пишут вот благодарят очень многие врачи и химики и вот ну ведь они же такие же люди как и мы до всем когда-то что-то не знали кто же не думали не задумывались ну выучили зазубрили а потом просто только сидим и рецепты пишем так сказать ну про так и есть в основном же и что дальше какое саморазвитие то вопрос то в саморазвитии хочешь глубже изучить правда ведь медицина она что дает она очень дает формуляры так сказать такие четкие трактовки критерии и не в шаг в сторону влево в правду истина вот она это как жизнь показывала как это истинно пересматривалась ведь люди вот напишет стоянка не на ли люди написавшие вот эти все теорию но сбалансированного питания они же на чем основывались на своих пристрастиях и желаниях они просто оправдывали по сути свой любимый рацион свою куриную ножку они оправдывали тем что закладывали в таблицу конечно объясняю объясняли то что они считают научным путем есть такая прекрасная фраза что 500 лет назад во всех болезнях были виноваты злой духе а сейчас во всех болезнях виноваты бактерии что очень хорошо отражает развитие научной мысли абсолютно причем конечно нельзя сказать да что безусловно бактерии там не имеют место быть в некоторых проблемах и мир даже хелико бакта да доказано нобелескоп ну понятно что это язвы так сказать это хотя причина изначальная кстати заметьте такую интересную вы знаете что вот вот смотрите какой интересный момент вот я просто эти моменты тонкие я изучаю очень серьезно глубоко но по химическим процесс вот эти вот верхняя часть желудка куда собственно пища проваливается из пищевода где самый высокий желудочный сок самый кислая среда именно эта часть желудка язвы образуется на 90 95 процентов именно в этой области пойти вот как интересно вот возникает вопрос вот эти вот ожоги слизистые вероят почему почему все таки может быть все таки не такая кислотность должна быть в а почему людей такая начинаешь когда а когда проверяют веганов там грязи у них не такая кислотность отчетника и гастрит и язвы проходит конечно конечно и потом вот я вот понимаете вот сотни или тысячи таких моментов когда начинаешь анализировать я вот уверяю вас а я именно такие анализирую я вижу в каждом из тысяч того что я вот жизни вот такого вижу таких моментов проанализировал я скажу каждый из них говорит о том что организм человека не приспособлен и не приспособился за эти тысячи лет как говорят к потреблению не свойственные нам как виду пищи к белковым к мясу низ никак не на йоту это то есть вот даже я вам скажу так вот говорят там обезьяны и любит там нам кто хочет свой бюштекс оправдать он где-то вот берут в муравейник личинки выковыривают там и тогда во первых это какая капля в море то есть вот по отношению к их рациону там это это раз второе я говорю хорошо посмотрите на колыки обезьян до которые являются все-таки растительные ядными плода ядными там ну и кто-то там дать позволяет себе иногда что-то там это причем гориллы почти не это там 0 1 процент из их рацион 0105 в этом диапазоне то есть они самые сильные без я рунгутанги пар почти они не ничего животного вообще не ну то есть там муравья могут но это вот посмотрите какая штука интересны они это сказать да к чему я это вот вот потерял мысль потерял мысль они же клыки вот у них в три раза длиннее чем остальные зубы видели да какие у нас то они наравне с другими вообще все критерии у нас доскать морфологические анатомические да ну безусловно даже то что вот наша челюсть нижние вращается вправо влево не только вверх-вниз а у хищников только вверх-вверх-вниз это связано с тем чтобы суставная то есть сустав не выдернуть вот этот вот когда ты отрываешь добычу сухожилия перегрызаешь огромное натяжение идет если в сторону сустав растягивается если бы то можно вырвать его при таких нагрузках поэтому природа для хищника создал другой то то есть это количественный желез это пашис это желудочный сок который совершенно другой киеве более это длить короткий пищеварий жевательные зубы да все то есть вот все так у хищников нет а у людей конечно причем у нас у нас есть клыки ну какие-то клыки посмотрели что такое клыки у животных то есть а у обезьяны я уж не говорю у кабанов да кабан это всеядное тут вообще группа всеядных их очень мало в природе это вот это как человек ну и зоологию 4 изучающий скажу вот всеядных в природе мало и конечно очень неграмотно подтасовывать такие факты под свои желания когда говорят олени он лемминга съел олень значит он всеядный олень это травоядное животное по всем критериям как и лось но бывает такое что в страшный голод когда он поймает лемминга или подкочка или вот что начинает он может съесть его но так сказать и замечено эти олени болеют так сказать там вот нарушается процесс пищеварения все все природой предусмотрен безусловно человек может съесть что-то и он будет жить но жив он стрессов но жив он только потому и вот если он пришел него как бы он неправильно питается но он питается особенно кто четкий режим то есть он адаптирует вот свой организм вот как вот раньше то вот это чё про нас англичан там вот значит такое это время это это по чуть-чуть вот когда человек есть мало это плюс его копилку здоровья потому что он меньше калорийность да пусть мясо но хочу что искать очень я еще заметил и я точно скажу я думаю тут эмилия викторовна вот супруга федор гирючуглова за меня на меня в обиде за это не будет лишь любой медик и она врач а они все честные люди врачи они даже порой вот правда на себе эксперименты жизнь отдавали ради там достижения наукра и спасение бедру я вот ради этого примерно хочу сказать что федор гирючуглов он хоть и умер в 103 до 104 годом ушел но номер от рака что он ел мясо и я вот кто бы кому под прав тот же невзоров да хотя он собственно говоря но он правда не там физиолог биолог там но он он занимался много лет как саморазвитием да очень серьезно вопрос физиологии но за эти вот его эксперименты про лошадей там тренировки альтернатив нет да очень большие достижения очень большие с человек он и вот он еще хорошо сказал он еще он насчет мяса он сам там не ест он говорит новую его вызвали в студию как-то там ребят и и так под решили говорят вы у вас такая странная есть позиция вы мясо не едите он год ну я вообще-то и картон не ем и кирпичи не я вообще ничего не съедобное у меня такого привычки нет есть они как а это же вот говорят вот там таскать вот белки и там ну то есть они все одинаково отпечатать если я заметил вот поговоришь любым обычным человеком любой самой профессии или просто необразованным никаким человеком и с академиком да вот они одно и то же будут говорить но аргументы приводит а как же дети белки пришел заученные фразы с детства то есть человеку раз специалист даже вот врач например да хороший тому акаде лучший глазник в мире например ну ну он вот знаете как стоит брешь как стена какая-то сральна во всем остальном он в глазах то разбирается во всем остальном у него образование на 1 уровне в старше он процесса не понимает то есть он не понимает всю гамму то есть вот этой природной вот живем мы действительно порой вы знаете вот эти стереотипы вот но мясо там же климат сибири холодный как же вот это но слушайте но если вот куча людей у кого чистая сердечная система да там все они вот в майке в трусах вот на улице зимой то с этим ну а чё но почему нам природа создала концентрат вот этих вот энергии корнеплоды там там капуста на севере растет прямо при поляре им крупнее чем у нас тоже световой день там 20 часов в сутки понятия то есть почему птиц на севере тех же самых видов например есть некоторые виды которые вот в дельце ну abi допустим и вот на севере самом да и допустим вот волга на астрахань то есть вот ставит на крыло в одно и то же время хотя там на два месяца раньше тепло да и так далее тут много о чем есть поговорить тут конечно это еще говорит о том что вот это вот та самая почему самые суровые условия тянутся да и птицы летят и таскаде люди в какие люди тянутся не вверх расстелились и вот у многих не в африке жить остались да и у многих осталось вот в это вот тяга не к югу к северу какая-то особенная она быть вот когда бит на юг человек всегда приведет пример почему солнце море там ну фрукты что даже когда ты скажешь что тянет на вот ты начинаешь а почему это не можешь порой даже ну что-то ты скажешь но не все при этом всегда духу духовный рост цивилизации что всегда ему в суровых условиях на севере либо горах как шутил задорном мозги до более густые то есть это шутка но правда тут ну то есть чем чем более суровые условия тем больше не человека заставляет развиваться и самому становиться более более развитым будет конечно потом если туда посмотришь ну развивалась народная смекалка вот это сказать умение выживать искать вот видеть природа а так а почему люди так чувствовали в юге на юге чего там принципе у тебя всегда стабильно ты расслабляешься там ты зависим от природы ты часть ее ты глубже как бы общаешься то есть ты вот неразрывно ниточку эту не теряешь да вот эту родовую к тому же к тому же ведь не выжить почти человеку в одиночке все селились вот эти родовые общины да это вот общинность поэтому человек он формировалась там характер закалка человека на самом деле если уж мы говорим о том что даже вот пифагор так сказать он ведь у него вот это учение потом пифагорейцы пошли у учения вот этой арктиде гипербории то есть вот той прародине славян которые собственно вот мы называем арктида или там да вот еще на древних картах перерейс вот этого там до этого турецкого мореплавателя и других были изображены а он переписывал чуть ли не с карты аристотеля ну то есть вот там это 16 век но представьте что в 16 17 веке например изображены доточные контуры например это антарктиды безо льда причем доказано было только в 70-х годах со спутника когда смогли что те карты более точные чем спутниковые которые показаны но показано то безо льда на полтора миллиона лет назад безо льда то есть и таких нюансов вот так же к если разу нет человек скажет вот понимаете вы даете так вот если вам как разумно чеку сказать вот посмотрите вот лежит гранитный блок но это гранит он весит 100 тонн он весь тут тут сверло дырка в нем дырка а теперь если вам not физик посмотрит вопрос приборами измерить из карта тут количество витков такое что зная плотность гранита прочие параметры мы можем посчитать скорость сверления да ну значит какое было его материал сопротивление ну это все это рассчитывается и я могу сказать что в полторы тысячи раз быстрее чем современное сверло любое сверлить тогда что разумный человек если это факт до таких тысячи фактов он скажет значит как минимум значит цивилизация это было более развиты но он же не скажет что она менее развита если мы вася и петь и не можем такое повторить или например приходит к директору гранитного завода московского и говорят вот смотрите вот снял съемки вот вам с такой проекции с такой вот спил фрезы то есть вот дисковая пила вернее извините вошла в гранит и вышла он смотрит и говорит мы не можем такое сделать почему объясняет тут мы поливаем водой у нас диск полтора сантиметра толщиной особая сталь там там три метра в диаметре вот полтора иначе она сломается а здесь он ведь полтора миллиметра толщиной он нет нету такой в мире технологии вообще нету о чем это говорит но наверное так это о том да что как минимум цивилизации там да наши не наши предки неважно значит мы что говорим значит мы догадал должен сказать значит картину мира да как минимум истории так называемым учили ну нужно как-то скорректировать далеко не все но не обезьяны это делали вот не обезьяны то есть вот так скажем да у нас периодически тут немножко понятно отвлекают но звонки ясно таскать это вот я к чему хочу сказать но если понимает разумный любой человек что действительно ну перед глазами факты которые мы просто раньше их не видели а часть скрывали там запретниках музеях там прыг но если вот пока вот был случай просто уже интересно вот показывают ну допустим вот опубликовали как-то я помню такой случай след динозавров там отпечатки и след человек когда один ученый а он профессионал трассолог занимается вот изучением отпечатков то есть но он спится но все он знает каждую вот нюанс да как вот по радужной оболочке глаза давление в разных ну то есть обмануть невозможно и джимми на этом криминологистика основан он сказал я в раму врут сволочи ну врут ну что нам говорят мол он говорит вон мы же знаем что там человек там только вот миллион лет назад обезьяны таскать вот хорошо и он поехал бы давайте с профессорами со и значит приехали то место где ты берут от пласты плетника или что-то там при песчане откидывают отнимают отнимать нету нету раз следы динозавра пустые раз дальше и раз человека он берет все изменить значит шоке год современный человек но только правда 60 сантиметров след там это как бы там больше ладно вот на самом деле я просто же этим вопросами так очень занимаюсь изучаю я скажу что я скажу так вот я скажу чтобы сделать из человека раба послушного быдло из народа у него отнимут знания во всех областях ему заменят эти знания суррогатами и это будет физика химия это будет биологии это будет все уклад жизни вот и мы не должны удивляться что если дистан враг работает бьет по всем фронтам таблицы менделеева которые ложные сейчас абсолютно не то что издали при жизни просто проверить вот 19 у меня даже блоге то есть 1903 год таблица но любой ряд период эфиры и тут мы понимаем как тесла почему раньше же эфир у нас даже в языке осталось телевизионщиков эфир на как это эфир что-то передается что-то эфир ну слово такое эзотерическое конечно однако ну да потому что тот же рэрик писал эфир вот виманы были построены именно работали на разных видов эфира то есть там эфир это как бы то этом и мощная энергия это прото это вообще вещество это мы не можем разделять конечно энергию чисто от материи тоже материя своеобразная конечкоторить что как раз конечно что разные формы существования и тесла именно тогда ему по шапке дали запретили все его финансирование закрыли когда он захотел чтобы все люди имели бесплатное электричество то есть в любой точке мира через землю и проводник и она сферы и образуется заряд он умел опять-таки с помощью знания эфире все патенты значит запретили засекретили вот потом он немножко с немцами поработал то что они ему давали возможность воплотить знания и вот эти летающие так называемые тарелки вихревые вот эти потоки таскать там и двигатели других типов совершенно работающих на эфире вот это все очень интересно и конечно сейчас только но совсем невежда человек либо просто зацикленный будет отрицать все то что и вот это сказать описывают тысячи путешественников по тибету там тому же да там когда они видели как монахи вот эти свои огромные трубы дули и вот а некоторые горловым создали резонанс такого там определенная и камни просто взлетали на таскать вот левитации бы этого таки французский один писатель там 33 это очень много таких но опять-таки ведь как делает современное правительство мировое ну сказать в лице там своих соблюдать она делает так чтобы у человека жизнь была невыносима то есть вот он отпахал на нелюбимой работе пришел бутылка пива и теле теле сериала или какой-то футбол тогда развитие не будет тогда можно втирать что угодно человеку так сидел будет верить все что он вообще будет жизнь видеть через призму того что показывают по телевидению реальную жизнь не будет и что там говорить вот это и сделали из человека фактически понять из из вот народа народ населению чем отличается до народ от народ населения это какое-то некое население не пойми кого перемешано все в гривот не объединено никакой ничем то есть традиции разрушили и и разрушают у всех народов мира не только у русского народа мне конечно больно больше все за свой но мне каждый народ жалко когда говорят что когда вот я вижу что малые народы крайнего севера пропадают да я только за сохранение их культуры образа жизни питания и кстати вот очень интересный момент насчет питания я вот вы знаете и на блюдике есть закономерности вот говорить есть долгожители крайне они едят рыбу там ну значит жир вот этот тюлений во первых они едят в основном строганину и сыром виде едят а в сыром виде усвоение но по крайней мере там жирных кислот до минералов так сказать поленасыщенных жиры идет ну сто процентов усвоится не вопрос не вопрос белки до усвоиться конечно лучше чем если они вареные донатурированные но поскольку белок это антиген будет реакция антигена антитела гной будет образовываться но в тех районах я хочу подчеркнуть вот когда еще бутынка ездила изучала но я не поняла она или нет но именно в тех районах ведь не везде по всему ледовитому океану там на ли не везде есть народы и вот крайне все долгожители не везде а едят они примерно одно и то же вопрос почему есть долгожительная вода уника система выведения ядов из орган вот в чем суть и там где вода у в п минус 100 минус 200 как в клетке у нас то есть коэффициент по коэффициент поверхности натяжения там 40 милливольт ну примерно плюс минус то есть вода активная текучая становится то есть как будет текучая она легко проникать и прочие прочие параметры они же берут лед лед топит вот например зимой а то то есть вода еще структурированная вот там где уникальные источники воды так получилось исторически все люди селились вот там формировалась и плюс при одинаковом ритме жизни образе жизни очень много двигались но суровые условия там труды и кроме скажем мало еле не было у них и они могут отойти два-три дня не есть это не тушь наши воськи которые уже пройти огород скопать не могу я к чему и говорю что разумный человек вот глупый человек он будет чтобы он будет охаивать что-то сразу до строение охаивать или вот мол ну вот теперь я могу себя оправдать мою куриную ножку коль вон они извини меня ты своей жареной куриной ножкой на гормонах да и тот человек который поймал нельма вот так ее обстругал за марс сырую сара и съел извини меня это разные вещи к тому же что эти люди трудящиеся ну пока вот алкоголь не пошел там все там при равных прочих все там уже 60 лет чтобы съезд слет вот геронтологов в питере еще углов был живом было 102 тогда вот а там была такая приехал ей было 118 оленевод бабушка маленькая сухенькой ну как и все люди когда она ведь все я больше не могу я поехал с оленями дальше свою но там туда ситуация на там на день переехала а вот но у нее там образование нет трудовой стаж учета лет сто там все вся жизнь до книжки там с рождения 1 107 или ну что-то сумасшедший какой стаж то есть она вот как она стабильность она при физическом труде вот образ вот я почему люди будьте разумными благоразумными анализировать умеете сопоставлять почему всему есть причины и следствия правильно всему мы можем их не видеть но это же не оправдывает то что мы можем мы можем мы просто себя успокаиваем мы пытаемся право вот значит ну давай бери это как врач вот преступник скажет что а преступник не просто человек от врача не больше ответственность именно потому что он накладывает он скажет пить можно там немного красного вино да он преступник он участвует геноциде народа он спаивает народ своими теми советами то есть это как вот священник который даст выпить вот этого когора алкогольного а он он преступник лишь у них требниках написано что он обязан крутым кипятком залить если алкогольный когор потому что чтобы спирт выпарился при 70 там четырех вот но сколько людей которые захотели хотели сохранить свои семьи ради семьи не ради себя есть единицы находит такое себе силу вот у меня дядя такой был он взял и ну зашился потом так он не пил не игра не грамма последние 30 лет больше поэтому прожил к слисте но он ради сохранения семьи у него была мотивация но высокая хорошая мать и понимаете и вот кто потом были случаи очень много когда пошел вот на это таскать причастие мотоскать дали и срывались люди убивали при этом друг друга на ком ответственно этом священники также как вот вот я почему поэтому я всегда вот и лично я стараюсь вот эти тонкости объяснять кто-то говорит излишне нет это не излишне именно потому что важно уметь вот эти анализировать мало малых вещей нет ни в чем малых нет из них складывается представление жизни из малого из взаимосвязи вот вообще тема народа края серия интересная они действительно во первых кстати вот почему у них при всем том никакого сахарного диабет второго типа не но они конечно фруктов не едят этому понимаем но они едят конечно очень много ягод это тоже надо сказать морожка вороника сюда причем они только они еще водяне они же мороженое там сохраняются они едят я вот сам поразился я смотрел как-то кадры когда вот с дальнего востока тоже народу крась а у них ну за стол они готов национальный стол там вот ну там рыба поет само собой кстати олени а них почти не едят они едят но мало почему это как бы талон благосостояние это вот как колын там южных народов там что-то вот женится там бараны стада там отдают вот а у них в олень холи ну это благосостояние просто это вот оценка уверенности в завтрашнем нет 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 они да просто так нет то есть это только какой-то это очень-очень большой праздник сломал ногу олень ну там заготовили или там допустим то есть ну уже возраст подходит и чтобы не да и тут мы не будем про этическую сторону мы конечно про них не имеем права говорить да про народы которые все-таки в таких условиях форма какая сети у них своя этику на своя совершенда всегда разная конечно да причем меня вот но сейчас договорю про очень интересные хочу слова сказать уважительные о некоторых настоящих охотников промысловиков но с не те кто там ради да там а те кто живут да и они это что не человек-философ что не это вот я вообще всем советую посмотреть вот есть такой фильм прекрасный вот человек снял вот патриот своей родины да причем вот вот я вот вот не знаю но человек он он курит вот кто автор этого фильма фильм душевный мне очень жалко что он курит вот как стрижак прекрасные фильмы игры богов создает вот эти все но убиваете видно как он уже дышит еле-еле вот и меня горечь просто неужели вот меня не берет как бы это сказать какая-то избай бог там какая-то злость или что мне жалко человека искренне так хочется помочь вот а я к чему вот это вы жаль много людей хороших людей вот курит убивают себя пример тем самым кстати плохой показывают но их взялись бы за но тем не менее поклон до земли таким вот сняли фильм счастливые люди про жителей бахты это среднее течение енисея прям самый центр россии и там охотники про смысловики это просто вот вот охотник он соболей охотятся убивает лосей тогда все ну что пропит лишнего не грамма ни одну рыбку лишнюю не возьмет и он говорит ну вот мужик суп но посмотришь скажешь о любой человек самый пакостный человек скажет вот такой человек хороший вот видно честный хороший мужик такой суров но справедливый то есть у него могут я таких охотников он говорит и мои друзья презирают таких которые вот вот еще не пошел сезон ты смотришь еще соболь не выходной не вышел цветом а он уже идет год хоть два рубля до моих этих зато к соседу не убежит то есть вот я таких как презираю люди ну мужик настоящий мужик и он почему это суровый один-то в тайге выживал ну там вообще не он говорит вот у меня был бычок свой вот ты выхаживаешь он глазать и смотрит ему спросит от тебя подачки как бы ты его вот и и вот убить предательство вот это вот смотри да то есть он вот и свой и он не смог так убить вот соседа позвал но там уже опять то есть вот в человеке в душе его и тут надо каждому человеку вот каждому почитать умыться слезами если душа еще не черствая первая ступень толстого после этого ни один нормальный человек никогда не сможет взять кусок мяса в рот осквернить вот потому что это конечно гений мастер слова он так хорошо показал и вот он говорит в частности потому что душа человека изначально мы почему нам это все не свойственно и неестественно потому что каждый такой человек либо страницы как дамочка да интеллигент что вот она котлетку интеллигентно кушает там особенно да но будет рыдать и плакать когда там кошечка ножку понимаете чем и вот этот мужик суровый как потому что он год я работ говорил с мясниками с этими никогда к совести и просто вот вот откровенный разговор а зачем и в общем совесть берет человек в глубины совесть просто люди пытаются в себе ну как бы это сказать задавить убить чтобы легче было сделать то оправдывая это работает оправдывает тем что вроде бы нам надо есть мясо потом погашь человек вагать согласен вроде бы не надо чем тогда толстой говорил вот с мужиками а еще один случай вот представьте едет он с кучером вот как раз смотреть это мясо и вангет я но я должен был увидеть чтобы описать этот ужас что творится на бойнях и он был а такая картина мы остановились а мужики гоняли за свиньёй на убегала ревел и вот он будет описывает это конечно мастер слова ну это так не описать ножом взяли горлок кровища обливаясь бежит значит и потом они и иначе при к в общем это поверьте да ну кто прочтет и описывает это просто жутко да и ямщик он как мужик вот это пропитой с таким красным лицом вот это суровый но представьте вот русский что значит человек тогда да началось страшное вот уже начинал с пьянства и вроде и совесть людей через про но настолько она еще была в русском народе в целом и он и он смотрит на это он сказал такую фразу вот это ямщик сказал такую фразу и не уж то за это наказание не будет то есть вот он так высказал в малом так сильно что прям вот это знаете вот и вот этот мужик тот же гонгает я не смог это предательство в глаза вот это вот я ведь никогда моральной стране по я говорил биологические вещи потому что многим людям они скажут но не все поймут не все дойдут до с этой точки за я вот например считаю да что если в основе поступка человека к переходу на веганство вегетарианство строение лежит этическая страна я такие люди даже большей степени уважаю чем о здоровье когда человека себе только это же все-таки эгоистическая позиция ну как бы сказать да так по большому а я вот и если вот кстати вот этот денис несмотря на то что он вот такие вещи он по моему насколько я успел посмотреть что он вид у него как раз этическая сторона больше уважаю за это человек за это уважаем то есть я к тому что вот люди действительно привыкли так оценивать кает что человек корыстно прочее я никогда не позволяю себе только из того что я так хочу что-то о человеке да например сказать если он я вижу в этом порядочные хорошие мотивации да там какую-то ну уж больно я всегда уважаю за это людей да так же как например несмотря на то что сделал как поступил как человек я сейчас вообще не про что больше не говорю вот добро здраве потому что не ко мне но вот этот удар в спину он я всегда скажу что я уважаю его за то например что он эту тему ну как бы в массы не важно чем руководствуется человек допустим это важно к это важно но тем не менее вот хорошее да сказать то что многие тысячи людей узнали они пересмотрели как бы жизнь вообще может быть пересмотрели позицию жизненную в чем-то так сказать это хорошо это хорошо вот поэтому я людей всегда уважаю за хорошие поступки за мысли за таскать ну их жизненную позицию тоже в том числе вот но вообще тему конечно интересную затронули а я предлагаю что сейчас сделать а то действительно отвечать нам по отвечать немножко на вопросы людей да поэтому мы на перейдем в кабинет и там уже все тогда но дорогие друзья мы перешли в кабинет откуда я обычно вещание свои вебинары провожу и продолжим интересный разговор в принципе я обещал людям многим что у нас будет вот я обязательно задам михаил владивич какие-то сами вопросы которые вы мне в большом количестве написали и сейчас пасти а вот и постепенно мы вот допустим 1 да мы их немножко разберем мы их разберем вот допустим пишет человек я продублирую эти вопросы он пишет что писал на вашем сайте о кальции человек пишет о вопрос именно к михаил владимировичу адресован и поэтому буду как бы вот от читателя это спрашиваю в вопросе про оголение зубов михаил объясняет что якобы недостатком кальция но при чем тут кальций это же десна они ималь зубов я думаю что это связано с бактериями в полости рта или еще с чем-то дальше михаил владимирович рассказывает что якобы в растительной пище сложно взять кальций якобы а животные пищи у человека будут без животной пищи у человека будут проблемы с кальцием и как вариант предлагает налегать на кунжут но позвольте а как же вся зелень овощи да и фрукты вроде есть богатый кальцием вот и в общепринятых таблицах обычного питания он приводит ссылку на таблицу зелень стоит на первых местах по содержанию кальция но это как бы первая часть вопроса и чтобы в уме не держать многое я думаю стоит прояснить эти моменты конечно людям но понятно но тут меня видимо просто неправильно я думаю что вот тут начать нужно с того что вообще проблема кальция это скорее проблемами на традиционных питающихся людей потому что там идет огромный расход этого кальция на процесс окисления потому что он идет он же все начали на компенсацию закисления крови конечно вот у сыроедов поначалу когда не резко переходит на сыроедение обостряются вот эти процессы детоксикации выведения поэтому кровь становится более закисленная поэтому кальция идет расход больше а с другой стороны организм пока только учатся усваивать сырую растительную пищу я же не спорю с тем что там содержится этот кальций я говорю о том что он поначалу очень плохо усваивается я почему предлагал кунжут потому что кунжута в таком перемолотом виде усваивается хорошо практически у любого человека ну это про понять что кальция содержится в зеленом и попробуйте усвоить вот так же жесткая клетчатка не нужно переварить а поджелудочной кстати не способна порой в начале это в дело пришла на привыкла к уже обработанной мягкой пищи имеется разумеет а это же сложные углеводы сложные да то есть и зелень его колоссально сложные его тогда нужно в сок выжимать зеленые коктейли зеленые коктейли либо сок из зелени вот что касается фруктов то же самое организм начал только учиться усваивать эти фрукты поэтому кальций организм только будет учиться усваивать и сырой растительной пищи поэтому я кунжут предлагаю как такой вариант который более-менее универсален хотя конечно если мы возьмем какой-то отдельного человека который уже умеет хорошо только на его зелень вот пусть он конечно это зелень и питается зеленый коктейль тоже ничего против не имею зеленый коктейль это нам на мой взгляд от сложнее чем кунжут в таком виде хотя тоже вполне имеет право существовать я даже бы добавил что вот конопля также тоже вот молочко конопляные как можно ну это льняная леон от который было долин и не сомневаюсь тоже кальций конечно конечно вот что касается зубов я вот после этого рассуждал мне на самом деле первый раз вот сережа на этом нашем выступлении предложил эту идею о том что там оголение шеек происходит за счет того что опускается десна они разрушается мой вот но честно говоря как ты вот я никак не могу себе представить этого процесса как это вот у всех у всех современных людей есть проблемы с зубами стоматологи постоянно сталкиваются с тем что вот оголяются шейки у всех традиционно питающихся людей это у них что-то равна тоже что тоже десна опускается мне кажется что там происходит именно гниение в районе вот где идет складка между зубом и десной там же условия для там остатки пищи накапливаются вот там бактерии лучше а вот эти бактерии как раз разрушают эту иму я более того скажу я об этом тоже как-то думал потому что ясно что мы в открытых и в медицинских источников этого ничего не найдем информацию так сказать потому что никто в принципе из врачей не рассматривает не разделяет на группы обычно питающиеся но когда смотрите какая интересная ведь была такая тенденция очень часто что человек переходит на сыроидни и сразу литрами соки апельсиновые прочим и такая мода была не чистить зубы типа все естественно что тогда происходит мы берем органические кислоты пусть они органические кислоты они закисляют частички пищи между зубов также остаются бактерии налет и если человек не чистит а налет и это как субстрат где в тысячи раз больше бактерий разно же а бактерии поедают сахара и они выделяют кислоту как процесс его жизнедеятельности а кислота разъедает эмаль и больше всего их средат на границах естественно конечно вот этих складках карман мы когда в институте медицинском учились на биологии нас была задача посеять бактерии мы бы мы брали себе на зубной налет из зубов и и рассеивали в это вообще рот это самое грязное место в организме человек с точки зрения бактерий там же как минимум 14 видов бактерий вот поэтому всегда чуть что там эти бактерии сразу начинают размножаться доставлять проблемы вот но я все-таки думаю что здесь именно разрушение мали идет и никакое не опущение десен конечно обстрочит дело в том что если чувствительность зубов особенно она где понижая то есть начинается проявляться боль от холодного от горячего и даже когда трогаешь так ногтем проводишь боль острая на границах как раз десен и конечно и это говорит о том что именно там поскольку там и идут эти процессы эмаль истончается и вот этот пульпит ага ага то есть мы оголяем нервные окончания и сразу мы чувствуем вот эту боль то есть эмаль истончает пас пока человек жив пока он живет эмаль эмаль поскольку если в зубе есть кровеносный сосуд пока это есть то эмаль восстанавливается она может восстанавливаться потому что идет все это изнутри зубы же не формируется снаружи он изнутри формируется это возможно друг потому что он живой до своей так сказать эмаль она я знаю так это действительно она может в странно если человек начнет правильную гигиену не будет линиться чистить и зубную нить использовать и это но мягкие щетки но порошки без фтора но доскать полоскание и так далее если нет вазов почистить можно водой попала щелочной водой чуть-чуть соды потому что кислая среда на нейтрализуется конечно соды немножечко чуть-чуть это то это будет ничего страшно а наоборот только хор то есть много много и конечно чтобы его пищи было достаточное количество минералов щелочного характера щелочный селся земельных то натрий магний кальций и так далее именно они если мы закисляем свой организм а даже многие сыроиды к сожалению закисляют потому что все-таки как ни крути вот это в дегидраторах пищи особенно орехи смешаны с фруктами это тоже закисляющие образуются продукты даже если они таскать не обрабатывались выше 40 на вот пиши орехи они сами по себе закисляющие потому очень много азота белка и азот закисляющий фактор бобовый тогда тоже получил даже да дело в том что с эти какая штука там и в бобовых и в орехах белки они вот вообще вот чем отличаются белки если так совсем грубой животные от растительных том что белки растительные это не совсем чистые белки это как сказать липопротеиды гликопротеиды то есть это такие структуры значит белковые с углеводными или с жировыми это полипептидные цепочки то есть они уже имеют не вот из миллионов мономеров состоят аминокислотных а из там тысяч то есть они низко молекулярно да 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 низко молекулярно и они очень легко расщепляются про но в орехах и злые вот значит в этих да там почти что как и животных и то есть именно поэтому они и вот тут абсолютно права морогишек на гоняда ну-ка биохимика и конечно она говорит и право абсолютно что они тоже частично они до конца не переварится по меньший процент но никогда до конца то есть про если мясо она вот утверждает я абсолютно согласен и не только она даже это не из головы выдумано и действительно на то есть исследование дан что до 40 процентов съеденного мяса видно этих белков они проходят цельными пройдя через все системы панкреати и соки это скатери трепсин панкреатический сок имеет трепсин составе очень сильный которую вырабатывать гигантских почему некроз фактически столько вырабатывает что уже сжигает свои клетки таскать ну и так далее пепсин желудочный сок да вот кислые реакции никогда до 40 процентов цельные непереваренные пройдут и узлы в тонкий кишечник и все сосутся в кровь все гнить потом и конечно конечно вот она гнида именно поэтому когда мы все-таки если будет время мы вот про муковица доз это очень показательная вещь я вот прям даже распечатку медицинскую взял болезнь автоиммунная но очень характерная просто на этом примере хочу ну может быть потом разберем вообще всю суть биологическую как это происходит вот что пишет дальше человек ну про зубы наверное принципе мы искали все вообще конечно зелень да конечно содержит больше всего если человек изначально зеленый коктейли хорошая штука вообще конечно очень особенно в начале да потому что во первых это идет мощная хорошая очистка там же клетчатка сорбент там же таскать очень много магния который вот для кровотворения таскать и и потом опять таки кальций магний вот все зеленый это магний вот ну понятно цвет значит зеленый так вот преломление но это конечно его так ощущаем если так уж говорится физически и биологически то это мы просто идет отражение а мы часть спектра не видим часть отражается мы воспринимаем как другой цвет то есть это вот интересная вещь но не будем сейчас и вот магний без него кальций не усвоится а вот без кремния фактически но без витамина d а без кремния он не удержится в кости поэтому кремний для нас его самый большой современный дефицит в чем причина многих но остеопороз вообще-то кстати в районах странах дания швеция где развито молочное животноводство самый большой процент остеопорозов и это не мудрено потому что в молоке содержится столько значит почти неперевариваемых казиновых белков тяжелых которые для переваривания которых одного пепсина недостаточной кислоты для них еще нужен фермент ренин специфический который как ключ к замку подходит разбирают эти молекулы то есть специфический фермент его у человека вообще не даже у грудных детей там другой принцип но вы кстати в отличие других млекопитающих но и у животных этот механизм только когда мать кормит и вот эта природа так предусмотрела боги там кто как хочет вот понимает а потом все и ребятеленок уже не может потом это молоко материнское усваивать даже своей матери теле он не может в полной и вот тогда возникают проблемы но дело не в том кальций это щелочной минерал до щелочной металл он идет сразу на реакцию нейтрализации кислоты а поскольку это такой закисляющий фактор долгоиграющий что этот кальций благополучно расходуются сразу же заранее еще в три в четыре раза не хватит вот оттуда идет остеопороз разрушения а плюс возьмем проблему современности откуда кремния взять позже почва высосали кремния то минерал микроэлемент его мало в почве если каждый год десятилетие мы будем из почвы высасывать это но новый вот японцы столкнулись с проблемой урожайности риса смотрят хуже стало все вот нет а рис очень много высасывает кремниевать даже из него делают вот препарат кстати вот говорят камни час кидаются на коралловый клуб я не защищаю нет но я правда вот как вот есть гидросел жидкий такой там жидкие органическая ионная форма кремния они берут и шелухи риса из живого делаю вот когда они в почву вели кремний сделали эксперимент урожайность воздействовать а без кремния кальций не будет задерживать то есть он просто будет легко вымываться вот понимаете поэтому когда люди наши предки вот я выжигали пасеку просеку ну там естественно все есть первые годы имею все что хочешь и вот они корнеплоды а ведь зимой когда суровые запасались корнеплоды мире там было много кремния плюс ели с лесу сныть лебеда все содержит крем не в хороших количествах поэтому я сейчас скажу так вот если мы имеем дефицит минералов а мы его имеем то без дикоросов очень трудно с дикороса это то и ягода лесные это то что может нам дать то есть вот ягоды по ценности свои лесные ягоды они полезнее любых фруктов потому что в малом объеме там в десятки раз больше полезно концентрация к тому же они растут в симбиозе с сотнями видов растений это не наши моно посадки вот эти но это же ущербное естественно мы 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 не умнее природой поэтому мы не можем воссоздать мы можем только видеть наблюдать и повторять учиться но природы вот научились миллионы гектар пшеницы засадили что получили но если не поливать так урожай просто бать посади бархатку середину таскать капустных рядов бабочка капустница будет облетать или посади спрячь капусту среди десятков видов других растений да и запахи вот эти перебивают то есть уже монокультура ущербно вообще конечно я вот чем больше к вице живу тем больше что называется ну и учусь и конечно природы и вот я порой поражаясь все просто на самом деле мы так усложнили и свою жизнь в результате и поэтому мы имеем те болезни проблемы от ума горе от ума давайте дальше человек пишет о фруктах и овощах ну как раз о чем мы внизу коснулись он пишет в вопросе про разделение продуктов на фрукты овощи михаил делал что фрукты это все что содержит семена так как баклажаны кабачки огурцы перс а овощи это типа что без семян но позвольте он пишет что она произошла подмена понятий как считает наш слушатель он перепутал с такими понятиями как плоды и корнеплоды кстати некоторых европейских странах где вообще нет понятия фрукт овощи там именно делят на плоды что растет над землей и корнеплоды что ну в принципе что растет земли а одно отличие значит фруктов от овощей как я понимаю в содержании кислоты сахаров значит то есть во фруктах их много и поэтому они бродят а кстати неплохое а то а значит а также они дают много энергии а в овощах очень мало кислот сахаров больше клетчатки и они не бродят но сквашиваются при определенных условиях далее михаил еще говорит что все фрукты куда он отнес кабачки с огурцами не чистят организма чистят только овощи но это явно не так я сколько раз убеждался в обратном на собственном опыте что хорошо чистят организм как огурцы с кабачками так и фрукты например яблоки или дыня так что хотелось бы разобраться где правда может быть я ошибаюсь ли лично я не понял мысль металл кстати очень хорошо и корректно написал человек он действительно вот то что он считает он написал он оставляет за собой право на ошибку то есть может я неправильно понял он пишет хорошо я на самом деле тоже остается право на ошибку безусловно просто вы думали человека вот это вот классификация отличия фруктов овощей я просто сам для себя в какой-то момент понял что вот я я хочу вот сам и для себя понять вот как отличать фрукт от овощ чтобы мне кто-то сказал что было простое определение вот и вот это фрукта это овощи чтобы был простой вопрос и простой ответ вот и потом я сам понял что вот это вот я единственный какой признак могу назвать вот что фрукт это вегетативная часть растения то что растение выращивать для размножения вот это мы называем фруктом а овощи это это собственная часть растения то что растение для себя выращивать либо корни Ну, то есть, по большому счету, он правильно писал, что то, что запасается в почве в виде корнеплода, это вот овощи, в общем-то, можно так разделить Ну, плюс еще стебли листья, плюс какой-нибудь сельдерей, то есть капуста, зелень, это все Лук, порей, овощи Да, лук, да, то есть это все тоже относится к овощам, но это уже не корнеплоды Вот, поэтому, вот, а так на самом деле, вот внешне, это разница только по содержанию клетчатки и по качеству Да, ну и, конечно, в принципе, можно как критерий выделить все-таки содержание высокой концентрации сахаров То есть, все-таки классические те фрукты, ну, будем считать так, назовем их там фрукты, там, такие вот тропические, или, так сказать, ну, вот те, что, в общем, фрукты действительно такие классические, что вот, ну, обычный человек, спросишь обычного обывателя, он скажет, там, папайя, там, манго, это фрукт, понятно Ну, яблоки Яблоки, да, конечно А вот скажешь огурец, ну, это лиана тропическая, по большому счету, конечно, может Это знаете как, это по большому счету, вот, вот томаты, да, их, это вот ягода, вот, а их к овощам отнесли потому, потому что тогда пошлина в Америке на фрукты одна, на ягоды дров А, понятно Да, да, это вот, это, как говорят, вот эти вот, как задорного говорят, эти продавцы, ну, как он их там называет, типа, торгаши, да, типа, вот, все, я знаю То есть, по большому счету, она, классификация здесь, ну, так сказать, нету, ее четко, ее очень много раз меняли, она, поэтому не будем к этому действительно придираться По большому счету, вот, действительно, критерий важный такой Сладкие фрукты, они, конечно, дают чуть больше нагрузок, они содержат больше энергии, разумеется, ну, глюкоза и фруктоза Причем, во фруктах, кроме, там, арбуза и винограда, содержится именно сахар, как в виде моносахаридов, фруктозы Чем фруктоза отличается от глюкозы? Фруктоза и глюкоза по химическому строению вообще одинаковы, вообще, до атома Но фруктоза лево вращающий замер, а глюкоза правый И поэтому, если человек ест фруктозу, но не химическую, это разные вещи, где нет живой структуры, она тоже правая, она мертвая А, ну, а когда он берет фрукт, например, ест Поэтому, вот, например, больной с сахарным диабетом спокойно может съесть натуральный мед, не тот, который пасечник с сахаром подкармливал, где глюкоза есть Ну, сахароза вообще, это еще хуже, это смесь глюкозы, это десахарид, да, который вообще в природе нет А вот он, например, глюкоз, у него сразу вырабатывается инсулин, а у него проблемы с поджелудочной железью, не вырабатывает долго И тогда получает проблемы, да? Но, ведь инсулин служит для того, чтобы взять глюкозу и провести ее через клеточную мембрану А если фруктоза, левая, она вообще без инсулина проходит Да, без инсулина не нуждается Вот в чем дело, конечно, и поэтому, так сказать, вот сахарный обе второго типа лечится, фу, за 2-3 недели второго типа Если человек просто перестанет, ну, там, окрачка это сопутствующие вещи, там это понятно, есть И если он перестанет есть полисахариды, которые в своем составе содержат именно из мономеров глюкозы Картошка, так сказать, там рис вареный, ну, вот, потому что вареный и крахмал, это вообще, это клей Но, поэтому это самые слизевыделяющие продукты То есть, вот человеку прав, Николаев, он говорит, что если человек даже перестанет есть картошку, рис, макароны, хлебобулочные изделия Он через год-два, ну, как более-менее очистится, три, он перестанет болеть простудными заболеваниями Да, это так Я это видел в свое время по себе, я это видел по своим детям Не сразу, потому что мы не чистились, вот, к сожалению, я хоть и говорю это правильно, но в определенных ситуациях просто необходимо Ну, я сам практически клизмами, там, кружками, ну, я знаю, вы тоже, да, не чистые практически, да? Ну, практически нет, для экспериментов Ну, вот, к сожалению, да, я тоже, хотя я понимаю, что это во многих смыслах правильно Я сам советую при определенных болезнях, тем не менее Поэтому у меня это было не сразу, а результат у людей, вот, именно по очистке лучше, конечно Но я скажу так, вот у меня были такие проблемы Конечно, это накопление ядов, токсинов в крови и в тканях, в тканях, разумеется, а в кровь выходит, когда определенные условия Когда вот каждый год у меня стало проявляться, я выхожу на холод, мороз, у меня такие пятна красные, такие прям волдыри возникают То есть, вот такие, причем каждый год все больше и больше Ну, это есть, я же ничего не менял в своей жизни, разумеется, больше и больше, разумеется И тут я, когда перешел на полное веганство, да, исключил, смотрю, у меня меньше стало На второй год, а на третий вообще перестало То есть, казалось бы, мы на себя порой кладем руки, да, и говорим, а все, потому что мы все медицинские вещи перепробовали А у нас все хуже и хуже, и люди закономерно говорят, а что я буду биться Еще ходить, деньги тратить, медикаменты К врачам, блин, они ничего не знают, я все равно, мне хуже и хуже, да, плевать, доживу как Но посмотрите, вот такие примеры, как у меня откажется Они, наверное, говорят о том, что можно процессы повернуть в другую сторону, пока человек жив Конечно, если это так, мы начинаем мыслить адекватно Если, конечно, мы начинаем, что это значит И вот всему из причин, и мы их находим, раз, два, три То есть, всему виной, вообще, болезнь, на самом деле, как бы правильно Аганян здесь говорит, это гной в организме Другой вопрос, почему гной, и сколько, и почему, и что, какие следствия, гной И возникает вопрос, и права Бутакова, которая говорит, что смерть клетки разрушения, как нехватка кислорода Но это же между собой, это прав и он, и он То есть, и она, и она Никто не против, просто надо понимать, как в целостности эти процессы Больше гноя, меньше кислорода, о чем говорить Больше белка в крови, его уже не успеет организм переработать даже в гной Порой он просто в коллаген переходит, его запасает сосуды Просто накапливают себе Это Морец, об этом еще писал, так сказать, тоже химик Вот Ну, вообще, интересно, как в природе все устроено А мы действительно, я поэтому всех призываю к здравомыслию, ну, просто вот думать Почему я стараюсь вот общий биологический свои лекции читать именно так, чтобы человек понимал суть процесса И не старался поверить на слово, а сам разобрался Это самое главное, человек должен понимать, у него это силы больше будет внутренней Правда, мотивации всего Да, да, там вопрос еще про очищение был Да Ну, что касается того, что человека хорошо чистят огурцы и кабачки Вот, ну, это вот данный пример конкретного человека Тут же нужно понимать, что само очищение начинается тогда, когда мы перестаем загрязнять То есть, просто достаточно самого факта того, что мы перестали кишечник чем-то забивать, он уже начнет очищаться Но я этому человеку в ответ могу показать десятки примеров того, как у человека, у людей на фрукторианстве То есть, на питании фруктами возникают очень жестокие запоры Вот, и это легко объясняется, потому что кишечник уже забит слизью накопленной раньше А клетчатки во фруктах, и недостаточно, она очень мягкая, она не стимулирует предстательскую кишечника И никогда у человека не будет заборов при питании овощами Конечно, особенно если он там ест, там укропы, петрушки Зелень, капуста, морковка, да Конечно, конечно Вот, поэтому я говорю об этом А то, что понятно, что кишечники у всех разные У кого-то он, естественно, весело начнет очищаться сам и безо всякой клетчатки Вот, но здесь не нужно тогда говорить, что это вот заслуга именно огурцов и кабачков Их заслуга только в том, что они не загрязняют этот кишечник Вот, поэтому это у всех по-разному Вот, но для очищения, для усиления очистительных процессов, в первую очередь, кишечника Клетчатка совершенно необходима, хорошая, грубая, то есть, именно настоящая овоща Конечно, и потом, что еще очень важно Мы, конечно, понимаем, ну, уже наши зрители уж точно это знают Что, безусловно, у нас пищеварение – это сложный процесс Не как мы раньше считали и учились тоже в институтах, в школах Что, мол, кинул желудок, все, переваривается И типа, ну, примитивнейшее представление учителя А нас так учили биологии Ну, плюс-минус Вот, на самом же деле уже есть и пристеночное пищеварение Которое там, это сложнейший многоступенчатый процесс И вот, что еще очень важно Там свои ферменты выделяются, кстати То есть, не только те, что под желудочной железой О, железы, вообще все ферменты выделяются, не только гормоны То есть, это вообще, это очень интересная, конечно, тема Ну, кстати, мы про один фермент тут очень интересный Как раз поговорим, когда вот написали родители обеспокоенные Очень интересная тема, попробуем ее сейчас разобрать Что я еще хочу сказать Та полезная симбиотическая микрофлора, которая есть в каждом живом вообще виде животного Даже у муравьев Все симбиотные организмы, мы все То есть, кто-то поставляет кому-то какие-то вещества За счет этого питается другой, и он поставляет нам Это как вот в мире растений, микориза, грибов с растениями Которые грибы разбирают белки То есть, поставляют аминокислоты, поставляют минералы Это помогает, а растения им глюкозу И, собственно, вот идет этот симбиоз Мы же, они нам тоже, так сказать, именно благодаря клетчатке Без клетчатки живой Они некоторые группы бактерий Вот некоторые группы кишечной палочки, например Они, поедая клетчатку, выделяют Они вырабатывают и B12, кстати, тот же Другой вопрос, что Ну, почему-то у других он вырабатывается в дикой природе Кто не ест вообще Вот огромный лось, который весит там 800 килограмм Два с половиной метра там в врагах Под три бывает Они же, так сказать, откуда мы Причем выносливость какая Никаких хищников Колоссальная выносливость Сила больше, чем у любых волков И там, так сказать, это извиняю Копытом он сразу убивает, если попадет Откуда работает симбиотическая микрофлора Говорят, у нас, некоторые говорят У нас там меньше и толстый кишечник, чем приводит Да, меньше, желудок не с четырех камер Меньше Нет, это-то вообще, я даже не говорю Слушайте, ну мы не... Корова, это тонна... Бык тонна, 200 Нам нафиг нужно Извините, по-другому Не хочется, да? Ну зачем нам столько... Нам просто не нужно столько белков И столько витаминов Ну да, и травы мы столько не хотим Говорят, вот там у таких-то Больше там толстый кишечник У каких-то там приматов Говорят, вроде у гориллы там Хорошо Ну нам-то тоже не нужно столько Мы не горилла, не 200 килограмм И потом, так сказать, извините меня Мы более совершенные существа Все-таки эволюционные Биологически гораздо более совершенные Б-12 вообще, конечно, как известно Вообще он синтезируется Вообще бактериями Вот, по большому счету В нас тоже Да, а у кого-то, извините Если кишечник загажен Если он не выполняет всех свои функции Он и не может этого делать Да, конечно, не будет там микрофлора нормальной Есть подход такой в ученом мире Кто-то ведь начинает выпендриваться Я хочу тут еще вот прям при всех сказать Тут у меня тоже в блоге есть Не знаю, смотрели у меня Есть вот два года назад 98 Сейчас ему 100 Лет это академик То ли англичанин, то ли американец Такой, ну как 100 лет Значит, он до 95, что ли, оперировал Его углов до 100, он до 95 И он говорит, я просто семью и решил Ну все, ну просто вот Я так же физически Он говорит, я 50 лет веган То есть, 50 полвека человек не ест никакого животного Ни молока, ни ест Но он говорит, я считаю Он говорит, я считаю Вот единственный B12 Он берет спрей себе Пожалуй, это подход То есть, ну, у него такая позиция Возникает вопрос, да, ты сказать Но есть люди, которые из Толи Вот Йог 104 тоже там есть Он сыроед, ну, почти всю жизнь 104 Он не знает, что такое B12 Ну да, и что такое спрей Он не знает Он даже не знает То есть, я что хочу сказать У него все хорошо Я не отговариваю, не дай бог Да, и никто из нормальных людей не будет Кто-то считает, он замеряется, что у него мало И он боится Успокой свою душу Прими B12 Я скажу, пожалуйста, люди, ну, брызните Я только за Хотите яичный желток, съешьте Ну, ничего страшного не будет Съешьте яичный желток Да, только я сразу говорю От деревенской курицы Лучше от черной Вообще черной, где вот Это очень интересный Вообще черный пигмент А, кстати, меланин, мелатонина больше И вот эти Это очень интересная тема Вообще черного цвета в природе Вот этой окраски И в связи с этим Яйца их более питательные и желтки Чем у куриц белых Да, по многим Это интересная штука Но это То есть, съешьте в крайнем случае Ну, хороший, экологически чистый Да Вот опять Я был Главное, совсем редко Его очень мало нужно Абсолютно мало То есть, это если человек Действительно имеет возможность В печени накапливать B12 на несколько лет То если уж у него что-то там Если То съешьте несколько желтков Потом через месяц И вы получите Все, что нужно Конечно Весь комплекс витаминов, микроэлементов Абсолютно Да, если вы вот так считаете Я скажу только Конечно Вот вчера одной женщине Я просто порекомендовал Там очень серьезная проблема Вот у Ну, как У женщины Мама Ну, дочь со мной связывалась Вот мама Я с ней говорил У нее и тромбозы То есть, она иногда Вот так Без таких упражнений Просто не может Когда там Значит Ей, кстати, очень хорошая методика Что вы в этом думаете Агулов Клиника Агулов Он предложил Вот представьте Вот просто так ли человек мог На кон так поставить Свою репутацию Если бы он был в этом Не уверен на тысячу процентов Он сказал Капельница Перекисью водорода Десять дней Да он правильно Тромбы просто рассадут Ей ни в коем случае Нельзя такие очистительные процедуры Когда Тромб может пойти Ей надо сжечь тромбы внутри Растворить Перекись Это единственный я Логичнейший Он отца своего так спас Поэтому он всем Просто он не боится ответственности Вот Умница Молодец Вот Я поэтому Кто же может бросить В мой огород камень Я имею в виду Из тех людей Что я что-то Вот неадекватно Вот я говорю Агулов Он говорит Надо мясо Это он не прав Он не понимает Некоторые вещи Но если он говорит Какие-то вещи Абсолютно правильные Разумные Так сказать Ну вот Я что идиот Да Я был бы идиотом Если бы я сказал нет Вот если он такой Я его теперь ненавижу Как вот этот человек Гает Б12 Кто говорит Что не нужно вводить Что можно обойтись Все идиотом Все идиотом Я говорю Ну значит человек Ненормальный Ну как такое может быть Я же привел Я даже сказал Я этого человека Вот если я Сейчас не ошибаюсь А по-моему нет Если этот человек Этический веган Такой сыроед Вернее он сыроед Но он там дрожжи Именно чтобы яиц Желка не есть даже Я уважаю Такого человека За позицию Если он так высоко Морален В этом плане Но Вот Потому что я не долдом Я скажу Я за это уважаю человека Но я скажу Ну как такой человек Я вот тогда не понимаю Может быть таким Извините долдоном Если он оценивает людей Ну зациклен на B12 Он не разрешает Какие-то ошибки Что-то 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 Причем даже не ошибки То есть вот он Не допускает возможности Нет может человек прав Вот мы же хороший аргумент привели Вот человек Он привет там 50 лет Да хоть 25 И он в жизни Не ен никогда Животной пищи Никогда Есть такие люди Вопрос Как же он жив Без B12 Больше 5 лет Как он говорит Как У меня всегда Насчет любой Нехватки витаминов Всегда Любых витаминов Микроэлементов У меня всегда встречный вопрос Откуда пранаеды Берут витамин B12 И другие Нет А кто-то нам скажет Это все фигня Пранаеды с ним Ну теми людьми Кто пранаедов Кто считает Что пранаедов не бывает Я вообще обычно не разговариваю Да потому что Знаете Друзья Кто-то не знает Но я хочу сказать Вот знаете как Вообще Наука Вот медицина Индии Она на очень высоком уровне И там Я вам скажу Профессоры академики Не хуже американских Австралийских И новозеландских Так вот и японских Так я вам скажу Что Люди ответственно Все-таки Действительно Страна диктовала Свой образ жизни Перенаселенность Вот это Ну Конкуренция Но человеческая Все-таки У них религия Преобладала Индуизм Где действительно Люди понимали Что ты Так как ты живешь В этой жизни Ты потом То есть Они не за страх А за совесть Жили многие Это очень Вот вы знаете Я вот еще раз повторю Что мне не нравится И открытый человек Я говорю как есть В христианстве Мне не нравится Я только разделяю Иисуса как личности То что он нес людям И христианство Та Идеология Которая на Этом великом Человеке Так сказать Паразитирует Я хочу вот о чем сказать Он говорит Вернее они как говорят Из-за страха Божьего Человек должен Соблюдать заповеди Из-за страха Это низко Это нечестно Перед собой Это очень нечестно Потому что ты Из корысти Не поступай А человек порядочный Скажет Я не потому Не ворую Что меня за руку поймают А потому что Я себя человеком считать Я жить не смогу Потому что Я честный человек И мне совесть Вот что А что такое совесть Совместная весть С родом Это то Это Каждый человек Порядочный Я не говорю только русский В каждом Каждый порядочный Нормальный человек Это врожденное Качество совести Но он ее может Пропить совесть Потерять Продать И так далее А вот Это есть мерило Поступок Справедливый или нет Да Будет угрызение Как говорят Совесть тебя мучает Грызет И вот чтобы не грызло Пьют Вот через это Человека Ломают Его Сущность Его Все лучшие Качества И врожденные Человеческие Родовые Поэтому я хочу сказать Что нужно во всем Руководствоваться Главным мерилом Это совестью человека Поступать так Чтобы человек Не хотел Как к нему поступали Но не все К сожалению Вот Поэтому про Б12 И про все Я говорю Тема Я правильно говорил Сейчас это еще раз Преувеличено Но это не значит Что этой проблемы нет Ее вообще нет Конечно она имеет Она есть Потому что мы Только идиот Скажет ее Нет Если человек просто Лежит У него нервная Уже У него уже Скажем так Нервная система Разрушается Проличили что-то Ноги Вот уже Идет Трясутся Спазмы колоссальные При том что Меряют А у него там В три раза ниже Я скажу Слушайте Ну срочно Срочно Давайте Ну кто меня в этом Винит Что я всегда Так где-то Найдите Что я такого Не говорил Я иногда Позволял себе Когда вот такие люди Входя в крайность Вот в такую Что через Б Это все Вот проблема Я говорю Я просто Вот как бы Ну гипер Как бы Гипербола Да Определенно Когда я Просто Замучили этим Просто Видят Не в том В чем надо Проблема Только Исключительно Из-за этого Сотни людей Не дадут Не соврать Которые Вот кому Я говорил Лично Да Вот вчера Я ее просто Желтки яичные Советовал У нее там Ну у нее там И то по нос То это Усвоение Вообще никакого Она худеет Страшно Естественно Естественно Я тоже Я тоже Очень часто Яичные Яичные Желтки Назначаю Причем Очень четко Видно Что кому Они нужны Кому Они нужны Вот Я вот на этом Выступлении Да Я слышал Да Бывает Кого тошнит А бывает Кого слюнки Текут Да Да И вот еще К тому же Вот Ничего тут страшного В этом плане Если вдруг Не дай бог Ну там Мне Я тоже скажу Что если я Вот вдруг Мне придется Или там Я съем Например что-то Я честно Просто скажу Почему я Это Просто чтобы это было Кому-то уроком Для чего-то Все Ничего тут не Скрывать Или как-то Кто-то вот Обвиняет В том Что Это конечно Очень тяжело Слышать Такие вещи Но это Ну как сказать Вот Я бы был негодяем Если я скрывал И что-то не говорил Чтобы только меня Как-то считали Или какой-то Мой имидж Люди Я вот съел Это почему Я помогу Этим советам Людям Почему Что предостеречь Просто Я вот скажу честно Я не проверялся Ни разу на В12 Честно скажу Я Ну вот 7 лет Какая раз Если веган Человек Или сыроед Да Только они варят С точки зрения В12 вообще Вообще То есть наоборот Казалось бы Даже еще и вареное Если мы его не едим Значит мы его не едим Конечно А поскольку оно Как считают Только в животных Слушайте А животные откуда Взяли В своем теле Вот Накопили В12 Вот вы лосей приводили Пример А я про лошадей говорил Посмотрите на лошадь Какая мускулатура Сколько жизненной энергии А теперь возьмем одну вещь Отнимите у лошадей овес И у нее не будет Такой силы И выносливости Только на одной траве Овес Голозерный Был такой француз Он Врач Он Я там Жан там Ну не помню Как их и запомнишь Там всех этих Нури Кури Ладно А Но в то время Несколько столетий назад Продолжительность жизни Во Франции В отличии от России Была действительно низкой Ну все знают уже О гигиене Извините Сортирах За шторами Ну про это уже Мы знаем Какая у них там Цивилизованная Европа была Когда Анна вообще за короля Вот Ярослав Выдал свою дочь За французскую короля Тут Расписаться не мог Так сказать Ну это ладно Вот И короче говоря Вот Он прожил 120 лет У него был уникальный метод Он с овцом разработал Вот с овцом Он делал такие отвар Ну не отвары А настойки Такие своеобразные Настойки И это потом извратили Везде в интернете Отвары Варить У нас все Ну потому что Крыша поехала Все на кисели Там Ну и Слушайте Ну вот Растение накопило Солнечную энергию Перевела в энергию Химических связей Минералы из земли Но варкой Мы разрушаем минералы Часть витаминов Большую Ферменты Это вообще 45 Потому что ферменты Это очень слабые белки Это белки А белки денатурируют Ну белки там Какие белки Если они свернулись Первичная структура Разрушается белка И денатурация Такая называется Необратимой Все Все Жизни нет Ну ДНК Плавится при 70 Все То есть вот И то У людей есть Только потому Я хочу это особо акцентировать Положительные изменения Даже на отварах На этих Просто люди не представляют Какие Гораздо больше На настойках При 60 Больше Полезных веществ Останется И эффект будет сильнее Просто люди это не ощущают К сожалению Но эффект люди получают Лечебный Порой Почему? А потому что И не потому что Остаются какие-то вещества Они очень сильно Трансформированы Продукт несет в себе Не только ту энергию Которая может уйти Несет еще информацию Вот эту как Голографическую То есть она остается Это сложные вещи Для понимания Но современная наука Начинает понимать Вот мы раз Говорили Вот свободный переход Электронов Когда на границе Поверхственного натяжения Воды и воздуха Атмосфера За счет кислорода Действия там Растягиваются И электроны Отрываются За счет высокого натяжения И они переносятся Воздушными массами Эритроциты Например Сейчас уже установлено Крови на 80% Питаются энергией Свободного перехода электронов И бедные те люди Которые в бетонных коробках Вынуждены Одно дело В поле Ты стоишь на просторе И вот это через тебя Проходит Ты питаешься Ты уже вышел Ты есть Не ходит Морской воздух Да-да-да Воздух после грозы Или ты сидишь костер Вот почему На костер можно вечно Вот энергию Это и есть энергия электронов Кстати я еще хочу подчеркнуть Потому что не помню Я это говорил Нет Но можно Вот человек варит Жарит пищу И ты за 5 комнат Чувствуешь Несет Что несет-то? Несет Миллиарды электронов Отрываются Значит в этой пище Осталось на миллиарды Электронов меньше Значит это Свободный радикал Да И была в какой-то книге Такая замечательная фраза Что Понюхайте воздух Когда кто-то готовит Вы почувствуете Этот приятный воздух Вот Поздоровайтесь Это из вашей пищи Улетают все полезные вещества О Поэтому дорогие друзья Почему помогают Картошка вареная Мундири Когда ты закрываешь цветы Для легких Для бронхов И ты дышишь Только потому Что те самые Самые полезные Что называют Самые летучие Самые быстро активные Поэтому они активнее Что они быстрее уходят И быстрее в организме Могут действовать На пользу И быстрее уходят Если ты так сказать Их выгоняешь насильственно Жаркой варкой Они оказывают Самый эфир И те самые хвойные И прочее Ну конечно Поэтому я еще раз говорю Вот почему я призываю Вот что такое здравомыслие В этой беседе Вообще я считаю Что такой формат Даже лучше Вот когда Два человека Ну скажем Не самых глупых Так скажем Например там Ну не идиот По крайней мере Над какой-то темой Рассуждают Один вспомнил Одно Другое И вот в этом Есть некое Я считаю Что вообще Ну оценят это Вот я даже Вопрос к зрителям Если вы оцените Уважаемые друзья Такой формат Встреч Бесед То мы Я думаю Если Михаил Владимирович Будет не против Можно так Периодически Как-то встречаться Потому что Вы знаете Даже вот Первая встреча Она кажется Первым блинкомом Но я считаю Что люди оценят Может быть Она не такая уж и комом Но по крайней мере Даже если и комом То ваши будущие вопросы К нам Мы можем так же Прямо вот к нам Прямо такую страничку Я даже заведу Прямо страничку Вопросы ко мне И к Михаилу Владимировичу И вы пишите А мы будем Какие-то темы Вместе поднимать Потому что Как вот Когда человек Медик Практик Биолог Который там Тоже Имеет Разную практику Мы вместе Так сказать Можем Потом Например Вот Есть идея Например Вообще Устраивать Такие встречи Интересные Потому что Когда ты моно Что-то беседуешь Ты вот вроде Хотел сказать Да забыл Или что-то А тут Один вспомнил Другой что-то перевел Интересно же Это конечно хорошо И для нас Для всех Это только лучше Так что Напишите свои В комментариях К этому ролику Когда вы увидите Что вы об этом думаете Ну а мы посмотрим Почитаем Ну еще немножко Да Еще немножко Я думаю Мы что-нибудь ответим Вообще Вот меня человек спрашивал Один Просил Ну недавно в теме Сейчас я посмотрю Нет Это вот как раз Другое письмо Тоже важно Человек спрашивал Не найду письмо Но так скажу Он говорит Вот я вот новичок в теме Я только вот Я понял Что сыроидение Это правильно Ну я вот Вас услышал Все правильно Да логично Я хочу Но с чего начать Как и что Тут вот Может быть Чуть-чуть Разберем эту тему Как еще Потому что Это конечно Очень много От человека Ребенок одно Еще не имеющий проблем Больших каких-то Взрослый А бабушка В возрасте 80 Это третий вариант Хотя я говорю Были случаи Когда вот бабушка Там под 90 Вот Я вам Расскажу один случай Наши зрители знают Но он очень характерный Да Онежское озеро Люди И вот Сидим мы в компании В такой Парень Бугая Метра два Сила У него На севере поморы Делали ладью Полторы Две тонны Весит Он ее на берег Вот так выталкивает Один Людей по 100 килограмм Вот так весом Таких вот Которые ходить в гору Не могут Он их берет На руках Несет На руках Ну вот Один из тех Это второй человек Жизнеков Я таких богатырей видел Ну у него бабушка И сейчас 90 Вот было 88 И мама Сидим Вот так сидим И они рассказывают Знаете Вот вы Мы все вас прекрасно понимаем Они говорят Почему Давайте мы вам историю расскажем Я говорю Давайте Какую Ну бабушка Вот она в огороде Там активная Все Да живет Ну воздух чистый Огород свой Все Но она любит Сало Жареное Ну можно представить Что с артериями Ну в общем Она хоть и худенькая Потому что конечно И вода уникальная Там вода Вообще Люди дольше живут Только из-за воды Ну И она собственно говоря Так сказать Вот все-таки У нее инсульт Ну Если бы она в городе Я сразу Люди 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 Сразу Если бы она При равных Прочих шкварках Сали Жила бы в городе 60 лет Там 65 Было бы Но у нее 88 Ну и Организм крепкий Выписывается там Через неделю Все Проходит время Второй инсульт И ее хватанул Как лежит Все Ничего уже не я Ест И ее домой умирать Отправили И вот она лежит И не ест А только пьет Но внук Любил бабушку И он как-то Вот такой Он тоже Он уходит Что называется С топором в тайгу Как отец Дед Вот такие И вот о чем Я рассказывал А он ей Прям Из Орнежеского озера Ну не с середины Но далеко Отплывал Банку там Пускал на глубину Но в общем Он ей Вот эту уникальную Воду живую Там шунгитовая Там все Ну вот это Нулевой Жилоскостью Так Так И он эти Эту воду Ее поил Много Поил 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 И они говорят Вот вы не поверите Я бы я как раз Вот верю На Никто Вот Тридцатый Или сороковой День Я боюсь Вот так Сороковой По-моему Из нее Извините Изо всех щелей Зеленый Гной И это Изо всех И она Через два дня Поскочила В огород Пошла Понятя Вот это Из жизни Реальный Вот о чем Вот то что Огоня Вот это Вот Чистка Типичная Здоровая Организация Подержал Поголодал Но я То есть Это бабушка Она еще Поэтому когда Люди говорят Вот согласитесь Со мной Да что Такие глупости Вот мой дед Пил Курил Там 95 лет И говорю Ну значит Ты идиот Если Ты к чему Это говоришь Что типа Я Ну значит Пей и кури Да ты И пятидесяти Не проживешь Какой там Пятьдесят Я на такие Понимаете Примеры Всегда спрашиваю А дед Где родился В Москве Да в центре Москвы Родители у него Тоже москвичи Питался селедкой С формалином И этого Да 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 Так что давайте разберем Откуда у нас бабушка Которая сто лет прожила родом Если бы та бабушка Сейчас перешла бы Кстати вот эти бабушки Есть Вот есть единицы Переходят на сыроедение Да они легко переходят То есть у них другой организм Они как бы сказать Тем более с той воды С тех Она всю жизнь и так ела Помидоры Ну не помидоры А репу она ела У них ресурсы Слушайте Потрясающие Вот если она перейдет на сыроедение Да Вот Ну она еще 20 лет проживет 30 там То есть вот Ну вот Я вот Я приводил Многих у меня тут книги нет Но вот Каненков Известный скульптор Вот уникальный Ну вот легенда Да В 90 он с Шейшель прожил Но прадед его 110 Это в каждой деревне были такие Кто жил Он Он в 105 ходил С мешком дров на плечах Савойской Перевязывал и шел Еще за ребятами бегал Играл с ними Как же мы измельчали Да И умом И физически Эрит приводил Прекрасный пример Того что И это Эрит Который 100 лет назад Писал свои труды Он рассказывает Что приезжает семья в город И она рождается Во втором В третьем В третьем В четвертом поколении Точно И если к этой крови Не подмешивается Вот снова Приехавшая Из села Из деревни Образ жизни Труд Связь с землей Ведь это же не просто Вот это 8,6 герц У нас совершенно Другие Вокруг Другие электромагнитные поля Ну это же формирует Ведь на клетку На воду в клетке Влияют электромагнитные поля То есть Это факторы Тоже надо учитывать Их много Вай-фай Это страшная Разрушающая Телефон Прививки Детцы Это же Когда вводят Формалин в организм Когда вводят Силикат алюминия С помощью прививок Ну вот БЦЖ То есть Вот Если мы уберем Все эти факторы И поэтому Глупый человек Он скажет Вот это из-за экологии Все Все из-за экологии Ну так Ну жречок Ну о чем-то Я вообще говорил Эта фраза Она обычно говорит о том Что человек просто Делать ничего не хочет И он пытается Оправдывает этим Ну это же экология Я с ней сделать Ничего не могу Он пытается так дешево Себя обмануть Да Давайте дальше Да И как же человеку Вот он спрашивает Как мне перейти Вот на сыроедие Но в принципе Давайте картину возьмем такую Достаточно молодой До 30 лет человек Не сильно больной Ну Более-менее Все нормально Вот как можно ему Какой бы вы совет Или советы Или вот как вот можно Что бы Ну собственно Об этом и так Постоянно приходится говорить Вот То есть На мой взгляд Первый шаг здесь Это просто честный Подробный анализ Своего рациона За последнее время Потому что для меня Самое главное Вот ко мне приходят люди Постоянно для составления Программы Да вот как вы работаете С людьми И мне нужно Выяснить две вещи В основном Это состояние здоровья На протяжении всей жизни Как человек себя чувствовал Какие болезни были Какое было здоровье А сюда же к здоровью Очень часто относятся И физические нагрузки И закаливающие процедуры Ну если тут все Вот это здоровье Для меня Вот И второе Это питание Тоже на протяжении всей жизни Потому что одно дело Когда мы имеем там Сельского человека Который и так Наполовину всю жизнь Этой питается Дышит тем воздухом Дышит воздухом Пьет воду Чисто А другое дело Мы имеем городского Такого Стандартного жителя Который там Третьего поколения Да Который там за компьютером Целый день Три раза в день В Макдональдс Вот И стандартное питание Это же разные вещи Поэтому начинается Все это с анализа Того Что мы имеем На сегодняшний день Вот Понятно Что и того И того Может на сегодняшний день Пока еще сильно Ничего не болеть Хотя скорее всего Если ко мне приходит Наверное уже что-то болит Ну да Вот Допустим Даже если ничего не болит То все равно Значит Ну Скоро заболит Вот Поэтому надо просто Разобраться Аж какое было питание В зависимости от того Какое оно было То есть постепенно Его смещать Ну то есть можно сказать Человеку так То есть ел Макдональдс Убирай первым делом Самое страшное Попсихолу Макдональдс Первым делом Надо убирать Конечно самые вредные вещи И менять их Именно на полезные То есть вот В чем ошибка Многих вегетарианцев Например Они убирают мясо Если там мясо, рыбу Вот все продукты Убийства Убрали мясо, рыбу Но поменяли их на что? На макароны На сладкое На пирожки Как я обычно говорю Шучу Поменяли гипертонию Инфаркт на диабет Ну да Потому что В общем-то Здоровье их от этого Точно не улучшается Абсолютно Вот Поэтому менять нужно Был один рацион А полностью менять его На другой Который он вообще не знает То есть если человек Например ел в день Полкилограмма мяса То Так сказать Конечно Ему просто надо Убрать мясо Но оставить Например рыбу Скорее всего Не убрать А урезать это мясо Сначала можно уменьшить Урезать Потом он может оставить До полкилова в месяц Ну да Или рыбу оставить Ну в принципе Он оставит рыбу И постепенно Если он И морально Духовно И так сказать Дозрел И он постепенно Уйдет Конечно Плюс начать очищаться Начать очищаться Естественно организм загрязненный Это очищение Она ускорит этот процесс Если он реально заинтересован Очищение от работы Если он в этой работе Не заинтересован Значит Это работа над собой Вот А в принципе Мотивация недостаточная Тогда еще надо подумать Надо ли Как сильно организм Вот смотрите Куда он девает Вот эти яды Вот эти там Шлаки Токсины Ну понятно Вот очень хорошо Сказали шашлаки Могут быть там В виде так сказать Кристаллов Причем кстати Урата кристалл Мочевая кислота Кристалл Распад вот этих Нуклеиновых кислот ДНК Это как раз Это конечно Да Это форма Да Минералы Так сказать Разные по типу Содержания По структуре Химическому составу Конечно Да Сульфация Вот Это да Но Что еще я хочу сказать Некоторые минералы Легко можно растворить Некоторые очень сложно Тут нужно Поэтому конечно Очень методики Типы Ну что там говорить Разве можно сказать Что морец не прав Что там Яблочный сок Он вот так сказать Растворяется На то что не может Черная редька Черная редька Сок Он растворяет камни В желчном пузыре Очень хорошо Природа нам все дала И потом опять Таких Кто-то говорит Ну не совсем корректно Что я вот Коралл Понимаете Уважаемые друзья Вот я Безусловно Я сделаю с Ольгой Алексеем Такой репортаж И все вопросы Отвечу по кораллому клубу У кого есть сомнения В чем-то Какие-то Это объективно Да Нужно разобраться Но Если например Вот вам нужно Почистить печень Прекрасное средство Природа создала Артишок Вот если он есть У вас живой артишок В блендер киньте его Так сказать Зеленый В салат В коктейль Это прекрасное средство Ну нету у вас Например Зима Купить нету Где возможности Ну возьмите Артишок Уже в порошке Так сказать Высушенный При морозе То есть там он не убитый В принципе Ну там есть потери Определённых питательных веществ Конечно есть Но он работает Или там что-то Или хлорелла Ну что такое хлорелла Это что биодобавка Это водоросль В принципе Да хлорелла То есть я Вот я например Вот мои дети хлореллу едят Я скажу Во-первых Вот кстати хлорелла Мы говорим Вот очень хорошо сказали Что витамины Не в чистом виде Вот бета-каротин Но он витамина Должен еще перейти Правда Это не так просто Про витамины Да По классике А хлорелли Чистые витамина Понимаете То есть Одноклеточные водоросли Это уникальные организмы Которые самодостаточные Которые в принт Они содержат B12 Кстати Вот многие говорят Это не тот B12 Слушайте Организм тот сделает Вот Он не тот Но он тот Понимаете Если есть проблема Она Хоть ты мясо Жири У тебя будет нехватка B12 И есть такие люди Конечно есть То есть Поэтому Но поймите друзья Что какой Тогда есть витамины Которые остаются Сохранены Вот Понимаете Кобальт Вообще Минерал Ладно Не будем сейчас Биохимию Это мы иначе Далеко уйдем Короче говоря Всему есть причины и следствия Вот Если человек А я вот делаю как Например Вот мне пишут А я вот Такие бумажки Тоже Ну это как Не то что делешь Опытом А вот да Например Вот человек какой-нибудь Я Такой-то человек Я говорю Например Так Ну возраст Рост Вес Мы смотрим Уже какой-то Потом Мама Чем питалась мама Выносила она Доношенный ребенок Тоже от этого многое зависит Определенность Значит Доношенный ребенок Не донош То есть Вообще надо идти Как говорится в идеале Если смотря какие вещи Вообще даже от мамы Как питалась Молоко Своё было Нет Перешли на молочные смеси Когда Почему Были ли в детстве Ангины были Потому что От ангины Ревматизм Почки страдают Ну понятно Все это идет Что проверялись Смотрим Есть проблемы Которые явно указывают Там на грибки Что вот Кандида Кандидоз Так сказать Прочее А выделение Значит мы смотрим Значит Вирусы А вот есть Ахламидии Так сказать И прочее Потому что Это же все Женские болезни Ну согласитесь Да Столько связано С вирусами И так сказать Очень много И нельзя же Это так сказать Это уже Частные нюансы Конечно человек Просто простой В этом не разберется Но это И не нужно Каждому все это знать Другой вопрос Что Когда говорит человек Вот я перехожу Вот в принципе Мне не проблема Я не ощущаю Какого-то диска Бывают люди Пишут Мне один написал В чат Вообще Ягод Три с половиной года Сыроед Я перешел в раз И у меня не было Очень никаких проблем Ну я таких Тоже много могу показать Примеров Да Действительно бывает Такое Бывает Но это совсем не значит Что вот мы Сто человек таких Найдем Возьмем сто первого И пообещаем У него будет так А один вообще Будет лежать Загибаться Без энергии Без сил И хорошо Если жив останется Да Поэтому Тут надо сказать так Что человек должен По мере того Как он Если он первый У него должно быть Точная психологическая Как бы установка То есть он должен быть Уверен Что он правильно поступает То есть он Он понял Что это правильная Система питания Он понял Что это мое Мое родное Я действительно так хочу жить Это пол дела Морально-психологический климат Вот я считаю Это очень важная вещь Потом он себе говорит Ну как бы Он начинает питаться Перехать Он видит Что вроде Ему нормально Хорошо Комфортно Ну слава богу То есть там Он может корректировать Смотри Если же человек видит У него проблемы Он сильно начал худеть Например А он и так был Не очень Так сказать Вот я был всегда Сейчас скажу Минус Называть не будем Минус сто десять Да Ну стал Минус сто двенадцать То есть я не стал Я на три килограмма Только вот Меньше стал Чем был На строении И у меня все То есть вот он стабильный вес Все так сказать И у меня не было Как раз я к той группе Что у меня проблем никаких не было То есть там мне вот Не приходилось Так сказать Я знаю Что есть определенные Почиститься надо И сам это говорю И про печень Там я прекрасно понимаю Что есть определенные вещи Которые стоят Ну ладно Там лень Чего уж там говорить Там Она берет свою Там образ жизни Тот тоже не идеальный Мне сколько за компьютером Приходится сидеть Это же вот Я только вот Чтобы вот Когда мне все Это я вот По восемнадцать часов Чтоб только сотням людей Отвечать Ну как это Ну даже не то Что за компьютер А просто сидеть приходит Да просто сидеть Я конечно бегу Я когда вот Я не могу Я человек по натуре холерик Я не могу Медленно Я вот бегу Я вот тоже Вот так вот Все вот быстро Там ящики таскаю Я сам с радостью бы Жил только на земле Только Вот что я хочу Я почему в Пушкинские горы Хочу ехать Чтобы немножко Конечно Все это будет Ну чуть может реже Но для меня Наслаждение С землей возиться Заниматься Сажать что-то Моя жена тоже Мы ехали Морковку посадишь Ты радуешься Слушайте Для воспитания детей Ничем не воспитаешь Так человека Я хочу сказать К любовью к родине К земле Вот это невозможно Если ты не воспитаешь Вот меня дед Вот знаете Вот Мой дедушка один Он Вот с таких вот Возраст Все время мы были Летом в деревне И мы с ним Начиная с весны Сажали Огород Собирали Я вот В лес ходил Он меня учил всему То есть И вот это Зародил тот стержень Я вот это Вспоминаю Как какое-то блаженство Как то Что мне дало Любовь к природе Вот это Это стержень Закладывают в ребенке И человек уже вырастет Но будет тоньше чувствовать Я вот смотрел Вот эти фильмы О войне Ну советские Нормальные Не вот это Что сейчас А вот те Где пронизаны Вот этой вот Духом народным Объединением Да Вот лучшими Я У меня Душа была чистая Открытая Я вот Я пережил Я плакал Я стою Я как бы Переживал с героями Я жил Вот этой И фильмы были И другие Они воспитывали Лучшие качества Человеки Что значит Сердце открытое Вот Вот видите Оно черств Вот ребенка Надо в себе Сохранить Это правда Правы те Кто говорит Что вот ребенка Если не сохранить Это на Вот некоторые Распишут Вы ребенок Ну вот есть Ну прям Ну чувствуют Люди Видят Что вот это Вот чувство Ну вот обостренное Вот оно Вот это Это хорошо Я считаю Потому что Иначе человек черствый Если он душой будет черствым Он уже покойник Можно сказать Человек в душе Потому что он А ради чего Ведь мы же живем Не чтобы жрать Мы живем Мы едим Вот для чего сыроедения Я считаю Дано человеку Чтобы у него было Больше возможностей В том числе жизни По продолжительности По качеству Чтобы человек Бог мог Уделить внимание Развитие духовности своей Конечно Конечно Вот это для меня Я думаю У вас тоже Да У меня Я всегда говорю Что сыроедение Это в первую очередь Это высочайшего уровня Духовная практика Практика духовная Вот И на самом деле Оно не единственное Не уникальное В этом смысле Там голодание Малоедение Они в общем В чем-то сходны Но любая духовная практика Она всегда так или иначе Связана с ограничением В пище С ограничением В общении С другими людьми К тому же Что мы едим Это ведь несет Вот если человек ест Ведь понимаете Трупы животных Он несет Вот эту эманацию смерти Вот информацию Малограмму Вот эту И человек Он обречен Вот онкология Вообще Конечно Это конечный продукт Это конечная стадия Нарушения Деления Клеток Вот этого метоза Бесполого деления Клеток Когда От деления К делению Когда теломеры Делятся Веретерное деление Дальше ДНК Клетка удваивается Репликация Вот это все Там интерфаза Прочее Не будем все это говорить Так все происходит Научно И две клетки Из одной С полным набором Но Информация От деления К делению Накапливаются Там ошибки При том Когда ошибок Много определенных Генно-геномных Разных Значит И факторы Яды Которые действуют Они Меняют Это деление Нарушения Цитоплазмы Ведь тоже В цитоплазме Вот эти Кауцерваты Так называемые Вот эти яды Которые Дегидрированные В виде Почти нерастворимых Кристаллов Таких Или Их клетки Их когда много Становится Уже клетки пропадают А они Гнойные Так называемые Полости Любые Где много гноя Раковая клетка Их старается Изолировать От других тканей То есть Она их Как бы На них поедает Причем Я сразу Раковым больным Общие советы Любым человеку Никакого сладкого Раковые клетки Питаются глюкозой В разы Вот знаете Сладкого в смысле Сахара Вообще никакого То есть Вообще Даже фруктов Вот с раковым Больным Даже фруктов Нет Нет Даже нет Потому что Вот есть такой метод Определения Стопроцентный Вот Вот уже Микронные Несколько клеток Раковых Человеку дают Глюкозу Раствор И Не цезия Ну в общем Радиактивный элемент Слабый Облучай Он выпивает Теплый Вот это все Сладкий раствор И потом его светит В определенном Значит И видят точки Вот эти все Которые Потому что Глюкозу Прям раковая клетка В разы В десятки раз Притягивает Вот так вот А фруктозу Да 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 Все равно То есть Вот поэтому Вот именно Этому человеку Вот он Тут уже Полисахариды Но Какие Которые содержат Фруктозу Но они долго Ботат Так сказать Вот Топинамбур Но Ни глюкозу Ни фруктозу Ни тем более Не дай бог Сахарозу Синтетический сахар Там Да Там Тем более Я уж не говорю Про спартан Там И вот И вот человек Что Это первое Второе Витамин 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 Это уникальный Мало кто его Вообще знает В 12 Вроде потолок Нет Это витамин Который Он Разрушает То есть Он разрушает Развитие раковой клетки Это вообще Поэтому были Целые исследования Абсолютно Доказанные Практикой Подтвержденные На пациентов Еще интересная тема То есть Это вот Второй Я всегда говорю А он где Косточки яблок В семечках И абрикосовых Вот почему Племя хунзи Ни одного Случая рака Они прям Их едят Они колят Их потом И едят Огромных колебель Ни одного До сих пор Хотя сейчас Уже они меньше Живут чем раньше Гораздо меньше Нам медицина Внесла Прелести Свои Там прививки Все Они же Обязательно Мы же пришли Вас Так сказать Отсчастливее Спасать Ну счастливее Пришли Но это Европейцы Образованные Которые гниют Там в 50 лет Умирали уже Так сказать Они пришли И счастливее Диких варваров Племен Которые в 120 лет Детей имели И в Амазонке Племена такие есть И вообще Годов своих не считали Они вообще Да То есть как бы Болезни не было Ну как в природе У диких животных Которые как вот жили Ну слушай Ну вот Геному там Вечные Миллиарды лет Вот животные Копии своих Так сказать Пап-мам Вот Животные Каждое Ожирение Вот смотришь На миллионы И вот человек Такой великий Обуздал природу Да он мозги свои Не обуздал Вот это вот Самое То есть это Ни совесть Ни мозги Таскать Ни разум Вот Шик по развитию Цивилизации Страшивать Да То есть мы Как казалось бы Да Ну что же нам Теперь там Вот вернуться Таскать В родовой общинный строй Вообще Вообще Это было бы неплохо Честно говоря Вот честно говоря Таскать Я Ну Я понимаю Конечно Я понимаю Ну Слушайте Но ведь это не дело Говори А что я могу сделать Да много чем Ты можешь все сделать Человек Потому что человек Может сделать все Если он меру понимания Найдет Мотивацию Если он вообще Понимает для чего А вообще действительно Сроедение Это путь Это один из методов Это один из шагов Действительно Для того Чтобы Вот для чего Дольше жить Ну просто Просто больше Просто поесть Наслаждения Получить Каких Нет Дольше жить Для того Чтобы ты мог Больше хороших Каких-то дел сделать Ославить след Там Какой-то Благодарный Потом Чтобы развить Свою духовную Свою Живатмус свою, так сказать, душу развить, вот это вот, а для этого, конечно, чем человек, вот если человек больше проживёт в физическом теле, то ему будет больше возможности заодно воплощения, больше, так сказать, это всё понятно. То, что называется исполнением своего предназначения. Конечно, это можно растянуть на 10 жизней, можно тут сделать, натворить, как говорится, дел, и потом, знаете как, мудрис какая восточная, да, что нынешняя жизнь есть следствие прошлой и причина будущей, да, гениально, правда, то есть, вот так оно и есть. Так, хочу зачитать вот такое письмо, да, ну, конечно, люди пишут, значит, мы, ну, давайте попробуем разобрать, про девочку речь тоже вроде бы, сейчас, мы с мужем из Омска и, значит, очень хорошо знакомы со многими вашими, так сказать, ну, понятно. Так, меня зовут Анстай, моей дочке один год и месяц, год и месяц. Её вес 7,2 килограмма, рост 75, врачи ставят вторую степень гипотрофии и практически настаивают на госпитализации искусственного питания. Она действительно заметно отстаёт от сверстников, физических показателей, в том числе даже сыроедов, которым нам довелось провести это лето в Крыму. Ну, была у меня интересная статья, кстати, посмотрите, об исследовании в Крыму, там по гемосканированию было 84 человека прошли, очень интересные данные. Да, интересные. Там по 5 лет есть сыроед, по 7 тоже, вот, говорит, нету таких там кто-то, говорит, ну, слушайте, ну, подождите, ну, вот, а Данилиан, который уже 50 какого-то года там, ну, как из лагерей пришёл, а Сарксиан 40 лет, ну, ладно, Бог с ними, так сказать, а вот, говорит, я, знаете, у меня есть знакомые на Рублёвке, они, вот, у них есть знакомая, она сейчас, я вот узнавал, к сожалению, уже не работает в этом, ну, как сказать, салон красоты, там вот, ну, одна женщина, она ходила туда 10 лет, там работала женщина, которая, значит, ведь как интересно психология устроена, вот, пока я не стал про сыроедение, про это говорить, они, вокруг мы всё видим, но не замечаем порой, и вот потом она, разговорились, как-то это энергетически получается, и она говорит, а знаешь, вот, а они 10 лет знают, и оказалось, она сыроедка, директор этого салона, причём, ну, наёмный директор, женщина, как она стала сыроедкой, она больше 10 лет сыроедкой полной, а у неё 4 стадия рака была, она умирать домой, её врачи как водятся, правилю, как положено, вот, и она поверила, и как за последнюю надежду, кстати, я вот тут хочу сказать, что вот в этом случае, по моей практике, очень много таких случаев, когда человек, вот, когда уже всё, вот уже всё, и он резко переходит на сыроедение, вот всё, с огромной жаждой, надеждой, вот этой, вот, на 2-3 сока, морковный, там, свекольный, и вот буквально там что-то ещё, и он вылечивается, и вот она не только вылечилась, и в помине ничего не осталось, ну, больше, а она говорит, а меня, как женщина, другое, поразило, то есть, её даже не то, что поразило, как, что она от рака, последний, как она выглядит, она говорит, на 15 лет моложе других сверстниц, и вот, понимаете, я к чему, то есть, а я такую бабушку одну знаю, то есть, вот, я говорю, надо бы снять, вот, ну, не хотят, люди, как бы сказать, вот, пенсии, ну, не хотят, вот, они, я говорю, ну, найдите сейчас мне, а то некоторые говорят, вот, таких нет, господи, боже мой, вот, уши мшика даже спросить, ну, так, ну, ладно, там скажет, кто-то, он сказочник, хотя нет, на самом деле, просто мы не всё то, что есть, можем видеть и правильно понимать, ну, хорошо, есть такие люди, я вот хочу очень с такими людьми, найдём мы таких людей, найдём, и мы сделаем с ними тоже и репортаж, вообще, очень будет интересно собраться, такой круглый стол, может быть, и к такому, да, потому что, действительно, судьбу человека, если кто-то захочет открыться, вот, об этом, правда, это будет очень интересно, вот, таких людей, как раз, да, и нужно показывать, потому что, действительно, сейчас уже бытует мнение очень широкое, вот, вот, Виктория Бутенко недавно начала этот разговор, вот, о том, что, да, не бывает вообще здоровых сыроедов, счастливых сыроедов, даже за глупость, да, либо они болеют, либо они, это, не сыроеды. Я поясню, когда сыроед называет себя сыроедом, нет, ну, понятно, он вроде бы сыроед, да, но он ест, вот, как сказать, орешки протёртые, смешанные, и, в общем, 25 ингредиентов. Угу, пиццы. Ну, это, это, в общем-то, конечно, сыроедение, это когда он радуется вот этому яблоку сорванному, выращенному у себя, ну, это в идеале, я говорю, да, и вот этот человек, или вот, вот, как вот эти, почему вот эти женщины, ведь доказанных, ну, извините, National Geographic проверяла, там, то есть, вот всё это, они официально, вот эти, которым, там, она 60, там, она восьмого года сыроедка, ну, она 63-м веганкой стала, а потом, ну, вот эта чёрная, ей 75, у сыновьян за 50, она выглядит 40 лет, девочка просто, или вот эта белая тоже, вот, тоже 75, и шикарно выглядит, просто, ну, я просто поражен, я не помню, как, вот, нем, немка, по-моему. Они берут, сорвают, едят, они выращивают с любовью своими руками, они, там есть нюансы определенные, каждый такой нюанс, он живой праана, они выращивают, они вкладывают душ, обратная связь идёт, семечки под языком, вот есть такой, под языком, то есть, это всё настройка на волну, тебе, на твои нужды, то есть, это вот говорят кто-то, а, это уже вообще там, нет, это, это, ну, да, ну, это просто те же законы природы, которые мы вроде бы ещё не можем объяснить научно, они лишь эмпирические, то есть, вот, чисто, ну, это получается, вот, и говорят, нету, как они-то есть, ну, слушайте, ну, вот это, поэтому, вот тот йог, очень радостный дедушка, честно скажу, вот, который 104 в сыроед, вот, можно в Индию, да, а я к чему про Индию начал, тут медицина-то у них, ну, понятно, вот, важная вещь, взяли они одного, который не ест, там, 75 лет, ну, не ест, вообще, он пранаян, да, вот, его, так сказать, исследовали, они, они вы полностью изолировали, вот, а не как вот, вот эту женщину из Австралии, я не знаю, там, честно, нечестно, говорят, вот, подделки, я не знаю, джаз, джаз, да, 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 я не знаю, может, и не получилось, может, все может, все может быть, но вот этого, когда там 20 профессоров, когда его просто, вот, просто взяли, они вот, вот так руками, но они-то не так шокированы, они все-таки понимают, все-таки немножко, что мир не только физический, да, и, а потом, вот меня как-то на конгресс пранаедов пригласили, вот, не смотрели там, ой, слушай, а я там, да, и она международная, с переводчиком, мы вот туда, но все страны, а я рассказывал, понимаете, я объяснил, свободный переход электронных есть, есть, то есть, когда мы говорят пранаеды, это не значит, что тут чудо, смотрите, азотофиксирующие бактерии в толстом киеве, ну, если человек вообще чистый, как, как говорится, слезинка, ну, понятно, уж они-то тут, работает, работает, свободный азот фиксируется, да, печень имеет способность, ведь печень, она, вот, старые клетки мертвые в кровь, часть, постом, и она разбирая, она синтезирует, а, во-первых, печень синтезирует белки, многие плазмы крови, все печень синтезирует, она синтезирует белки. Второе, печень разбирает белки, вопрос, мы чё, дегенераты нет, печень, значит, может из разобранных собрать? Может, может, и поэтому всего лишь 5% примерно белков нужно как бы извне, ну, потому что тратится на ферменты, причём я уверен, что 5% это даже вот, ну, более-менее, а если человек уже вот, ну, действительно, горст снытий, вот, и так далее, то ему нет нужды тратить огромное количество своих белков, то есть ферментов, там, витаминов на процессы переваривания, там, это, потому что, там, аутолиз, ну, понимаете, да ему ещё меньше, возможно, надо, и вот люди живут, а вот эти, там, процент он усваивает за счёт акзотофиксирующих бактерий, то есть, я говорю, всему есть объяснение, но не всё мы знаем, но есть факты, и есть пранаеды, есть мошенники средних? Есть, но есть честные, конечно, есть, конечно, есть. Нельзя же за мошенников ставить крест сразу на всём явлении целиком. Правильно, поэтому вот, совершенно верно, ну, дальше пишут, значит, вот дочка, врачи ставят второй степень гибридной, в том числе, так, и вот, значит, в Крыму, но интеллектуальные способности на должном уровне внешнего, физиологии, движения, рефлексы в норме, вроде всё, значит, налицо явное сравнение, недоразвитие мышечной массы. При этом мы ходим активно, бодрые, веселые, но окружающие мы, как бы не старались быть уверенными в своём правильном питании, обеспокоены относительно развития, ибо в природе замечена и эта данность, что у всех видов дети, детёныши в возрасте до года имеют практически одинаковую тенденцию по развитию, темпам, прироста, ну, а уж после года сказывается влияние генов родителей, под, ну, значит, подвида и прочее. Данные, ну, это они мысли, данный период развития у ребёнка физиологически является ключевым, ну, то есть начальный этап, да, ну, мы всей семьёй сараедить стараемся на 80%, ну, тоже люди на 80%. Ну, разумно. Да, остальное 20% включается по рекомендации, ну, Агонян, там, бутаковый, например, сырые желтки, сметана, там, запариваем иногда овощи, гречку, ну, то есть, в принципе, мясо не едим давно, за год до беременности, ну, тоже очень хорошо. Значит, исключили продукты с глютеном, там, грибками и прочее, там, проводим периодически антипаразитарные мероприятия, готовим свою воду, голодаем, готовимся уже к чисткам печени, помориться, тут прекрасно, значит, помогаем себе продуктами кораллового клуба, ну, там, так, грудью кормила до 9,5 месяцев, так как я решила, что моё молоко приносит вред в плане моей зашлакованности во время кормления, несколько раз голодала по Агонян по 5-7 дней. У ребёнка сразу после рождения был аллергический дерматит на щеках под коленами, как раз, может быть, вот и зря голодала, при том, когда ребёнок, потому что... Возможно. Да, но как убрала грудь, всё прошло, так это и понятно, она чистилась, а грудь у нас, вот лимфы, самые крупные лимфоузлы грудные, лёгкие на треть внизу, действительно, в гное, и вот оно, молоко, так сказать, там же вот эти... Легко всё туда попадает, да, мне вот как раз не нравится идти никаких чисток во время кормления, так что во время беременности. Я бы даже сказал, ну да, ну какие-то один день поголодать можно из семи, там, например, во время... Если опыта нет, я бы даже этого... И то, во время беременности, а не во время кормления. Когда кормление, тут вот, так сказать, ну ладно, читаем дальше. Значит, пару раз у неё были сопли, температура, но за 3-4 дня справлялись с помощью клизм, питания, отказа от пищи, ну, отлично. Сейчас беспокоит, собственно, недобор веса. Возможно, по двум причинам, то есть они вот предполагают, молодцы, анализируют. Вот я вот к чему призываю, правда, ведь это здорово, когда люди вот это всё сами думают. Думают, думают активно. Изучают труды разных людей. Молодцы, я прям... Вот это идеально так каждый должен, они просто берут, выписывают. Вот ты что-то забудешь, да, что было позавчера, ну невозможно, что... А тут ты свои наблюдения... Это очень полезно порой писать, чтобы это осталось на потом. Это признак аналитического склада, думаю. Это вообще правильный подход к жизни. Так, значит, пишет. Сейчас беспокоит, собственно, недорогие. Не усвоение продуктов, съеденная кусочками пищи, в каком виде зашла, в таком выходит. Это обычно, знаете, очень многие пишут про гречку зелёную вообще. А она, в принципе, не должна усваиваться, поэтому это нормально. Да, то есть одно дело, когда проростки, и вот проростки – это другое дело. Не, не жаль. Перемалывать в блендере без этого не усваивается. Да, да, ну не может, во-первых, ребёнка-то не заставишь, если даже... Жевать ребёнок не будет, а если проглатывать, она выходит наружу. Соответственно. Ну это, извините, как семечки, взять калинус, есть как вошли семечки. Ты хоть там... У семечка задача такая, задача – в землю попасть и вырасти. Совершенно верно, да. Мы не птички. Хотя очень многие семечки содержат просто уникальные вещества. Например, всем известно, ну не всем, ну вот уже, что семинары старопшицы содержат в своём составе такие вещества, которые являются единственными в мире официально наукой медицины, призванные самым сильным на свете гиперпротекторным средством. Восстанавливает клетки оригинальной печени. В ЦКБ было проведено исследование, когда обычным людям, наряду с химическими препаратами при гепатите С, и, конечно же, паровыми котлетами, но вот при равных прочих давали при определённой методике 10-дневные пророщенные семена расторопшицы. Поштучно считали, то есть там целая методика есть. Через год сняли болезнь гепатит С, официальная медицина. Это что? Гепатит С, понимаете, что это такое? Которая неизвечена. И когда люди говорят, а я скажу, если бы они были, если бы они исключили паровые котлетки, если бы они добавили, понимаете, там, зелёный коктейль, то есть... Ну, сочетание здорового питания, очищенный организм. Значит, через три месяца у кого-то через четыре. То есть, ну, это же логично. Даже люди, которые, да, мы-то знаем, что такое мя... Кто-то скажет, а вот мой дед опять там насчёт глупости. Я говорю, слушайте, давайте так, давайте мы будем понимать, что белок есть антиген. Вот как попал в организм вирус, он состоит из чужеродного белка. Нет таких кодов анти... То есть, иммунная система определяет как антиген. Выделяет антитела, поглощает, убивает и образуется гной в организме. Неважно, какой белок чужеродный попал. Наш организм, он свои белки синтезирует. Мы, даже любой белок, попавший в организм, любой вообще белок, любой вообще растительный, там, лёгкий, сложный, высокомолекулярный, он должен разобраться до аминокислот. И только аминокислоты, это вот то второе, что заклинивает вот этого Дениса. Он не понимает, что нам не белки нужны. Он цепляется такой моей фразой, что я идиот, что я говорю, белки не нужны. Я говорю, нужны аминокислоты. Ну, потому что из аминокислот будут синтезироваться... То есть, нам надо разобрать. На разбор белков нужна энергия, ферменты, там, т.з. Аминокислоты, как кирпичики, только организм знает, в какой группе тканей, органов, в данный момент, что нужно. Никакой учёный никогда в жизни тысячу лет про это не будет знать этого. Это вообще невозможно. Получается. Нелогично. Да. А природа умеет... Но для них нужны аминокислоты. А если пища легко усвоится, значит, только плюсы будут человеку. Сложно, значит... Ну, дальше... Итак, анализы. Вот. Вот что дальше интересно. Врачи бьют тревогу. Но мы практически к ним не ходим, так как единственное, что они нам могут порекомендовать, это давать творог и мясо. Ну, собственно, они так и рекомендуют. Сдавали анализы, нашли лямбли. О! О! Дорогие друзья, вот про что я говорю вам. И когда есть люди, которые... Вы знаете, как... Я вот когда врач... Вот если когда врач... Ладно, там, Вася, Петя. Но когда врач, вроде квалифицированный, начинает говорить, что тема паразитовая. Вообще высосано чуть ли... Там преувеличено, там, в разы. Мне так хочется привести, вот... Вот, ну, не знаю, многие просто морду бы за это родители набили, когда они чуть ли не потеряли детей за счет этого. Вот просто, понимаете, вот... Нет, а я зачитаю даже интересную штуку сейчас. Ладно, это ладно. И вот они пишут лямбли. А что такое лямбли? Это, конечно, не паразиты, это простейшие. Ну, паразиты в смысле паразиты. Потому что паразитируют как бы, да? Ну, это простейшие. Типа как цидии, как инфузории. Ну, там, понятно. Лямбли, они... Сложно заразиться лямблиями. При плюс 10 градусов они есть в любом источнике воды. В любом. Вот, вот, в колодце есть. Вот вы выпейте водичку, и вы за... Другой вопрос там. Значит, вот если вы съедите это с килограмм мяса, то желудок, он... Вот, то есть, вы получите лямблию. Другой вопрос, вы просто выпили, а вы, так сказать, вот потом через 3 часа поели, может быть, и она и погибнет. Может быть. Но, почему-то все, когда первое, второе и компот, то она не погибнет. И вот лямблия попадает. Значит, я скажу, что больше 50% случаев. Вот даже совет, я извиняюсь, могу такой дать. Ну, просто вот если у человека аниме и железодефицитное, там, да, первое, на что надо проверяться, на лямблии. Вот просто, вот одна... Там еще, правда, и аскориды, потому что она выпивает кровь, питается просто кровью, и одна аскорид, там, 30 миллилитров может выпить за сутки. Извините меня, если 20, ну, вы поняли, да? Лямблии, это вот первое, на что, ну, в том числе, аскорид, надо проверяться, если есть железодефицитное аниме. Говорят, мясо, да ты хоть железо прям лопату соси, железную, да? У тебя все равно, так сказать, мозгов-то не прибавится, а сути никакой. Хоть ты печень там, если в корову влезь. Вот, ну, потому что, если причина в лямблии, и вот, читаем дальше. Прошли антипаразитарку на стойку трав, там, номер 7, ну, есть такая в Кораллон Клубе, неважно. Я всегда говорю параллельно, потому что я понимаю, что не все... Я честно поступаю, я говорю, как, вы выбирайте для себя, вот первый путь, вариант, вот второй. Второй путь – это травы, такие-то, такие-то, такие-то травы. Ну, и коренья, там, чага, вот, кстати. Кстати, я могу сказать, я вот обещал, дам рекомендации, ну, вот, которые я, значит... Вот гарантированно, вот гарантированно. Вот, знаете, что есть полипоз, да, полипов, например, в тонком кишечнике. Кровь там уже идёт, всё, значит... Ну, хирурги удаляют метр-полтора прямой кишечнике, тонкой кишечнике. Да. Вот есть комбина... Просто чага, не факт, просто... Траву забыл, ладно, неважно. Просто там это, не факт. Но я вот гарантированно говорю, если совместить определённую первую, вторую, третью, что я даю, комбинации методик, три недели, месяц не будет полипоза. Не будет. Никаких полипов, ни в каком кишечнике, ни в толстом, ни в тонком. Да, когда-нибудь будет, как-нибудь, проверьте. Вот на пациентов, то есть просто, да. Значит, вот, не будет. Этим рецептам тысячи лет. Тысячи лет. Так, хорошо. Значит, вот, в течение двух недель давали, ну, в общем, там, пробиотики и прочее. В данный момент бактерии... А, ну, Витом, правда, говорит, новосибирский. Это Витом, что-то такое. Витом, Жданов, Крикеломир. Я не знаю, что такое Витом, поэтому я не могу дать рекомендации. Дальше. Может, хорошая штука, я откуда-то знаю. Биохимия крови показала АСАД 55. Ну, я сейчас людям просто поясню, что я вот специально даже... То есть, АСАД – это аспартан-амино-трансфераза. Это такой фермент. Фермент этот, я зачитаю, чтобы было понятно. Это клеточный фермент, который участвует прямо с медицинских справочников. Он участвует в обмене, как интересно, аминокислот. Значит, содержится в тканях сердца, смотрите, печени, почках, нервной ткани. А я сразу говорю, вот вы... Вот понимаете, вот что такое логика и сопоставление, да? Вот действительно, фермент показала меньше. Какого? Он влияет печень, почки, да? Теперь лямблии смотрим. Печень. Понятно, да? Лямблии в печени обитают. Вот как я поражаюсь профнепригодности, искудаумию. Простой человек, я его не могу так обидеть, потому что простой человек... Откуда он это всё может знать? Нужно ли ему это? А вот, когда, извините, там медик с претензией и хает про паразитов... Вот что такое. Дальше смотрим. Почек, нервной ткани, мускулатуры, смотрите, как, да, стелетный. Других органов, благодаря высокому содержанию в тканях этих органов, анализ крови АСТ. Значит, необходимый метод диагностики заболевания миокарда, печени. Это необходимо, если... А вдруг в этом дело, да? Различных нарушений мускулатуры, норма АСТ в крови для женщин, там, 31, для мужчин норма 41. Значит, анализ крови может показывать повышение в крови, если в организме присутствуют такие заболевания, как? Так, повышение, а мы видим здесь что? Ну, сейчас посмотрим, какие тут... А, вот, значит, 55, да, ну, есть повышение. Значит, смотрим. Какие? Инфаркт миокарда, вирусный, токсический, алкогольный гепатит, печень, ну, печень. Опять проблемы с печенью. Показывает понижение уровня, понижение вследствие тяжёлых заболеваний, разрыва печени, ну, тут понятно, или дефицит витамина В6, кстати. Которого, кстати, естественно, в той же хлорели, вот две, вот, ну, четверть столовой ложечки, если порошок где, и всё, этой проблемы не будет. Ну, к тому же, я уж не говорю, что В6-то вообще во многих травах практически везде есть, к тому же в проростках вообще во всех, вообще во всех. Так, это я просто как справку привёл, что это такое. А то ведь, ну, и люди, и сами, и, значит, дальше. Ест большие порции, сейчас начала дробить порции чаще кормить, меньшими. Постоянно вздутый большой живот. А если лямбли, так и неудивительно, дальше. Малое количество белка в питании. Наш рацион. Проснулись. Вода. Один год, один месяц. Значит, вода, свежевыжатый сок, 200 мл по сезону, завтрак, фрукты по сезону мелкими кусочками, или кунжут перемолотый с бананом, или как йогурт, ну, типа. Обед. Льняная каша с перемолотыми сырыми овощами разными, зеленью, гречка коричневая, замоченная, предварительно в перемешку с пророщенной зелёной гречкой, так она любит. Заправленная растительным сыродавленным маслом, солью морской и чесноком. Часть авокадо. Ужин, часов 18, сырые, желтки. Значит, в промежутках за 30 минут до еды, через полчаса перейём в воду, то есть, не смешивают правильно совершенно, да? Распивая, так, распиваемся с мини-дозами мёда, прикуску, 3-4 чайных ложечки в день. Ну, видимо, смешанные, не цель. Прекрасно. Так, то есть, вот лямбли, они сами здесь, дальше, сейчас в погоне за белком. О результатах пока рано говорить. Начали готовить конопляное молочко. На Руси просто материнское заменяли конопляное молочко. Оно содержит всё примерно то, то есть, там состав его просто вскармливали. Детей именно на конопляном молочке на Руси. Так, муж предварительно семена замачивает в мёртвой воде, полученной в аква... Ну, в принципе, это хорошо, потому что кислая вода, она просто убивает, если есть какие-то там паразиты, там, цисты. Ну, не все, конечно, но всё-таки плюс большой. Вот, пишет. Кстати, очень ждём ваших рекомендаций по подготовке разного рода семян к обработке. А они есть у меня методикой. Первое, мини-инфопродукт 1, приложение к печени, к 10-му большому продукту. Там я подробная методика о профилактике, о обработке семян, чтобы не получить инфекции. Ну, хранятся-то, крысы пробежали. Крысиная цепень. Вот опять. Люди не знают пока... А мне писали люди, которые больны, когда человек просто умирает, страшная вещь, крысиницы. Я думаю, что тот, кто врач, что это всё фигня, он даже не знает, что это такое. И кошачья есть цепень отдельная. Цепни не только бычьи бывают. Семёнова, про которую, кстати, по-моему, этот человек сказал положительно, вроде как, ну, кто скажет, что Семёнова не специалист, собаку съела на этом, да? Конечно, специалист. Она говорит, я могу человека, вот, я стою, и я вижу, что у него уже паразит. Потому, какой форма живота бычица, понимаете, да? Как же люди... Ой, Господи. Ладно. И вот дальше. Значит так. Ага. Вот 150 миллилитров зала рассветка. Значит, какое максимальное количество молочка можно давать в день? Можно ли каждые три часа? Хотелось бы как можно больше насытить белком. Делать упор на морковный сок. Раньше давало больше яблочный. Ну, лучше, да, морковный и печень очищает. Морковный сок вообще очень очистительный сок. Вот недаром даже Норман Нокер себе вылечил одна из методик, помимо вода и голодания, морковный сок, печень, сыроз печени. Понимаете? То есть, фиброзная ткань, она может тоже замещаться, если мы отдаём регенерацию. Но он не знал, он про проростки расторопшие, например. Тот доктор, кстати, вот тот овёс, рецепт, что я вот имею, он, так сказать, это регенерация печени тоже, подпитка. Это набор мышечного, очень питательная вещь. Очень там, значит, потом почки тоже, так сказать, это тоже очень полезная вещь. Так, и вот дальше. Делать упор на морковь. Дальше, планируем пробовать водить миндальное кедровое молочко. Может быть, начать с миндальной кедровой муки сначала, чтобы ей было легче усвоить. Нацелились на, ну, там, серу, спирулину, ну, то есть, вот эти вещи. Сера, ну, конечно, она нужна, необходима. Но кто-то не хочет, ненавидит, там, коралловый клуб или что-то ещё другое. Ну, возьмите вы чёрную соль, если, конечно, потребляете гималайскую, которая вот прямо как яйца пахнет серой, да? Ну, пожалуйста, я разве против? Так, с трудом. А есть просто МСМ с микрогидрином, ну, есть такой, там, серо. Ну, для кожи это вообще необходимо, серо это. И потом многие аминокислоты серосодержащие, да, вы знаете. Так, подготовка собственного кефира. А, это она, вот, видимо, спрашивает. Меры кефира, это крайняя мера. Например, кефирокозьего деревенского молока с использованием курунгу. Ну, биокурунгу, закваска идёт вот этим, так сказать, там. Или капустного кваса, вот который Ерёмин, да, например, тоже хорошая, кстати, мысль. Мы находимся в замешательстве относительно проращивания злаковых, пшеницы, сольта, как они глютен содержат. Но, если проросток вырос, там уже не глютен, не крахмал, а там уже простые сахара, полисахариды. То есть, там уже глюкоза, фруктоза в основном. Вот, и поэтому это совершенно другое. Так, дикоросы, крапивы, сныть, к сожалению, объективно, она недоступна. Ну, может быть, место такое, где живут. Так, будем ждать весны. А, ну, весна будет. Так, будем рады вашего вот насчёт ответа и прочее, и прочее. Ну, вот, смотрите, девочки один на один, если бы ты тоже отстают, вроде как, физическая масса, мышечная, малая. Хотя, вот, активный, нормальный ребёнок, но и питаются вроде правильно. Но они очень сказали, казалось бы, кто-то это пропустит, да, мало ли там, лямбли или что-то, да? Но посмотрите, как интересно. И вот эти анализы важнейшие, которые показали как раз, что вот несколько критериев, как мы сочетали из медсправочников, связанных с почкой, с печенью, с мышечной как раз, всё чётко и закономерно и логично. Итак, лямблии, недостаток питательных веществ определённых, нарушение работы печени, разрушение печени, значит, интоксикация печени. Тут мы видим сразу по результатам логично. То есть, вот причина, она, потому что мы про, вот, можно про питание. В принципе, нормальное питание. Неадекватно вполне, да. То есть, тут, пожалуйста, даже животные, вот, жиры, там, вот, поли... В-12, которые в желтках вообще немелены. Ну, кстати, я ещё хочу сказать, ну, я понимаю, что маточное молочко пчелиное, да, там, хоть залезь и В-12, потому что с него развивается пчела, матка, которая живёт потом в 50 или в 60 раз больше, чем пчела. Там есть всё. Вообще, всё там есть. Только само маточное молочко ещё более редкий зверь. Ну, это, конечно, да, я просто... Нет, ну, это ещё и монокорректор. То есть, это вообще иммунитет, вот, если наряду с... Усталость хроническая, там, пройдёт, это прекрасная вещь, конечно, вот. Но это ясно. Желток доступно, да, доступно. Да, вполне доступно. Вот поэтому, в принципе, конечно, если кто-то, но... Посмотрите, проанализировав, можно очень, варят немножко там гречки где-то, там... Значит, омега-3 потребляют, потребляют... Ну, во-первых, яйца, во-вторых, с калиминой масла, лён, конопряное молочко, то-сё. То есть, ну, вот, вот, ну, всё, да? С питательными веществами всё в полном порядке. Но, но, это я говорю, надо понимать, что вот если, например, аскориды, таксокара, собачья аскорида есть, да, которую вот офтальмологи находят в глазном дне, потому что бета-каротина много, а витамина, оно, известно, для глаз нужен, так сказать, это вот. А они там очень любят жить, вот, определённую стадию проходят. Многие врачи удаляют, онкологии глаза тоже есть, у меня даже есть один знакомый, вот ему, но очень часто, и некоторые даже не видят, они прозрачные, на рентгене не видно. Это являются... Вот если опытный врач хорошо посмотрит, есть, вы знаете, метод, когда смотрят глазное дно, и видят движения нехарактерные, не пульсации сосудов, прочее, а вот, а некоторые видят вот прямо уже, когда выползают. Вот, понимаете, это есть, и путают до 50% случаев рак глаза, это именно по вине токсакара. То есть, этот мир, который, вот, это должное, он есть. Анкилостома, я говорю, паразит есть такой, да, вот плевать там, какой иммунитет у человека, что он потребляет, вот просто по траве, у него такие вот мощные зубы там, вот, видно, кремниевые такие, которые прогрызают кожу любого человека, и сразу в кровеносный сосуд. Ну, что ты сделаешь? Вот надо, можно сказать, этого нет, это всё фигня, а он поджелудочной железе в печени. Ну, вот, это, это есть проблема? Есть такая проблема. Миллиона людей нету? Нету, а у кого-то есть. Но этих столько, вот, мне с югов писали, а там просто вот эта шестосома. А её практически диагностировать трудно. У нас в стране практически эта проблема диагностировать шестосомы. Где-то за границей, вот, прежде всего, всё есть, вот, там есть проблема, а при тоже, там, например. То есть, это есть такой. Лямбли – это простейшие, которые колоссально наносят вред организм печени. Токсикация идёт страшно, и вот-вот оттуда. То есть, как лечить лямбли? Лямбли – это надо полгода лечить, это непросто. Это не остриц выгнать, как вот один человек известный нам, так сказать, я даже знаю, я скорее, я могу ошибаться, но, безусловно, остриц можно, тьфу, вот так вот, выгнать на стойкой цветов бархоток, бархатцев. В аптеке купить, правильно, за 10 рублей и вылечить. То есть, выгнать. Но проблема-то в другом. Яйца на коврике, наверное, везде. И если ребёнок другой, бабушка в гости раз в месяц приезжающий принесёт, это она принесёт, потому что выгнать их не проблема, а вот жизненный цикл их проблема. Выгнали, они же выползают только когда определённо. Значит, когда они выползают раз в определённое количество дней, когда размножаются. Не попал в цикл? Ну, вы знаете, что такое в генетике цикл, и, так сказать, вот цикл не попал. Яйца лежат, полгода они инвазивные. Так нужно, значит, комплекс мер принять, наверное, а не просто разово выгнать и радоваться жизни, да? Вот это есть разумный подход, есть неразумный подход. Вот я про это только всегда говорю. Ну, да, я всё говорю, я извиняюсь, может быть, что-то действительно добавите к этому. То есть, вот, в принципе, вот, ну, что? Ну, отстаёт вы. Какие могут быть ещё? Значит, на что, может быть, ещё стоит провериться, может быть, так сказать? Может, действительно есть ещё, ну, рано, может быть, вот смотрите ещё раз, да? Вот один год, один месяц, 7,2 килограмма, рост 75 сантиметров. Ну, я бы не сказал, что прямо уж какой-то... Ну, мне, к сожалению, это ничего не говорит, я детьми никогда в жизни вообще не занимался. Да, вот нужно больше... Вот, поэтому мне это вообще ничего не говорит. Так, внешне, для меня самое главное, что если ребёнок настроение хорошее, подвижное, то есть, такой слабости нет, то уже можно сказать, что растёт и развивается. Пускай, там, каким-то своим темпом, да, что-то там замедлено, вот. Но, в общем и целом, самое главное, что растёт и развивается. Можно вводить больше, например, в пищу, конечно, если мышечная ткань, ну, понятно. Ну, больше аминокислот, да, которые, так сказать, вот... Ну, да, да. Например, там, та же хлорелла, пожалуйста, потому что в малом концентрации, очень легко усвоится, очень много аминокислот. Любые, причём незаменимые все там есть аминокислоты. Ну, это, так сказать, вот. Допустим, картофельный сок можно, например, кстати, который и очень хорошо очищается, это пищеварительная система, и к тому же там, кстати, аминокислоты тоже содержатся на все. Ну, я бы знаки перемалывать начал на их месте, в первую очередь, потому что так, как они едят, они могут проращивать, наверное, переморачивать. Проращивать, или перепрыгивать. А овёс, особенно овёс. А вот я, кстати, овёс гречку, да всё. Конечно, да-да-да-да, особенно, ну, овёс вообще в этом смысле. Я говорю, вот я скинул, вот, исследую по этому поводу, и вот овёс, это вообще номер один здесь в плане мышечной. Овёс так, конечно. Недаром, да, овёс. Вот, проростки, это печень расторопшая, регенерация печени. Ну, натуральный метод проращивать по два, ей девочки, вот этой, а по одному сначала, по два проростка, 10-дневных, на ночь, именно на ночь. Мощнейший гиппаппарат, плюс гнать, лямбли, но тут недостаточно препаратов, только коралловый клуб. Хотя есть такой препарат, просто апистоп, он рассчитан, был создан для апистархов. Другая проблема, они жрут печень, они просто едят клетки, это с рыбой заносится, вы знаете. Да, а есть ещё, кстати, клонархи, клонархи, они то же самое, только, значит, это вот китайская двузка, это кошачья двузка, ну, апистоп, а это какой, они вракообразных, вракообразных, кто любит, тоже вот. Живут они долго попав, не размножаются в организме человека, в отличие от, вот, казалось бы, это очень опасный паразит, но он не размножается в человеке, стоит убить и не есть рыбу и прочее, так сказать, человек не прав. Прав, не проблема, конечно. Но, лямбли, то есть, эти, острийцы, их выгнать, тьфу, самое простое, но они постоянно размножаются, инвазия постоянно идёт. И вот другой, таксакары в глаз уйдут, ну-ка выгони оттуда, убей, ты извини меня, себя убьёшь сначала и так далее. Вот надо ждать, пока взрослый особь в кишечнике, понимаете, какая, что? Это надо знать. Если, ну, тот же врач, как обычный, в общем-то, человек, ну, какой-нибудь специалист там в своей области, да, ну, не может же всё человек знать, да? Ну, неинтересно ему это в жизни, он не знает, как можно говорить, что это всё ерунда, правда ли? Ну, как это ерунда, если сотни видов паразитов, если у нас, если, извините меня, вот люди, ну, с таким горем иногда, вот, когда дети особенно, это, так сказать, не как взрослый человек. У меня была домоработница, две домоработницы у них, вот у одной сын просто погиб, когда вскрыли цисты, типа эхинокока. Отравлено, как рак, вот, понимаете, рак и опухоль. Это вы что, нет? Это есть. Молодой парень, там, 30 лет, энергичная семья, вы понимаете? Как я просто поражаюсь. Вот, то есть, в принципе, надо, то есть, я бы, да, вот, наверное, правильно, что лямбли надо выводить, то есть, это карасины, отвары карасины, горечи. У нас на Руси горечи, мекора, дуба, осины, то есть, вот. Полынь, что пишут. Да, 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 но с полыней очень аккуратным надо быть, полынь это очень сильная штука, там, чистотел, полынь это очень сильные яды, яды, ну, как бы, яды, они все яды, как бы, вот. То есть, первое, второе, третье, то есть, надо разумно подходить к этому. Это есть методики. Методики чётко отработаны в народном, но их очень, вот, проблема в том, что их очень сильно извратили. Во-первых, всё варить стали, всё, что ни по поди. И, во-вторых, с водкой половину рецептов, там, господи боже мой, как будто, слушайте, я вам любой назову, вот, так сказать, вот, без этой гады. Ну, что я и делаю, очень, ну, я пришлю, посмотрю. Вот, короче, ладно. И вот, это первое, да, то есть, гнать Аписторхов, олямбли, разумеется. Тогда организм сам возьмёт, девочка на рост, вес, всё наберёт, питаются отлично, добавить сейчас белков, но пока больше, они же съедают, они же белковые тела. Почему вот проблема с масочной, мышечной массой, вообще у тех, у кого паразиты, у многих, да, потому что они высасывают, либо кровью питаются, либо печенью. Белками они питаются, нам не хватает белков, правильно, это же логично. Конечно, вот поэтому, ну, что можно сказать, я думаю, действительно тут, да, так сказать, вот такие советы можно дать. То есть, действительно взять методики, вылечить лямбли, питать сейчас аминокислотами, увеличить вот это питание, там, той же спирулины, овёзд, то есть, настойки вот эти делать, очень питательная вещь, очень. Это всё как раз будет говорить о правильном действии. Ну, что ж, мы, наверное, давайте последнее что-нибудь, и уже о том время много, мы сейчас, так сказать, действительно. Ещё пообщаться надо успеть, так сказать, это. Так, а, тема серьёзная, но очень интересная. Ну, я зачитаю, а мы подумаем, будем сейчас или потом. Продолжая тему Юрия Юрьевича, я хотел бы задать очень важный вопрос, который будет важен для меня, но интересным для вас. Значит, есть такое заболевание, как муковисцудоз. Я о нём давно говорил. Вот мы, вообще, это автоиммунное стопроцентное заболевание, но врачи относят это совершенно, это генетика, это якобы вот ген там, там, ну ладно. И один мой знакомый болен таким страшным заболеванием. Не очень грустно об этом говорить, но средняя продолжительность жизни в России – 28 лет. Знакомый мой – это девушка, которой на данный момент 17 лет. Каждые 2 месяца она делает исследование в клинике, каждый день она употребляет антибиотики, там, ингаляторы. Я думаю, что и цитостатики наверняка тоже. Но это 5 дней без этих препаратов, и человек может печально закончить свою жизнь. Так вот, то есть, там препараты, они направлены на то, чтобы сжигать слизь, подавлять вот эту, которую… Так, так вот, хотелось бы узнать, да, им рекоменда… Знаете, какие рекомендации врачи дают? Ну, белки-то, клетки разрушают, белков не хватает, мясо сжирают, слизь, и всё, и вот поручный икруг. Это самые антибиотики и цитостатики. И кишечник гниёт, и человек разлагается. Понимаете, вот в чём… Поэтому 28 лет. Конечно. Вот, а знаете, в чём проблема? А потому что врачи абсолютно уверены в том, что мясо надо есть. Вот просто, а если уж человек мало, худеет мало белков или там что, то прям жрать надо эту корову съедать. Ну, это как вот при болезнях почек. Вот выводят по почке белки, значит, надо больше белка организма. Почему почки белок выводят? Не потому что белка так много, что человек, допустим, то есть, вот он питает, что уже печень не в состоянии, а почки, вот это вот, аммиак, вот, как он, ацетон уже, да, таскать, крайне. Ну, это просто говорит о том, что белковое отравление идёт. Да, 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 уже целиком молекулы белка выводят, потому что деваться… Уже нарушена функция, ведь это же мембраны и почки, и фильтры, то есть, уже просто они не справляются. Этот организм уже не может отложить их в сосудах в виде коллаген. То есть, уже вот, а мы всё жрём эти белки, господи боже мой, да нам вот пищи-то надо размечать, а этого нам вообще, так сказать, не надо. Ну, вот почему, если бы надо, в моче бы до дефицита, до организма не выкинул бы никогда белок, азот лишний, такую ценность, правда? Это же понятно. Вот, и так хотелось бы узнать, как сравнение может повлиять на общую картину этого генетического заболевания. Да оно не генетическое. Вопрос в другом. Ну, мать могла, но такие накопить яды, что это так, вот, именно уже в процессе ношения плода, да, беременности. Вот, многие генетические заболевания, на самом деле, являются заболеваниями во внутриутробном развитии, связанные с накоплением и травлением организма ядами. И неправильным делением клеток, накоплением вот этих определённых ошибок, которые называют генетическим. Но на самом деле, мама-то не больна, и папа, и вроде рецессивный ген, да, а что подвигло к этому, почему слить, вот, каждый, ну, знаешь, вот, если бы мы сейчас с вами взяли бы, а я предлагаю, может быть, даже потом это, я вот, вот, очень интересно, как делать. Вот мы прям из медицинских, как всё это, вот, 46-й год был установлен фактор наследственного заболевания. Почему? И мы смотрим, что они приводят в пример. Но самое интересное, что они дальше говорят, тяжесть болезни, чем характеризована, почему? И мы видим, что что-то не так, не совсем. И если мы себе скажем, а может, белки, может, мясо, это всё-таки нечеловеческий питатель, всё ставит на место. Что слить, почему? И мы лечим замкнутый круг. Слизи выделяется много, слизь пытаются растворить, уничтожить, сжечь. Организм никак не очищается, паровые котлеты, так сказать, понеслось. Вот, и пишут, и какие рекомендации? Ну, во-первых, уже рекомендации могут быть какие? Ну, если слизь, значит, нужно очищение от слизи. Очищение, убрать слизообразующие продукты, очищение кишечника. Ешьте 50 таблеток, это хлорелы хуже не будет, или там порошка, который содержит чистые аминокислоты, витамина, прочее, чтобы вас не было естественно. Ну, овёс тот же, да, пожалуй, раствору, печень, 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 это первое, печень, она страдает в первую очередь, она же кровь, бедняга. Представьте, да, больше нигде нет такой воротной вены, такого огромного количества, как от кишечника, сразу кровь устремляется не к органам, а к печени. Ну, не про печень лабораторию, печень синтезирует многие ферменты, там, гормоны, она синтезирует белки. И печень принимает на себя удары, яды, токсины, фильтрует, выводит, пытается, а если не может, а если забито, а если почки дальше на ходу страдают. Дальше ткани, кровеносные сосуды, вот вам геморрой, потому что давление растёт, и понимаете, о чём, да, вот вирокозное расширение вен. То есть, всё в организме связано так, поэтому и надо его комплексно всё это разбирать, поэтому я предлагаю, что сделать. Вообще, это очень интересная тема, потому что на примере вот этой темы мы можем что сделать? Ну, мы можем понять, как говорится, во-первых, откуда ноги растут, мы можем глубже посмотреть на процессы. Вот как мы сейчас разобрались с тем, что, так сказать, представляет из себя, где здесь причины и следствия. Мы их явно видим, анализы, что медицина нам говорит, и мы видим, почему. Если взять и переломить стереотип, что мясо – это табу, то есть это надо. Ну, тогда всё на свои места, правда, всё просто. В природе ведь действительно всё, на самом деле, не так сложно. Наши вообще предки, конечно, обходились без биологии, без биохимии, да. Они просто знали, что здесь вот кедровый орех, его надо по осени собирать, отжимать, и есть просто, так сказать, здесь растёт травы, как говорится, блинные травки и так далее, которые бабушка знает. Я вообще потом расскажу очень интересную историю, как под Дмитровом, вообще стоит поехать в Дмитров, и там есть такой музей. И там стоит домик внутри большого из стеклобетона музея, бабушкин домик одной, такой маленький, 3х3 домик, как Баба-Яги домик. Там бабушка прожила, а местные мне рассказывали. Вот она ещё ходила вот 70-80-й смотреть на свой домик. Ей построили её, когда она уже была очень взрослой, никто не знал, сколько ей лет, но построили из старинного дома, раскатали, а построили что-то лет 130 назад этот домик. Она всю жизнь в нём прожила, 130 лет, потом, то есть, ей было так, ну, по прикидкам, самый минимум от 160, ну, просто меньше не выходит по расчётам. Рассказали это все, каждый там, ну, не каждый, ну, в антикварном был, там, разговорились с людьми, там, вот. Значит, она печку использовала только, чтобы греться, пол земляной, то есть, там слой, да, потом ещё проверили по слою, посчитали, сколько лет она в нём жила, ну, то есть, там, это вот слой. Да, да, потом, она только из леса что-то, травы какие-то, непонятно, что она ела. То есть, короче, вот она была, вот знала вот эти все травы, что лечила людей на краю деревни, ну, как вот ведьма говорит, только вот на самом деле хороший человек. Вот, и она прожила очень, ну, то, что считается, вот, из ряда вон даже некоторые, ну, это что, такие будут, это есть такие, вот она одна из таких последних была, да, вот. Ну, слушайте, она не знает, какие вещества содержатся там, да, она просто знает, что миллионами лет, вот просто вот она от бабушки, она от бабушки, да, что при, вот она чувствует, во-первых, вот согласитесь, при правильном питании, вот этой энергетике, да, человек начинает больше чувствовать. А люди с пелёнок наученные, которые в гармонии с природой живут, в чувству, они это вот, ну, конечно, у одного ребёнка к одному больше спал, у другого, у неё, например, вот, к этому был, да, её научили, бабушка её передала. И она знала, какие, то, что, вот сейчас нигде мы эти знания уже, к сожалению, нет, да, ну, неужели в природе нет того, вот кошка, она чувствует, или какое-то животное. Она поестте травки, у неё, так сказать, это, да, кстати, а некоторые говорят, вот, обезьяна, говорит, вот она съела, так сказать, там, муравьёв или что-то, значит, она уже не травоядная. Да, я так скажу, слушайте, ну, давайте так скажем, вот кошка, вы видели, что ко... и фото прислать, там, отковыривают муравьёв едят или чего-то ищут, да? Вот что они хотят доказать, просто бюштек свой оправдать. Хорошо, а теперь вопрос, кошка ест траву, видели кадры, я могу фото прислать, кто не верит. Ну, скажите, все верим, верим, есть такое. Я так скажу, слушайте, а, значит, кошка, был бы я идиотом, я сказал, так, кошка-то травоядная, ну, что у меня, какая она хищник, она травоядная. То же самое, согласны? Ну, да. Такой же абсурд. А нахищник? О, и, кстати, хищники, в первую очередь, в желудке едят, и по кишечнике у своей жертвы, там ферменты, они не могут даже просто так усвоить. И потом, прямо скажем, что все хищники, они едят растительную пищу достаточно приличное количество. Конечно. И нужно очищать свои желудки, кишечники. Конечно, и то у них желудок, кишечник так устроен, прямая кишка, выход, то есть там они легче могут очистить, чем человек. Человек потому и не хищник, и не всеядный, что у него сложный очень. Конечно, это не травоядная, но мы плодоядные. Да. А что такое плоды? И говорят, это что, в этом кто-то извращенцы какие-то видят ущербность, наоборот, это вершина эволюции физического мира, потому что плоды, это вообще есть концентрат всего, так сказать. И солнечной энергии, и минералов, и это лучшая пища, самая концентрация. Ведь в биологической цепочке, в экологической пирамиде, пищевой цепи, ну, знаете, пищевой цепи, там первичное вещество – это энергия солнца. Первичное вещество биологическое образуется – это биомасса, зелёные плоды, всё, да? А потом энергия уменьшается по мере поедания. Ну, понимаете, почему? Да, да, да. Соответственно, второе звено, третье более ущербное, поэтому хищник, он может развить большую скорость, прыгнуть, но когда антилопа убежит, он его уже не поймает, если сразу не поймёт, выдохнется. Сил-то энергии меньше у хищников гораздо. Кстати, и физических сил, раз, ну, лось и волк. Ну, медведь сильный, конечно, но это и не хищник, ну, не целый, нечистый хищник. Не нечистый хищник. Да, 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 это вообще уникальный живот. Вообще, я говорю, это группа отдельно разбирать на дно. Любой, там, например, взять буйвола, ё-моё, он тигра может, если попадёт рогом, он его убьёт, может за раз даже убить. Тонна мышечной массы, да? Слон, ну, наступит и раздавит хоть кого-то. Вообще не заметил. Да, то есть, как бы, да. Вот, так сказать, они что, ущербны? Нет, нет. Всё идёт своим чередом. А мы как протестуем? Но протестуем потому, что мы очень любим биштекс. Ну, конечно. То есть, это не потому, что мы истинно хотим доковыряться. Они ничего не хотят, такие огульные хайщики. Они просто хотят, чтобы они спокойно могли съесть свой биштекс. Ну, ешьте на здоровье, хочется сказать. Ешьте. Только зачем позорить вот слово, имя человека, вот эту глупость, выдавать за свои желаемые действительные. И ещё глумиться над людьми, кто считает подругу. Правда? Ну, глупо. Ну, что ж, может быть, в завершении что-то пару слов действительно, вот, Михаил Ильич, скажете по поводу. Там, я не знаю, может быть, как вы вот оцениваете действительно нашу сегодняшнюю встречу, как идею, как... Действительно, вот, один человек хорошо, там, кто... А два лучше, да. Ну, в идеале, наверное, вообще нужно создавать какое-то сообщество подобное. Вот, там, чтобы ни один, ни два человека было. Собираться за круглым столом. Да, чтобы действительно, например, были разные люди, рассказывали разные вещи, разные истории. Конечно. Потому что мне вот тоже, там, часто рассказывают, а вот было бы интересно вот с этим встретиться, с этим встретиться. Потом, на самом деле, вот, что касается сыроедов, которые, там, по многу лет сыроедми самому... Это однозначно. Я самому было бы очень интересно на них посмотреть, потому что я до сегодняшнего дня не видел практически людей, или, по крайней мере, не общался с людьми, которые сыроедят, там, как-то на порядок больше, чем я. Я в 6 лет на сегодняшний день сыроежу. Вот, я не видел людей, которые, там, чтобы сыроели, там, по 10, по 20 лет. Вот, мне тоже очень интересно было бы посмотреть на них, и, там, и поучиться у них чему-то, почему нет. Обязательно это сделаем? Так что, да, конечно. Это обязательно. Потом, еще такой момент. Очень интересная идея, ну, мне так кажется. Если бы мы, например, вот так же собрались, еще кого-то, может, пригласили, да, и какого-то пациента, или просто, ну, вот, человека, который вот на себе, потому что есть ребята, которые, ну, прекрасных результатов добились. То есть, вот, их личный опыт простого человека со стороны, не специалиста, там, какого-то, ну, в данных областях, да, но тоже интересно, правда, или человек, прошедший через серьезные заболевания, которые, так сказать... Ну, на самом деле, для объективности здесь вот стоило бы начать просто собирать истории людей, которые прошли, вот, проделали какой-то путь в плане изменения питания, неважно, будут они хорошие, будут они плохие, там, если у человека все было хорошо, пусть он напишет, вот я, там, три года сыроежу, у меня все хорошо, так, выглядело вот так, старое, так, или наоборот, я три года сыроежу, у меня такие вот проблемы накопились. Да, конечно, есть такие. Вот, то есть, вот, чтобы вот показать, вот, объективную картину мы говорим, что... Нет, и более того, если есть проблема, вот, чтобы не дискредитировать огульно, вообще, идею естественного питания, нам проблем постараться не разобрать, как-то из-за чего. Решить, что же привело, а ведь если, вот, и как говорил тот же Углов, да, что я не видел ни одного человека, даже в 120 лет, которого вскрывали, чтобы он умер от старости, он умирал четко от болезни конкретной. Все равно была какая-то причина. Поэтому, если мы говорим, что на сыроедении человек и начал хери, дряхлеть, что-то там, то, значит, на то есть четкая причина, но мы не можем, не имеем права, не имеем права, я так скажу, говорить, что ты природа-идиотка, что ты вот... Вот единая есть логика усвоения и строения жизни, да, от живого к живой. Живая клетка дает жизнь полноценную живой клетке, правда? И это законы природы, а не наше мнение, так сказать. Ну вот мы можем соглашаться, это биться лбом об стену. Другой вопрос, что действительно могут быть проблемы, но мы должны понять, почему они есть. И, значит, для всех других будет лучше, если мы разберемся. Поэтому я вот предлагаю попробовать, потому что такого еще никто не делал, а почему бы нет? То есть вот я считаю... Давайте занимаемся. Если будет интересно людям, то давайте заниматься. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, вот то, что мы сегодня о чем говорим, вы присылайте свои, так сказать, свое видение. То есть хороша ли, интересен ли был вот такой формат нашей встречи, да, сегодняшней. Если это будет вам интересно, вы верите в эту перспективу, дальше мы разберемся. Вот муковица до дну, то не успели, нельзя же 10 часов говорить. Вот. Мы будем разбирать определенные проблемы. Мы, так сказать, как-то сделаем это интереснее. Ведь действительно в спорах, ну не в спорах, а в беседе рождается истина, так сказать. Это одна зная. Поэтому мы, по крайней мере, не то, что рождается, мы понимать ее можем, так сказать, вот глубже. То есть законы природы и так далее. Поэтому давайте, пишите, пожалуйста, прямо на страничку под этим видео. А мы обязательно с Михаилом Ильичем посмотрим это, вот. И он посмотрит, я. И, может быть, мы, так сказать, продолжим такие, да, разные интересные встречи. Будет интересно обязательно. Причем даже, может быть, мы привлечем к этому простых людей, которые просто нам что-то интересное расскажут. То есть о победе над болезнью, наоборот, о чем-то, да, это тоже будет всем интересно. Конечно, конечно, да. И мы ее постараемся не просто вот как человек расскажет о болезни или что-то, как он... Он ведь свои эмоции больше. Он что-то, конечно, расскажет, но мы сможем, задавая разные перекрестные вопросы, очень много интересного узнать можем. Вот это интересно всем нам будет. Ну, всего вам самого лучшего. До новых встреч. До свидания. Счастливо.